Во имя Отца и Сына Житие святых мученика Бонифатия и праведной Аглаиды. Едва только теплившимся в них чувством веры в Бога, воспламенены были до высоты покаяния, которым из омута нечистых страстей земных возведены были до высоты небесной. Воспоминаемые сегодня церковью святые мученик Бонифатий и достигшие праведности Аглаида. О жизни их в мире известно, что хотя и были они, Аглаида, богатая и знатная римлянка и раб ее Бонифатий по происхождению христианами, но жили не по-христиански, а в пустых и порочных развлечениях расточали драгоценное время и душевные силы и богатые средства, которыми обладала Аглаида. Живя во времена преследования христиан в конце третьего столетия и слыша об их изумительных мученических подвигах, Аглаида, однако же, неравнодушно относилась к рассказам о них и стала задумываться, вникая порою в собственную жизнь, так далеко отстоящую, такую недостойную в сравнении с дивными образцами в лице единоверных своих. Слыша также о чудесах, проявляемых мучениками и за гробом, она пожелала и сама прибегнуть под защиту и спасительное покровительство их, и пришло ей на мысль иметь в собственном доме святые мощи страдальцев за веру Христову. «Если я получу желаемое», — говорила Аглаида, «то выстрою церковь во имя святого над мощами его, и будет он мне ходатаем и молитвенником перед Богом». И вот призвала она к себе любимого раба своего Бонифатия и, сообщив ему свое желание, послала его на восток, где происходило тогда гонение на христиан, снабдив его значительную сумму для приобретения мощей, которые можно было покупать у язычников, пользовавшихся тем, что дорого ценили христиане останки своих мучеников. Получив золото, приготовив ароматы и покровы и собравшись в путь в сопровождении множества слуг, Бонифатий, прощаясь госпожою своею, сказал ей, смеясь, «А что, если не удастся мне приобрести мощей никакого мученика, и вместо них привезут тебе мое тело, замученное за Христа? Примешь ли ты его с честью?» «Не до смеха и не до шуток теперь», — возразила Аглаида. «А с благоговением следует приступить к такому святому делу. Следует тебе строго воздерживаться от всякого бесчиния и глумления. Ведь ты знаешь, кому ты собираешься послужить — мощам святых, к которым не только прикасаться, но на которые и смотреть мы недостойны. Иди же с миром, и Господь, не помня грехов наших, пошлет тебе святого ангела, который направит путь твой и поможет тебе возвратиться благополучно». Отправился в путь Бонифатий, а последние слова, сказанные ему его госпожою, стали наводить его на спасительные размышления. Стал он вдумываться, на какое святое дело идет и как приступить к нему со скверненными грехом руками. И вот раскаяние возбудилось в сердце его. Он наложил на себя пост, не ел мяса, не пил вина, часто и усердно взывал молитвенно к Богу, и сокрушением о своей греховной жизни и спасительным страхом Божиим все более и более преисполнялась его душа. В таком благодатном настроении духа прибыл Бонифатий в город Киликийский Тарс. Здесь застал он гонения христиан в полном разгаре. Ежедневно множество христиан привлекалось к суду, и затем предавались они страшным пыткам и казням. Остановясь в гостинице и предоставив сопровождавшим его отдохнуть, Бонифатий сам поспешил на площадь, где проездом он заметил, что собирался народ. Действительно, тут он увидел теперь многочисленную толпу, созерцающую совершавшиеся мучительства над христианами. И каких только ужасов он тут не увидал. Ему представились все виды мук, изобретенных изощренную человеческою злобою. Между тем, жертвы этой злобы, исповедники Христа, поражали его своим невозмутимым спокойствием, своим изумительным терпением. Лица иных как бы сияли какую-то невыразимую неземную радостью, какое-то неизведанное волнение и восторг охватили его самого. «Велик Бог христианский, помогающий рабам своим и укрепляющий их в таких муках!» Воскликнул внезапно Бонифатий в порыве благоговения и припал к ногам мучеников, и целовал их, и ублажал, и умолял помолиться о нем. Взоры всех с удивлением обратились на неизвестного. «Кто ты?» – спросил его судья. «Я христианин», – отвечал Бонифатий. «Я спрашиваю, как тебя зовут?» – повторил судья. «Но и на этот, и на все дальнейшие вопросы его Бонифатий отвечал только одно – «Я христианин». «Только это и услышишь от меня?» «Если же слышать этого не хочешь, то делай со мной что тебе угодно». Тогда, не успев никакими угрозами склонить исповедника к отречению от Христа, судья велел предать его истязаниям. Обнажив и повесив произвольного мученика Стремглав, ему вбили острое железо в ногти рук и ног, потом стали вливать в рот растопленное олово. Он же радовался и благодарил Бога, что удостоился страдать ради него вместе со святыми мучениками. После продолжительной пытки, среди которой Бонифатий остался невредимым, на ночь был он отведен в темницу. На другой день снова он был подвергнут разным истязаниям, но, молясь и прославляя Бога, с чудной твердостью переносил их и чудную помощь свыше сохранялся невредимым. Наконец, судья приказал его обезглавить, и новый мученик предстал перед Богом, хваля и славя его. Многие, присутствовавшие при страданиях святого Бонифатия, обратились к истинному Богу. Между тем, слуги, сопровождавшие Бонифатия, ждали его в гостинице и недоумевали, почему он так долго не возвращается. Когда же на другой и на третий день он не приходил, то, зная за ним слабость к пьянству, они пошли его разыскивать, но ни от кого и ничего не могли узнать. Но, наконец, на расспросы их о пропавшем, наружность которого они при этом описывали, узнали они, что именно неизвестный человек, наружность которого подходила к этому описанию, пострадал на днях как исповедник Христа и усечен мечом. — Не может быть! — возразили слуги Аглаиды. — Тот, которого мы ищем, был пьяница и распутный человек. Разве такой пойдет страдать за Христа? Однако же, когда им указали тела казненных мучеников, которые еще валялись на месте казни, то они, с великим удивлением, признали в одном из них Панифатия. С благоговением приступили они к тому, над кем совершилось такое чудо неисповедимой благости Божией. И, выкупив за золото останки его, обвели их покрывами, помазали ароматами и повезли обратно своей госпоже. Когда они приближались к Риму, то Аглаида предупреждена была о том в сновидении. — Прими бывшего твоего слугу, а теперь нашего брата и служителя, — возвестил явившийся ей ангел. Он будет хранителем души твоей и молитвенником о тебе. Пораженная таким видением Аглаида, проснувшись, призвала служителей алтаря и в сопровождении их вышла навстречу возвращавшимся с останками Бонифатия, слова которого, сказанные ей при прощании, так чудно исполнились. Приняв с честью мощи мученика, Аглаида в селе своем в пятидесяти стадиях от Рима построила церковь во имя его, куда перенесла и его мощи, и сама стала жить при них, проводя остальные годы своей жизни в полном покаянии и благочестии, употребляя все свое состояние в пользу бедных. Таким образом очистилась она и искупила перед Богом свою прежнюю греховную жизнь. Мученический подвиг святого Бонифатия совершился в 290 году, а кончина достигшей праведности и при жизни своей еще достигшей дара чудотворений Аглаиды последовала через пятнадцать лет после того. Она погребена была при гробе святого Бонифатия. Молитвами святых мученика Бонифатия и праведной Аглаиды Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Житие святого праведного Иоанна Кронштадтского. Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 1829 года в Архангельской губернии в семье бедного дичка. Отец Иоанна, Илья Михайлович, служил псаломщиком в местном бедном храме. Феодора Васильевна, мать отца Иоанна, была женщиной простой и глубоко верующей. Не раз Иоанн видел, как мать молилась в слезах перед иконой и сам учился глубокой проникновенной молитве. В отрочестве отец Иоанн не раз удостаивался чудесных явлений. Однажды ночью он увидел в комнате необычный свет. Взглянув, он увидел среди света ангела в его небесной славе. Младенец смутился. Ангел успокоил его, назвавшись ангелом-хранителем. Когда пришло время, мальчик отправился на учебу в Архангельское приходское училище. Но поначалу грамота ему давалась плохо. Отец Иоанн вспоминает, «Ночью я любил вставать на молитву. Все спят, тихо, не страшно молиться, и молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал мне свет разума на утешение родителям. Однажды был уже вечер, и все улеглись спать. Не спалось только мне. Я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного. По-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала. Я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок. Я вспомнил даже, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе. Никогда не спал я так спокойно, как в ту ночь. Чуть светало. Я вскочил с постели, схватил книги и... О, счастье! Читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что прочитал, не только все понял, но хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше. Все понимал. Все оставалось в памяти. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках, и в конце курса одним из первых был переведен в семинарию. Успешно закончив семинарию и Петербургскую духовную академию, Иоанн Сергеев был рукоположен во Иерея. Молодого священника направили в Андреевский собор города Кронштадта. Когда он впервые вошел в Андреевский собор, то был поражен тем, что внутренний вид собора ему хорошо знаком, так как это был тот храм, который он с необыкновенной ясностью в молодые годы видел во сне. В сновидении этом он, кроме того, видел, будто он вошел в северные и вышел в южные врата алтаря. Тогда он понял, что сам Бог назначил его священствовать в этом храме. Ежедневно совершал отец Иоанн божественную литургию. Служебника он почти не раскрывал, все молитвы знал на память. Отец Иоанн пишет. Во время литургии я держу иногда в руках святой дискос сагнцем и чашу с причистою кровью, и молюсь Господу за себя и за всех. Дивно, как Господь приблизился к нам в своих тайнах, как снизошел к нашему оскверненному и растоленному естеству, самого себя дав нам в пищу и питье. Когда отец Иоанн служил обедню, то молитвенное напряжение его было столь велико, что он обливался потом подобно тому, как Христос во время молитвы в Гефсиманском саду. Отец Иоанн искренне любил свою паству. В то время правительство ссылало в Кронштадт убийц, воров и прочих уголовных преступников. Эта среда, которая для обыкновенного работника стала бы бесплодной каменистой пустыней, для отца Иоанна оказалась плодоноснейшим виноградником. Он приходил в землянки и подвалы не для того, чтобы исполнить какую-либо требу и уйти. Он шел к живой бесценной душе, к братьям и сестрам, Утешал брошенных матерей, помогал деньгами, вразумлял и увещевал пьяниц, раздавал свои жалования бедным, а когда не оставалось денег, отдавал свою рясу, сапоги и сам босой возвращался в церковный дом. На многочисленные пожертвования отцом Иоанном был создан дом трудолюбия с домовой церковью, мастерскими, школой, сиротским приютом и народной столовой с небольшой оплатой. Сюда многие из бедных обращались с просьбой о работе за вознаграждение, которое давало бы им средства для пропитания. К отцу Иоанну приходили с верой в помощь Божию и, помолившись вместе с ним, исцелялись. Когда отец Иоанн молился, всем казалось, что он видит перед собой Бога и дерзновенно говорит с ним. Он умолял, словно схватившись за ризу Христову, был готов не выпустить ее из рук до тех пор, пока не будет услышан. Во всех испытаниях отец Иоанн прибегал к Богу и к Пресвятой Богородице, и Господь и Матерь Его не оставляли своего служителя милостью. 13 августа 1898 года, пишет отец Иоанн, на успение Божией Матери, «Я имел счастье первый раз во сне ясно видеть лицом к лицу Царицу Небесную и слышать ее сладчайший, блаженный, ободряющий голос, милейшие вы чада Отца Небесного». Тогда я смотрел на ее причистый лик с трепетом и с мыслью, не отгонит ли от себя с гневом Царица Небесная. О, лик святой и преблагой! Глубоко чтил кронштадтского пастыря и величайший из государей царь-миротворец и миродержец император Александр Третий. В предсмертной болезни своей император Александр Третий пригласил к себе отца Иоанна, который возложил руки свои на голову умирающего царя. И царь сказал ему, «Когда вы держите руки свои на моей голове, я чувствую большое облегчение, а когда отнимаете, очень страдаю. Не отнимайте их». Отец Иоанн ответил царю, что это оттого, что он пришел прямо после совершения Таинства Евхаристии заранее обедней. Отец Иоанн продолжал держать благословляющие руки свои на голове умирающего царя до тех пор, пока царь не предал праведную душу свою Богу. Всегда бодрый и неутомимый, отец Иоанн в последние три года своей многотрудной жизни часто болел. «Моя физическая сила истощилась», — писал он в своем дневнике. «Но дух мой бодр и горит любовью к моему возлюбленному жениху, Господу Иисусу Христу. Хочу я видеть неначальную благость, светлость, красоту, бесконечную премудрость и силу, создавшую все, все державшую и всем управляющую. Но я не готов, не чист сердцем». За десять дней до кончины отец Иоанн отслужил свою последнюю литургию в Андреевском соборе. С этого дня он совсем ослабел, перестал выходить из дома. Ежедневно приходил священник и причащал его святых христовых тайн. 20 декабря 1908 года великий праведник мирно почил о Господе. Молитвами святаго праведного Иоанна Кронштадтского, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святой великомученицы Анастасии Узарешительницы Анастасия была дочь богатых и знатных родителей. Отец ее был язычник, но мать христианка, которая с детства подготовила ее к восприятию христианских понятий. Поэтому легко усвоила и глубоко приняла в сердце свое все христианские истины и чувства молодая Анастасия, когда воспитатель, приглашенный для ее образования, славный умом и ученостью христианин Хрисогон, вместе с научными познаниями, просветил ее и главным из всех – познанием истинного Бога. Но нелегко оказалось христианке жить среди тогдашнего языческого мира. И тесным путем, и мученическим подвигом привела ее христианская вера ко спасению в вечности. И рано начались ее испытания. Лишившись матери, она против воли своей отдана была отцом замуж за богатого язычника сенатора Публия, с которым не могла иметь ничего общего, получившая христианское воспитание Анастасия. Но оно же и помогало ей покоряться своему положению и в молитве искать вразумление и подкрепление. Единственным утешением ее тогда было исполнять различные дела христианского милосердия. Втайне от мужа приняла на себя Анастасия и долг служения заключенным в темницах Христораде. Переодетая в простую одежду, в сопровождении служанки она обходила темницы, наполненные в то время христианами, подкупала сторожей, входила кузникам, омывала их раны, полученные ими во время истязаний за веру, освежала лица и головы их, подкрепляла их пищу и питьем и вообще служила им как только могла. Но недолго пользовалась она этим благодатным утешением. Муж ее, узнав об ее благотворительной деятельности, вознегодовал за растрату значительных сумм в пользу несчастных и, желая самовладеть всем ее имуществом, всеми средствами препятствовал ей уделять что-нибудь для бедных. Беспощадно обращался он с Анастасией, уже не как с женой, но как с рабою. Жестоко бил ее и, наконец, стал держать ее в заперти, так что доводил ее до отчаяния. Но вслед за тьмою наступил просвет в ее жизни, вслед за невольную неподвижностью желанная деятельность. Муж Анастасии, отправленный с императорским поручением в дальнюю страну, путешествуя морем, утонула. Со смерти его она получила полную свободу посвятить всю себя на служение Богу и ближнему. Обладание же большим богатством предоставило ей широкое поприще для проявления любви христианской, которая одушевляла ее. И в особенности с усердием служила она узникам, которых было повсюду несметное число в это время гонений, воздвигаемых повсеместно на христиан. Все силы и средства свои употребляла Анастасия для облегчения участи страдальцев за Христа, заботясь также и о том, чтобы избавлять от поругания тела уже замученных до смерти христиан и предавать их честному погребению. Не ограничиваясь одной местностью, переходила она из города в город, из страны в страну, и везде приобретала доступ в темницы, приносила узникам пищу и одежду, подкупала темничных стражей, чтобы они освобождали страдальцев от железных оков, протиравших им тело до язв. За это, вероятно, и получила наименование Уза-решительницы. Заботилась Анастасия не об одном телесном облегчении заключенных в темнице, но и о душевном успокоении и ободрении их. Беседами своими, полными любви и сочувствия, возбуждала в ослабевших силу терпения до конца, так что, может быть, немало было таких, которые только ее ободрением и утешительным, сочувственным увещанием были обязаны тем, что устояли в мученическом подвиге до конца. Влекая своим усердием до самопожертвования, Анастасия совершенно пренебрегала опасностью и самой подвергнутся преследованию за свое служение христианам, как, например, был замучен за это в городе Аквилеи воспитатель ее, старец Хрисогон. Продолжая служение свое узникам в разных странах, Анастасия встретилась в Македонии с молодою вдовою Феодотею, матерью трех детей, которая стала разделять труды, но вскоре была обличена, как христианка, и вместе с детьми своими придана сожжению. Не замедлила подвергнуться той же участи и Анастасия. Однажды, придя в темницу к узникам, которым служила она еще накануне, не нашла она их там, так как ночью все они были казнены ради освобождения мест в темнице для множества других, вновь забранных христиан. «Где же все мои друзья-узники?» — спрашивала у всех со слезами Анастасия, заключив из этого, что и Ана христианка, ее взяли и представили правителю. Твердо исповедовала она перед ним веру свою, и, заявив себя непоколебимую, несмотря ни на какие угрозы, ни на лесные обещания, посредством которых хотели спасти ее, как богатую и знатную женщину, была заключена в темницу. Корыстолюбивый правитель попытался, однако же, предложить ей откупиться от мучений предстоящих ей. «Вы, христиане», — говорил он Анастасии, «по закону вашего Христа должны не дорожить богатством, поэтому предоставь его мне. Таким образом ты закон Христов исполнишь и получишь свободу, которую можешь употребить на служение твоему Богу». «Отдай имение твое нищим», — заповедуется нам в Евангелии Христовом, отвечала правителю Анастасия. «Ты же богат, и тебе не следует пользоваться достоянием нищих. Разве не безумен был бы тот, кто пищу, необходимую для насыщения голодного, предоставил бы присыщенному сластолюбцу? Вот если бы я увидала тебя алчущим и жаждущим или больным, то сделала бы для тебя все, что повелел нам Христос, и накормила бы, и напоила бы, и одела бы, и посетила бы, и послужила бы, и помогла бы доставить тебе все необходимое». Но недоступны были пониманию язычника рассуждения христианки. Раздраженный ей несогласием выкупить свою свободу, он решился уморить ее голодом. Однако же два раза по тридцати дней, оставаясь без пищи, она томилась, но не умирала. Святая мученица Феодотия посещала ее в сновидениях и, беседуясь с нею, неземной отрадой наполняла душу Анастасии и подкрепляла ее. Наконец, решено было потопить мученицу в море. И вот ее, вместе с другими 120 осужденными за разные преступления, между которыми, впрочем, был и один христианин по имени Евтихиан, посадив в лодку с просверленным дном, вывезли в море. Отплыв на значительное расстояние, воины, сопровождавшие обреченных на гибель, пересели в другую, запасенную ее лодку и возвратились на берег. Между тем лодка, переполненная преступниками, держалась на воде. У руля увидели женщину, в которой многие признали мученицу Феодотию. Она направляла лодку к берегу, и, обреченные на потопление, были спасены. Все они были поражены этой несомненную помощью свыше и уверовали в Бога, творящего чудеса, о котором поведали им Евтихиан и Анастасия, от которых и приняли все эти люди немедленно святое крещение. Но не был тронут правитель поразительную вестью об их чудесном спасении и, снова захватив всех 120 человек, осужденных на казнь, предал их различным истязаниям, уже как исповедников Христа. Анастасию распяли между четырьмя столбами и развели огонь, чтобы ее сжечь. Но прежде чем пламя успело ее охватить, она скончалась среди мучений. Молитвами святой великомученицы Анастасии Уза-Решительницы Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобных Марка, Иоанна и Феофила Мы немощные, так начинает свою повесть о преподобном Марке Печерский инок Поликарп, хотим следовать примеру древних. Они употребили много труда, ходили по пустыням, горам, проваленным земным. И одних из преподобных мужей, о которых писали, видели сами. О жизни других, о чудесах и богоугодных подвигах, слышали от прежде бывших отцов. И так составили потерик, который, читая, столько наслаждаемся духовно. Я, недостойный, не имею разумения истины, и ничего такого не видел, а следую только слышанному мною от преподобного епископа Симона. Не ходил я по святым местам, не видел ни Иерусалима, ни Синайской горы, чтобы мог прибавить что-нибудь к моей повести, как делают искусные в слове. Но пусть не буду я хвалиться ничем другим, как только святым монастырем Печерским и бывшими в нем чернорисцами, их житием и чудесами, которые вспоминаю с радостью. Сильно желаю я грешной молитвы тех отцов. Затем начинаю повесть о преподобном Марке Печерском. Подлинно скажем и мы. Преподобный Марк Печерский – такой человек Божий, который составляет славу Русской Церкви. И, имея его в виду, не имеем нужды ходить на восток, чтобы видеть истинного человека Божия. Преподобный Марк – чудный человек Божий. Самое поразительное в нем – простота подвига его. Он не вел высокой созерцательной жизни. Занятие его было очень обыкновенное. Он копал землю. Но при этом простом труде достиг высокого совершенства духовного, какого достигают немногие. Это самый убедительный пример тому, что при всяком труде телесном, если дух работает Господу, прогоняет от души все нечистое, наполняет ее мыслями и воздыханиями святыми, строго охраняя ее смирением и простотою. И душа может усовершаться духовно. Выслушаем все повествование Поликарпа о дивном Марке. Преподобный Марк, пишет Поликарп, живя в пещере, своими руками выкопал много пещер и на своих плечах носил землю, день и ночь трудясь для Господа. Он выкопал много мест для погребения братьев и не брал за то ничего, разве кто сам давал что-нибудь, да и то раздавал бедным. Надо бы на прибавить, что преподобный при всем том, что так много трудился, копая пещеры и могилы, носил на себе вериги. Они висят ныне над его мощами. Здесь же крест его, памятник воздержания его даже в употреблении воды. Когда томила его жажда, он не более пил, как сколько вмещалось в этом медном кресте. В одно время, повествует Поликарп, Марк, копая землю, утомился до изнеможения и оставил место тесным, нерасширенным. Случилось одному брату заболеть и умереть. Другого места ему не было, кроме того тесного. Мертвый был принесен в пещеру и едва с нуждою был вложен. Братья роптала на Марка, не имея возможности убрать его, не возлить на него елея. Так узко было место. Пещерник со смирением кланялся всем и говорил, «Простите меня, святые отцы, по худости не докончил. Они еще более стали бронить его». Марк сказал мертвому, «Место тесно. Сам, брат, потрудись, возьми и возлей на себя елей». Мертвый простер руку и, несколько поднявшись, взял масло и возлил крестовидно на лицо и на грудь. И, отдав сосуд, сам перед всеми убрал все, лег и уснул. Когда совершилось это чудо, на всех напал страх. Другой брат после долгой болезни умер, и один из друзей его, обмыв тело его по обычаю, пошел в пещеру посмотреть, где бы положить тело своего друга. Он спросил о том пещерника Марка, но тот отвечал, «Иди, скажи брату, чтобы подождал до утра, пока выкопаю место, и тогда пусть идет на вечный покой». «Отче», — возразил брат, «кому велишь это сказать? Я уже отер губкою мертвое тело». Но Марк повторил ему, «Ты видишь, место еще не готово. Иди, скажи умершему, грешный Марк говорит тебе, «Останься, брат, еще на день, пока не скажу тебе, что место готово. На утро отойдешь ко Христу». Инок возвратился в монастырь. Здесь братья уже совершали обычное пение по умершим. При всех он сказал умершему, «Марк говорит тебе, что еще не готово место для тебя. Подожди до утра». При этих словах усопший открыл глаза, душа его возвратилась, и он всю ночь оставался живым, ни с кем не говоря. Наутро брат опять пошел в пещеру, узнать о месте, и пещерник сказал ему, «Иди, скажи ожившему, Марк говорит тебе, оставь теперь временную жизнь, предай дух Богу, а телу твоему место готово здесь». Как только брат сказал это ожившему, тот, сомкнув глаза, предал дух Богу. Два брата, Иоанн и Феофил, соединены были между собою сердечную любовью от юности, и одинаково ревновали служить Богу. Они просили блаженного Марка приготовить им одно, общее место погребения. Спустя много времени старший брат Феофил был послан на сторону по монастырской нужде. Младший, угодив Господу, разболелся и умер. Его положили на приготовленном месте. Через несколько дней возвратился Феофил, и, узнав о смерти брата, пошел вместе с братьей посмотреть, на каком месте положен умерший. Увидев, что тот положен в общем их гробе на первом месте, вознегодовал зато на Марка и говорил, «Зачем положил его здесь? На моем месте я старше того». Пещерник со смирением кланясь ему отвечал, «Прости меня, грешного!» И, обратясь к умершему, сказал ему, «Брат, встань и дай это место старшему брату твоему. Сам же ляг на другом». По слову блаженного мертвый встал и лег на другом месте. Тогда Феофил, роптавший на блаженного, пал к ногам его и говорил, «Согрешил я, отче, потревожил брата моего. Прошу тебя, прикажи ему, чтобы опять лег там». Блаженный отвечал, «Господь сотворил дело, чтоб не было вражды между нами. Он повелел умершему уступить тебе место старшего. Божье дело воскрешать умерших, а я человек грешный. Прикажи ты ему, не послушает ли он тебя. Знай и то, что тебе следовало, не выходя отсюда занять твое любимое старшинство и быть положенным здесь. Но так как ты еще не готов к сходу, иди и заботься о твоем спасении. Спустя несколько дней ты будешь принесен сюда». Услышав это, Феофил пришел в ужас и думал, что тут же умрет. Возвратясь кое-как в келью, он горько рыдал. Раздав все, что имел, и оставив у себя только мантию, он каждый день ожидал смертного часа, и никто не мог удержать его от слез или заставить вкусить сладкой пищи. Слезы были ему пищей день и ночь. Всякое утро омывал он лицо слезами, не зная, достигнет ли вечера. С приближением же ночи омрачал глаза слезами и говорил, кто знает, проживу ли до утра. Многие, отходя к временному покою, заснули сном вечным. Как же мне надеяться, что останусь в живых, когда уже сказано мне о близкой моей кончине? Феофил со слезами молил Господа дать ему время для покаяния. Таким подвигом в течение нескольких лет до того и сушил он тело свое, что можно было перечесть кости его. От слез потерял он зрение. Преподобный Марк, провидев час отшествия своего ко Господу, призвал к себе Феофию и сказал ему, «Прости меня, брат, что оскорбил тебя на столько лет, и моли о мне Бога. Я уже отхожу отсюда. Не забуду я молиться и за тебя, чтобы Господь Бог удостоил нас видеться друг с другом и пребывать вместе с преподобными отцами Антонием и Феодосием». Тогда Феофил сказал, «Отче, зачем ты оставляешь меня здесь? Возьми и меня с собою или дай мне прозреть. Знаю, что за грехи я должен был умереть тогда же, как ты воскресил брата моего. Для твоих святых молитв Господь пощадил меня, ожидая покаяния моего. И ныне ты в состоянии дать мне, чего прошу. Пусть отойду с тобою ко Господу или прозрю». Преподобный Марк отвечал, «Не скорби, брат мой, что Бога ради помрачился ты телесными очами. Ты прозрел духовными. Я даже рад, что был виноват твоему ослеплению. Я возвестил тебе смерть, желая твое мудрование привести к смирению. Не желай смерти, она придет хотя бы и не желал ты. Вот что послужит тебе знамением близкой твоей кончины. За три дня до нее ты прозреешь». Сказав это, блаженный Марк почил. Святые мощи его положены в пещере, которую он сам себе выкопал. Блаженный Феофил продолжал плакать о себе по кончине Марка. Слезы текли у него в таком обиде, что напололся им целый сосуд. По предсказанию Марка возвратился ему и свет очей, и тогда узнал он, что близка кончина его. Ему явился ангел и сказал, «Ты хорошо молишься, но для чего хвалишься слезами твоими, собрав их в сосуд? Вот и другой сосуд полный благоуханий. В нем те слезы, лившиеся в молитве, которые отирал ты краем одежды или ронял на землю, они все целы». Сказав это, оставил сосуд и перестал быть видимым. Феофил, призвав игумена, открыл ему видение и, показав ему два сосуда, просил вылить их при погребении на его тело. На третий день после ее прозрения он мирно почил. Тело его положено было в пещере вместе с любимым братом ее Иоанном вблизи преподобного Марка. При погребении вылили на тело его сосуд ангела и вся пещера исполнилась бухания, а потом ввели на него и другой сосуд. Царю веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Молитвами преподобных Марка, Иоанна и Феофила, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие Святителя Макария Митрополита Московского Святитель Макарий Митрополит Московский родился в Москве около 1482 года в семье благочестивых родителей и при крещении был наречен имя Михаил в честь архистратига небесных сил Господних. Род его не отличался знатностью, но в нем было много людей духовного сословия. отец Михаила Леонтий вскоре умер, и мать его, возложив упование о воспитании сына на Бога, постриглась в Иннокене, сыне Ефросинье. Тогда июнь Михаил рассудил оставить сей бренный мир и посвятить себя на служение Богу. Он удалился в монастырь преподобного Пафнутия Боровского. Приняв постриг с именем Макарий в честь знаменитого православного святого аскета-пустынника Макария Египетского, будущий святитель начинает свои первые монашеские подвиги в день смирения молитвы и послушания. Приобщается к книжной мудрости русского ученого монашества. Имея перед глазами иконы, писаные прославленным древнерусским иконописцем Дионисием, приобретает навыки иконописания, столь пригодившиеся ему впоследствии. Это были долгие годы ежедневного монашеского труда и подвига. О них современник говорит, что Макарий, много лет пребывая в уставе преподобного Пафнутия, в нем же много лет прибыв и достойно находив, житие жестоко искусив. Промыслу Божию было угодно воздвигнуть сей смиренный сосуд целомудрия и кротости в более высокую степень церковного послушания. Инок Макарий пройдя все духовные степени чтеца и подьякона диакона и пресвитера был поставлен в архимандриты в Лужицкий монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, основанный преподобным Ферапонтом Можайским. Затем архимандрит Макарий поставляется на самую древнюю архиерейскую кафедру Московской Метрополии, архиепископом Великого Новгорода и Пскова. И по словам летописца послал Господь Бог милость свою на люди своя молитвами его времена тихо и прохладно и обилие велии изобиловано быть. Святитель Макарий много сил и забот отдавал на свое пастырское служение ближним. Во время приключившихся в Великом Новгороде народных бедствий моро и засухи архиепископ созывает клир и сам служит молебны с чином омовения мощей и затем велит кропить водой в окрестностях. После этого мор прекратился. Нужно удивляться, почему эпидемия не распространилась вглубь страны и ограничилась только новгородскими землями. Читаем в систематическом труде об эпидемиях в России. Очень остро перед архиепископом Макарием стоял вопрос снабжения храмов книгами. Он предпринимает на себя великий труд собирания и систематизации русского календарного агеографического года и сведения его в единый корпус чете именей. Этот труд у святителя занял 12 лет. В 1542 году архиепископ Макарий поставляется на престол первосвятителей московских. Впервые в русской истории митрополит Макарий венчал на царство первого русского царя. Вскоре царь Иван Васильевич собрался в поход против Казани. Благословляя Ивана Грозного святитель предрек ему успех в брани. По возвращении из похода в Москве был построен и освящен святителем Макарием собор покрова Нарву. Он был воздвигнут как дар благодарения Богу от русского народа, одержавшего победу над нехристианским миром. В 1551 году в Москве в царских палатах начал работу собор, созванный митрополитом. Знаменитый стоглавый собор возглавлял святитель Макарий в присутствии множества архиереев, архимандритов и игуменов. Вопросы, которых касался собор, были самые разные. Это и внешность христианина, и его поведения, и церковное благочение и дисциплина, церковная иконопись, духовное просвещение и многое другое. Митрополит Макарий положил перед собой труд канонизации местночтимых угодников Божиих всей полнотой русской церкви. Прославление святых требовало написанием служб и житий, требовались также и литургические указания типиконного характера, о порядке совершения им служб. Все это принял на себя первосвятитель Макарий ради славы Божьей и святых угодников, вновь канонизированных на Руси. Игумен Иродион в житии Александра Свирского повествует, как однажды во сне он увидел преподобного вместе с митрополитом Макарием. И вот слышу преподобного отца Александра тихим голосом говорящего «Макарий, иди вслед за мной, и я покажу тебе место на воротах монастыря, на нем я хочу, чтобы воздвигнута была церковь Николая Мерликийского чудотворца». Я же внимательно слышал голос тот, и вот вижу, два мужа зело светолепно вслед святому идущих и ведут коня, запряженного в сани, а в них сидящего Макария, митрополита Московского, в руках своих держащего образ святого Николая Чудотворца, а око его правое было закрыто. Я же как только догнал митрополита Макария, поклонился ему и спросил его, говоря, «О, святый владыка, поведай мне, почему у тебя закрылось правое око?» Он же, ответив, сказал мне, «Чадо, грехов моих ради сие сотворил мне Бог». Увиденное игуменом и Родионом о митрополите Макарии исполнилось, когда в Москве случился пожар страшной силы до то ли небывалой. Митрополит Макарий едва не задохнулся от дыма в Успенском соборе, Он вышел из него, неся образ Богородицы, написанный святителем Петром, а за ним шел протопоп и нес церковное правило. Все сопровождавшие митрополита умерли от ожогов и удушья на площади перед собором. Митрополит Макарий чудом спасся. Он ушел было сначала на городскую стену, на тайник, проведенный к Москве реке, но здесь не мог долго оставаться от дыма. Его стали спускать с тайника на канате на взруб к реке. Канат оборвался, и он, шестидесятипятилетний старец, сильно расшибся и едва мог прийти в себя и был отвезен в Новоспасский монастырь. Святителю Макарию в пожаре опалило глаза, так что правое око его перестало видеть. После пожара началось восстановление Москвы. Строятся новые церкви. Святитель Макарий храмы освящает сам. Он рассылает грамоты с повелением строить храмы и в других городах, в Костроме, в Тихвинском монастыре, в Обскове. При митрополите Макарии начинается в русском государстве печатание книг. Первый апостол вышел более чем за полгода до кончины святителя, а в вышедшем после его смерти часослове упоминается о его участии. Благословением преосвященного Макария митрополита всея Руси составясь и сия штамба сиречь печатных книг дела во царствующем граде Москве. Заботясь о всей земле русской, святитель заботился и о каждом человеке, милостиво относился даже к заблудшим чадам церкви. Однажды в Успенском соборе некто вражьим научением умысли кражу сотворить чудесным образом не смог этого сделать. Утром, когда его обнаружили, пришел преосвященный Макарий и не велел ему никакого зла делать и послал стража церковного, чтобы тот проводил вора за пределы города безопасно. Земские судьи роптали на митрополита, говоря, что он отпустил злодея, не судив его сам и городским судьям не предав. Вор тот, придя на кулишки к церкви всех святых, стал ходить там и тут с неистовым взором, потом начал неистово кричать и так, крича, умер. Макарий же тело умершего повелел предать погребению. Постничество и пребывание в молитве было повседневным правилом митрополита Макария, об этом пишет современник святителя. Когда митрополит Макарий в Москве стал жить, правя слово Божие истинное, так постился, что от воздержания в пище и питье едва ходил, был кроток и милостив ко всем, не терпя гордости и в других ее искоренял со властью, как дитя был умом, оставаясь всегда совершенным. Митрополит провидел грядущие бедствия русской земли, которые принесла ей опричнина, учрежденная царем вскоре после кончины Макария. Грядет нечестие и кровопролитие и разделение земли. Так и было. Однажды прислал царь Иван Васильевич к митрополиту Макарию с просьбой передать душеполезную книгу. Макарий прислал ему чин погребения. Разгневался царь и сказал, «Ты прислал мне погребальную, а в наши царские чертоги такие книги не вносятся». Макарий же ответил ему, «Я богомолец твой попросту прислал, по твоему приказу, ведь ты просил книгу душеполезную, а это всех полезней. Если кто ее со вниманием почитает, тот вовеки не согрешит». В середине сентября 1563 года на память мученика Никиты митрополит Макарий совершал крестный ход, во время которого простудился и заболел. Вечером он нача сказывать и старцам своим, что изнемогает сильно, тело же его студенное, со болезнью одержимо есть. Наступил праздник Рождества Христова. Жизнь святителя между тем угасала. Он уже не мог сам читать Святое Евангелие, которое всегда ежедневно читал, и теперь по его просьбе ему читали Евангелие разные духовные лица. И вот 31 декабря 1563 года, когда колокол ударил к заутренне, преосвященный дивный святитель и пастырь митрополии всея Руси предал душу свою в руки Бога живаго, его же возлюби от юности своей я. Погребен был святитель в Успенском соборе Московского Кремля. Молитвами святителя Макария митрополита Московского Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие Святого Василия Великого Архиепископа Кесарии Каппадокийской Василий Великий Родился около 329 года по Рождестве Христовом в Кесарии столице Каппадокии от благочестивых благородных знаменитых и богатых родителей Василия и Эмилии. Василий освящен был Богу, говорит Святой Григорий Богослов с младенчества от утробы матерней. Первые лета детства своего провел он под надзором и руководством благочестивой своей бабки Святой Макрины и родителей и воспитан ими в вере, благочестии и других науках. Когда же довольным приобрел он дома учености, поспешает он в Кесарию для поступления в тамошнее училище. Здесь он познакомился со святым Григорием Богословом, который, подобно ему, искал в Кесарии просвещение. Из Кесарии Василий приеден в Византию, город, первенствующий на Востоке, потому что он славился лучшими ораторами и философами, а из Византии в Афине обитель наук. В каком роде наук не успел Василий с избытком, говорит Григорий Богослов, кто сравнится с ним в риторстве, кто, подобно ему, приводит в надлежащие правила грамматику или язык, связует историю, дает закон и стихотворству, кто был так силен в философии, астрономии, геометрии и науке об отношении чисел. Врачебную науку соделали для него необходимы и собственные телесные недуги и хождение за больными. Это был корабль, столько нагруженный знанием, сколько возможно для человеческой природы. С высоким образованием в науках Василий соединял чистоту веры. Осмеливаясь похвалиться о Господе, пишет он сам о себе, тем одним, что я никогда не держался погрешительных мнений о Боге и не переменял впоследствии мыслей, какие прежде имел. но то понятие о Боге, которое приобрел с детства от блаженной матери моей и бабки Макрины, и возрастало во мне. По окончании учения Василий возвратился в Кесарию Каппадокийскую. Мудрость, которую стяжевал он около пятнадцати лет, не удовлетворяя великой душе его, возбудило в нем только сильнейшую жажду высшего любомудрия, уединения и подвигов. Василий принял святое крещение в Иерусалиме и решился посвятить себя строжайшему благочестивому уединению для исправления и охранения духа и сердца своего от рассеяния. Но промысл Божий, уготовляя Василия в великого пастыря церкви, возводит его постепенно, неспешно. Василий удаляется в Понт и настоятельствует в тамошних обителях. В Понтийской пустыне Василий удалился к реке Ирису, в местечко, в котором прежде его уединились его мать и сестра, и которая им принадлежала. Макрина устроила тут монастырь. Пустыня так была приятна Василию своим невозмутимым безмолвием, что он предполагал окончить здесь дни свои. Здесь он подражал подвигам тех великих мужей, которых видел в Сирии и Египте. Он подвязался в крайнем лишении, имея для покрытия себя одну одежду и мантию, носил и влосяницу, питался хлебом и водой, приправляя эту скудную пищу солью и коренями. От строгого воздержания он сделался так бледен и тощ, что казался без жизни. Но Василий жил не для одного себя. Он собрал иноков в общежитие. Своими письмами привлек к себе в пустыню друга своего Григория. В своем уединении Василий и Григорий все делали вместе, вместе молились, вместе занимались Святым Писанием. Здесь они написали уставы иноков в общежитие, которыми иноки восточной церкви большей частью руководствуются. Но два друга инока недолго подвязались вместе в пустыне. Их призывала на помощь церковь, обуреваемая Арианами в царствование Констанция. Василий возвратился в Кесарию. В 362 году он рукоположен был в Диаконо и в этом сане присутствовал на соборе в Константинополе. Вскоре Василий посвящен в сан Пресвитера против собственного желания епископом Евсевием Кесарийским. Видя, что все чрезвычайно почитают и хвалят Василия за его мудрость и святость, Евсевий по человеческой немощи увлекся ревностью к нему и начал выказывать свое к нему неблагорасположение. Посему Василий вместе с Григорием опять удалился в свою пустыню. Ограждая братью свою в понте от заразы нечестия, Василий в обширном послании изложил истинное учение веры о Сыне Божьем. Из пустыни снова вызван был Василий для пользы церкви Евсевием, епископом Кесарийским, которого святой Григорий примирил с Василием и убедил своего сподвижника возвратиться в отечественную церковь. Поднялась градоносная туча, угрожающая пагубы и поражала все церкви, над которыми раздражалась и на которые простирал власть свою златолюбивейший царь Валент, зараженный арианством. Что же предприемлет все мужественное, исполненное высоких помыслов и подлинно христолюбивая душа? И много было убеждений Василия, чтобы он явился и стал поборником. Одним из важнейших его занятий в это время было проповедование Слова Божия. По учению своей святитель говорил без приготовления, проповедовал ежедневно. По кончине Евсевия епископа Кесарийского Василий возведен был на степень архипастыря сей церкви. Добрый пастырь, искавший мира внутреннего и единения с Богом, старался особенно о мире и единодушии своей паствы. В краткие дни своего святительства, при слабости своего здоровья, какую имел с раннего возраста, до смерти он понес величайшие труды для мира и блага как кисарийской, так и всей христианской церкви. Почти ежедневно совершал богослужение, как верный страж к дому Божием. Он, назидая и утверждая верных, был в непрестанной борьбе со лжеучителями, действующими обыкновенно и хитростью, и клеветою, отражая и не сглагая их наглость и разящим оружием уст и стрелами письмен. Не обольщался обещанием почестей, не боялся угроз, был велик всегда во всех своих словах и делах. Несмотря на чистоту своей веры и действий, он ожидал для себя изгнания и заточения. Когда царь Валент, обойдя прочие страны, устремился с намерением поработить церковь кисарийскую, сию незыблемую и неуязвимую матерь церквей, тогда в первый раз он почувствовал безуспешность своего замысла. К Модесту, областному начальнику, который был орианином, вводится, или, лучше сказать, сам входит доблестный Василий. Модест угрожает ему отнятие имущества, изгнание мучениями смертью. Все это, отвечает Василий, для меня ничего не значит. Тот не теряет имения, кто ничего не имеет, кроме сих ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки и нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу теперь не мое, и всякое, куда меня не кинут, будет мое. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что разве только первый удар будет чувствителен? Сметь же для меня благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь, и к Которому давно я стремлюсь. Изумленный семи словами, правитель сказал Василию, с такой свободой никто доселе не говорил предо мною. Донося валенту о непреклонности и неустрашимости святого Василия, Мадес сказал, «Побеждены мы царь настоятелем церкви. Этот муж выше угроз, тверже доводов, сильнее убеждений». После сего царь запретил делать насилие и переменил угрозы в удивление, хотя не принял общение с ним, стыдясь показать себя переменившимся. Но злые превозмогли. Василию определено изгнание. Наступила ночь, приготовлена колесница, враги рукопрескали, благочестивые унывали, мы окружали путника с охотой готовившегося к отъезду. И что же? Бог разоряет определение, поражает болезнью сына царева, галата, и мгновенно. Мать больного видит в недуге сына Божий гнев в загонении святителя. Царь прибег к Васильевой вере. Василий пришел к одру болящего, с его пришествием облегчается болезнь, отец предается благим надеждам. Жизнь святого Василия протекала в постоянных трудах на пользу церкви. Святой Григорий Богослов говорит о познаниях и писаниях святого Василия. Кто больше Василия просветился светом ведения, прозрел в глубины духа и с Богом исследовал все, что ведомо о Боге. И потому мне некраснее можно сказать во всю землю язык вещания его и в конце вселенной глагол его, что Павел сказал об апостолах. На поприще своей ежедневной жизни Василий хвалил правило, что умеренность во всем есть совершенство и соблюдал это правило в продолжении всей своей жизни. Никто лучше Василия не чтил и девства, кем устроены были обители дев, составлены правила, которыми он уцеломудривал всякое чувство. Будучи благородный, Василий не гнушался и лапзанием уст и чтил болезни, обнимал недужных, как братьев. Но болезни от юности, труды учения, подвиги духовного любомудрия, нагрозичные скорби и заботы пастырского служения рано истощили его телесной силой и повергли его на одр смерти. Вокруг него волновался весь город, нестерпимо была потеря. Изрекше последнее слово в руцы твои предложу дух мой, поемлемый ангелами, святитель Христов радостно испустил дух, впрочем, прежде тайноводствовав присутствующих. Выражение святого Григория «тайноводствовав» вероятно указывает на чудо, которое совершилось в день смерти. Некто Иосиф, еврей, отлично зная врачебное искусство, будучи хорошо знаком с святителем, посетил его умиравшего и предсказал ему, что он не проживет и до завтра. «Если же жизнь твоя продлится до завтра, сказал Иосиф, я крещу своими оттого, который только силою своего божественного всемогущества может продолжить жизнь твою». Святой Василий, сложив охладевшие свои руки, молился Господу Иисусу даровать умирающим его членам несколько часов жизни и дыхания, дабы душа этого человека, Иосифа, сделалась участницей спасения и блаженства. На другой день Иосиф увидев святого Василия живого, пал на колено и воскликнул «Я совершенно уверен, что Бог твой есть, истинный Бог, теперь я в точности исполню свое вчерашнее обещание». Больной сказал «Я сам буду и крестить тебя». Настал час крещения и Василий является пред алтарем Господнем, крестит и продолжает богослужение в первый день января 379 года. В этот же день святой Василий представился 50 лет от рождения, но уже на высоте архипастерского делания и славы. Святой Григорий Богослов, прославляя святого Василия Великого, писал, что он был опора веры, правила истины, образец в церкви, обитель духа, муж, превзошедший меру и жизни человеческой и добродетелей, муж многообъемлющий, великий и святой. Душа его была божественна. Он был мужественный подвижник истины, который не иным, чем дышал, как благочестивым и спасительным для всего мира учением. Для всех был он образцом веры и добродетели. Слово его было высокомудренно, глубоко и совершенно. Выражая свое благоговение к мудрости и святости святого Василия, церковь приняла от него правила церковного благочиния, уставы для монашествующих, чиноположения молитв и божественной апостольской литургии, нареченной по имени его и устами шестого Вселенского Собора произнесла, что слава святого Василия Великого протекла по всей Вселенной. Восхваляя его, церковь поет во всю землю язы и вещание твое, якопремшую Слово Твое. Им же боголепно научил Еси, естество сущих уяснил Еси, человеческие обычаи украсил Еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога спастися душам нашим. Молитвами святителя Василия Великого Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие праведной Иулиании Лазаревской. Праведная Иулиания была дочь благочестивых и богатых дворян Недюревых. Отец ее, Иустин, был ключником при дворе царя Иоанна. Шести лет, оставшись сиротою после смерти матери, она была взята на воспитание бабкую своею. Бабка, умирая, передала ее замужнику, дочери своей Натальи Араповой, когда Иулиании было двенадцать лет. У Араповой было много своих детей, потому на долю сироты немного доставалось приятного. Тем не менее, Иулиания была девушкою редкою по доброте. Благой смысл был наставником ее в добре, и страх Божий раскрывал смысл ее. В ее время девушки выходили замуж на пятнадцатом году, но Иулиания была сирота, ее не спешили пристроить. Ее выдали замуж, когда было ей шестнадцать лет, но сироте послал бог мужа богатого и благородного, Юрия Оссорьина, владельца села Лазаревского. В этом селе венчала с благочестивый священник Потапий, бывший потом с именем Пимена, архимандритом Муромского Спасского монастыря. Благочестивый духовник много помогал Иулиане на новом пути жизни ее своими советами и наставлениями. Услужливостью и трудолюбием она скоро приобрела себе любовь свекра и свекрови, так что они поручили ей заведование домом. Утром и вечером она постоянно совершала коленопреклоненные молитвы, к тому же она приучила и супруга своего. По временам скорбела она, что не осталась в девстве, зато удваивала она усилия исполнять заповеди Божии в кругу своей жизни. Случалось, что муж находился на царской службе в Астрахани год, два и три года. Тогда она по ночам занималась рукоделием, то прела, то шила в пяльцах и, выручаемые за работу деньги, раздавала бедным или в храм Божий. Это делала она тайно даже от свекрови, хотя та любила ее. Только одна служанка знала подвиги любви ее. Сирот и вдов она своими руками кормила и поила, обшивала и обмывала. Все слуги и служанки были у нее сыты, одеты, обуты. В обращении с ними она не допускала никакой гордости, каждого вежливо называла по имени и отчеству. Для себя лично она не требовала от них услуг, никогда не приказывала, чтобы подали ей воды или сняли с нее обувь. Все это делала она сама. Только при гостях дозволяла себе приказывать то и другое слугам. Но и в таких случаях тяготилась услугами их. «Кто я бедная?» — говорила она, «чтобы служили мне другие». Между услугами были и такие, которые, несмотря на всю ее доброту, оказывали ей грубость. Случалось ей видеть и слышать ссоры между слугами. Она старалась побеждать их строптивость терпеливую добротою. «Часто грешу я пред Богом», говорила она, «и Бог терпит меня. Потерплю и я, тем более, что хотя они подчинены мне, но в душе, быть может, они гораздо лучше меня перед Богом». Не смущаясь переносила она выговор от свекра, свекрови и супруга за беспорядки слуг, но не только не говорила о них лишнее, несправедливое, а старалась прикрывать и поправлять ошибки их. Ночью обыкновенно она молилась Богу, особенно великое усердие ее было к святителю Николаю. Раз ночью во время молитвы она была поражена таким страхом, что, оставив молитву, поспешила укрыться в постель. Но и затем страшные грезы преследовали ее, мечты грозили погубить ее, если не перестанет молиться. Наконец она мысленно обратилась к Богу и призывала в помощь святителя Николая. Внезапно явился святитель с книгой в руках и сказал «Будь тверда, дочь моя, не бойся этих угроз, Христос повелел мне хранить тебя». Пробудясь, она уже наяву увидела святолепного мужа, выходящего из ее комнаты. С тех пор она еще более начала молиться. Случился большой голод, так что многие и умирали от недостатка пищи. Иулиания удвоила тайную свою милостыню. Она брала у свекрови пищу себе для завтрака и полудня и все раздавала нуждавшимся. Сама же, как и прежде того, ничего не ела до обеда и вечера. Свекровь говорила ей «Я рада, что теперь ты больше кушаешь, только отчего прежде не могла я заставить тебя ни завтракать, ни полудничать». Блаженная, скрывая подвиг свой, отвечала «Тогда не рождала я детей, теперь же не могу довольно наесться». Если кто из бедных умирал, блаженная нанимала убрать мертвеца, покупала саван и молилась о усопшем. За голодом последовала зараза, люди запирались в домах, боясь прилипчивой смерти. Блаженная тайно от своих ухаживала за страдавшими от заразы и если не умирал кто, не гнушалась сама омывать его и на свой счет погребала. Свекр и свекровь, достигшие глубокой старости, скончались в иноческом одеянии. Блаженная раздала щедрую милостыню за них, делала трапезы для бедных, посылала подаяние заключенным в темницах и отправила поминовение в храм без мужа, бывшего на службе в Астрахани. У нее было много детей и из них шесть сыновей и одну дочь возрастила она в страхе Божием. Старший сын ее был убит слугою. Это сильно огорчило ее, но она еще имела столько твердости, что утешала супруга своего. Скоро после того другой сын убит был на царской службе, она и эту потерю перенесла благодушно. И однако эти две потери так потрясли ее, что она сильно упрашивала супруга дозволить ей вступить в монастырь. Супруг удержал ее, твое дело, говорил он, воспитывать детей для Господа. Он читал ей книги Казмы Пресвитера и других блаженных учителей, где сказано «Черные ризы не спасут нас, если живем худо, и белая риза не пагуба, если творим волю Божию». Худо делают, удаляясь в монастырь от бедности и бросая детей без призора. Дети плачут на них перед Богом. Если так, сказала блаженная, воля Божия да будет, и осталось жить с детьми. Она стала более прежнего поститься и молиться. Каждый пяток проводила на уединенной клете на молитве, ничего не вкушая. В понедельник и среду вкушала один раз сухой хлеб. В субботу и воскресенье учреждала трапезы для духовных и нищих. Ночью спала она не более двух часов с вечера, и то подложив под голову полено, а под бок ключи. Когда другие крепко засыпали, она вставала на молитву и молилась до утренней, потом шла в церковь. Хотя и не умела она грамоте, но, любя слушать чтение книг, она так научилась, что объясняла другим, как надобно жить, чтобы угодить Господу. Благочестивое чувство и опыты жизни привели ее к уразумению высоких истин христианских. В доме была она матерью для всех, заботясь о довольстве каждого слуги, провинившийся слуг и служанок вразумляла не бранью и побоями, а кроткими словами любящей матери. По смерти супруга своего она раздала милостыню по церквам и монастырям. Она молилась о душе его усердно и детям говорила «Не плачьте о нем много, дети мои. Смерть его говорит нам, что и нам надобно готовиться на суд. Вместо слез творите милостыню по силе и храните между собою любовь». Щедрость ее для бедных до того доходила теперь, что по временам не оставалось у нее ни копейки. Занимая у детей деньги на одежду себе, она отдавала одежду нищему, а сама ходила без теплой одежды зимою. Отягчая себя подвигами для Господа, она клала под босые ноги в сапоги скорлупу и так ходила. Господь презирал милостиво на ее подвиги. Однажды зима была весьма суровая, блаженная, не имея ни одежды, ни обуви, несколько времени не ходила в храм. Ей было уже шестьдесят лет. Священник церкви святого Лазаря, придя к утренне в храм, внезапно услышал голос от иконы Богоматери. «Иди, скажи, милостивый вдове Иулиании, что напрасно не ходит она в церковь. Домашняя молитва приятна Богу, но не так, как церковная, а вы уважайте ее, Дух Божий почивает на ней». Священник, испугавшись, побежал к Иулиании и вслух всем рассказал, что слышал. Смиренная раба Божия огорчилась таким рассказом священника. «Ты в прелести», говорила она, «кто я грешная, чтобы удостоиться такого приглашения?» Она заклинала священника и всех слышавших не говорить о том ни слова ни при жизни, ни при смерти ее. Потом пошла в храм и отслужила молебен Богоматери. С того времени, невзирая ни на какую погоду, ходила она в церковь, когда только бывало богослужение. В доме же, что бы ни делала, ела ли или пила, постоянно творила молитву Иисусову. Девять лет прожила она вдовою, благоугождая Богу постом, молитвою и милостынюю. Запасами хлеба распоряжалась она так, чтобы доставала домашним на год, прочее же раздавала бедным. Когда приблизилось время ее кончины, в самый день Рождества Христова она заболела и была больною шесть дней, но и в эти дни сама ночью вставала на молитву. В самый день кончины рано утром призвала она духовника своего, исповедалась и причастилась святых тайн, потом благословила детей и заповедовала им жить в страхе Божием. Еще с юности присовокупила она притом, сильно хотела я облечься выночества, но по грехам моим Бог не сподобил меня сей милости. Слава Богу за все. И 2 января 1604 года мирно предала дух свой Богу. Молитвами святой праведной Иулиане и Лазаревской Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобной Синклетикии. Язычество не любило девства. Оно даже наказывало бездетных. Но первый христианский император едва не благоговел перед святейшим сону девственниц Божиих, будучи убежден, что в душах их живет сам Бог, которому посвятили они себя. Как великий Антоний явился основателем пустынной отшельнической жизни, так святая Синклетикия была начальницей пустынного общежития для дев и жен. Она родилась в Александрии от родителей, вышедших из Македонии, богатых и благочестивых. У нее были сестра и два брата, и все дети воспитывались добрыми родителями в христианском благочестии. Младший брат умер рано, другого, когда был он 25 лет, приготовлялись женить, но молодой человек вырвался, как птица из клетки, ушел в пустыню. Дочь богатых родителей и прекрасное лицо Синклетикия рано увидала женихов, домогавших с руки ее. Родители желали выдать ее замуж, но она отклонила от себя предложение о супружестве. У нее были желания другой жизни. Не тешили зрение ее ни наряды, ни дорогие каменья, и музыка не увлекала собою души ее. Она молилась и в молитве находила для себя лучшее утешение. Смерть родителей доставила ей свободу вполне предаться той жизни, которую давно избрала она душою. Она продала имущество, раздала деньги бедным, взяла с собой слепую сестру свою, полюбившую уединение, и удалилась в одну из близких к городу гробниц, принадлежавшую родственнику ее. Синклетикия пригласила пресвитера, и он по ее желанию обрезал волосы ее. Это значило, что она совершила полное отречение от мира и его радостей. Благочестивая жизнь дома родительского приготовила Синклетикию к строгой жизни, какую стала она вести в новом жилье своем. Впрочем, она соразмеряла строгость подвижничества с состояниями души и тела своего. Когда чувствовала она сильное восстание плотской брани, она ела только хлеб из-за трубей, не пила воды, ложилась на голо земле. Когда ослабевала искушение, смягчалась и строгость ее к себе. Она вела жизнь с духовным рассуждением, опасалась доводить тело до расстройства. В духовной брани Синклетикия поступала так, как поступают на море. Во время жестокой бури не думают ни о пище, ни о питье, а обращают все внимание на спасение корабля от гибели. Когда пройдет буря, напряжение сил ослабляется, и люди принимают пищу и покой. На корабле знают и то, что они находятся на изменчивой и коварной стихии, потому не придаются беззаботной лени и неге, а содержат в готовности снасти на случай новой бури. Так должно быть и в духовной жизни. Так вела жизнь свою Синклетикия. Великая подвижница желала быть безвестной для всех в своем уединении. Но Господь восхотел употребить ее на освящение многих других дев и жен. К ней стали приходить для выслушивания советов ее. Другие желали жить с нею, чтобы пользоваться, если не словесными наставлениями, то примером жизни ее. Синклетикия долго отказывалась предлагать советы и отвечала на просьбы одними вздохами, но наконец уступила настойчивым желаниям ревнующих о душевном спасении. Так образовалось при ней общежитие девственниц, и она была матерью-наставницей многих. Когда святая Синклетикия, уступив желаниям других, стала преподавать советы искавшим их, то опытная мудрость советов ее оказалась такой, что не только руководимые ею девственницы глубоко запечатлевали советы ее в сердце своем, но их записывали для будущих времен, и они потом, изучая ему, были наряду с советами великих духовных наставников. Много трудов и подвигов предстоит приходящим к Богу, но потом ожидает их радость. Желающие развести огонь сперва задыхаются от дыма и плачут, а потом достигают чего ищут. Так и мы должны воспламенять в себе божественный огонь со слезами и трудами. Хорошо не гневаться, но если случится предаться гневу, то не позволено тебе и дня оставаться в этой болезни. Солнце да не заходит в гневе вашем. Зачем ты ненавидишь оскорбляющего тебя человека? гневайся на болезнь его, если можешь, а не на больного. Гнев еще меньшее зло, самое тяжелое зло, злостное пометование о зле. Гнев на короткое время встревожив душу проходит, а злопомнение делает ее лютея зверя. Не слушай речей злословия, чтобы не быть вместилищем чужих пороков. Если примешь в себя нечистые речи, положишь пятно на твою молитву. Наслушавшись худых отзывов, на всех будешь смотреть косо и ненавидеть без всякой причины. Люби врагов, не презирай беспечных и нерадивых. Истинно добродетельные, подражая Господу, евшему с мытарями и грешниками, заботятся о спасении грешников и употребляют все средства наставлять их на путь спасения. Впрочем, тому, кто сам не испытал деятельной жизни, опасно приниматься за научение. Враг нападает сперва объедением, негою и любодеянием. Эти ветры дуют особенно на возраст молодой. Когда душа воздержала чрево, победила чистотою чувственное удовольствие, является гордость или сребролюбие. В уме являются мысли о первенстве, учении, дарованиях, заслугах. Когда болезнь тяготит нас, не надобно нам скорбеть о том, что от боли и ран не можем петь псалмы устами. Болезнь и раны служат к истреблению похотений, а пост и земные поклоны предписаны нам также для украшения страстей. Если же болезнями исторгаются страсти, то не о чем заботиться. Великий подвиг терпеливо переносить болезни и среди их благодарить Господа. Заботы Синклетикии о верившихся ей душах не слабели никогда. Она возбуждала одних, ободряла других, забывчивых обращала к добру строгостью, слабых и малодушных поддерживала материнскую любовью. В себе самой Синклетикия показала пример терпения подобного терпению Иова. Ей было 80 лет, когда посетила ее изнурительная лихорадка. Она томила ее более трех лет. Огонь пожирал ее, не давая отдыха. В этом мучительном положении святая не искала себе облегчения, переносила все терпеливо. Никакой пищи в это время не могла она принимать, сон ее был на минуты. Через три дня я буду разлучена с моим ничтожным телом, сказала она наконец. И в назначенный день душа ее отлетела ко Господу, которого она так крепко возлюбила на земле. Молитвами преподобной Синклетики Господь Иисусе Христе Божий наш помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие Святителя Филиппа Митрополита Московского В жизни Великого между Святыми Божиими Филиппа две части – жизнь пустынника и жизнь пастыря Церкви. Святый Филипп в мире Федор родился 11 февраля 1507 года. Знатность происхождения и отличие предков по службе обещали ему блистательный ход в свете. Он происходил из знаменитого рода Колочевых. Отец Федора Степан Иванович был любим великим князем Василием как муж исполненный ратного духа. Мать Федора Варвара была набожна и благочестива. Она и скончалась инокинею варсенофии. Лучшим утешением для родителей Федора было защитить обиженного, дать кров бесприютным, накормить и одеть нищего. Понятно, что сын таких родителей получил лучшее воспитание. Федор учился, как и другие, по церковным книгам, и любовь к душеполезному чтению осталась в нем до гроба. Другим училищем был для него храм Божий. Дворянин знатного рода готовился и на службу отчизни. Великий князь Василий взял Федора ко двору, узнав о благородных качествах души его. Юный Иоанн полюбил его. Но в малолетство Иоанна жизнь при дворе была вдвойне опасна. Опасна была для жизни от интриг боярских, опасна для сердца от разврата. Молодой придворный не разделял с другими жизни рассеянной, но не был и тем, чем мог быть. То самое, что, будучи старше двадцати пяти лет, не вступало он в супружескую жизнь, показывает, что в душе его была уже мысль о другом роде жизни. Но он медлил, откладывал от времени до времени, и вот Господь сам позвал его к лучшей жизни. В третий воскресный день после Пятидесятницы, 5 июня 1537 года, случилось ему во время литургии слушать слова Спасителя. Никто же может двема господинома работатьи. на этот раз слова Спасителя так сильно поразили его, что он решился навсегда расстаться с миром. Это было на тридцатом году жизни его. Феодор тайно в одежде простолюдина удалился из Москвы, явился в Соловецкую обитель, и, не знаемый никем, кто и откуда он, принял на себя суровые работы. Сын знаменитых и славных родителей рубил дрова, копал в огороде землю, работал на мельнице и на рыбной ловле. Испытанный в течение полутора лет, пострижен он по желанию своему в монашество с именем Филиппа и отдан под надзор опытному старцу Ионе, собеседнику преподобного Александра Свирского. Но он удалился из обители в уединение и долго подвязался там незримой людьми. Спустя девять лет жизни Филипповой в обители игумен Алексий, чувствуя свою дряхлость, пожелал, чтобы братья избрали себе другого настоятеля. Выбор пал на Филиппа. При блаженном Филиппе Соловецкая обитель получила новый вид и в хозяйственном и в нравственном быту. Филипп принимал в обитель разборчиво только таких, которые искренне желали подвязаться для Господа. Он не давал места в обители для праздности и лени. Все трудились в ней. По временам от хлопот звания своего удалялся он на безмолвие за две версты от обители. И место уединенных подвигов его доселе называется пустынею Филипповую. В 1566 году Иоанн Грозный вызвал игумена Филиппа в Москву для Духовного Совета. Это значило, что Филипп облечен будет саном первосвятительским. Царь принял Филиппа с честью, говорил и обедал с ним дружески и, наконец, объявил, что желает видеть его на кафедре митрополита. Филипп долго не соглашался принять высокий сан. Не могу, говорил он со слезами, принять на себя дело превышающие силы мои. Отпусти меня, Господа ради. Зачем малой ладье поручать тяжесть великую? Царь настаивал на своем. Филипп объявил, наконец, что исполнит волю царя, но с тем, что оставит за своей совестью свободу и долг печаловаться за невинно гонимых и говорить о правде евангельской. В первое затем время дела шли покойно. Развратная опричнина притихла, опасаясь пустынного святителя. Царь осыпал его ласками и вниманием уважительным. Москва радовалась, увидя тишину с появлением нового святителя. В последние половины 1567 года поднялись дела опричнины доносы, клеветы, убийства, грабежи. Особенно по возвращении из безуспешного похода литовского царь был в сильном раздражении и этим пользовались злодеи. Святой Филипп отправился увещевать царя в Александровскую слободу. Державный царь, говорил святитель наедине Иоанну, обреченный саном самым высоким, ты должен более всего чтить Бога, от которого и принял сан. Ты образ Божий, но вместе и прах. Властелин тот, кто владеет собою и не служит низким похотям. Слышно ли, чтобы благочестивые цари волновали свою державу, как взволнована твоя? Иоанн закипел гневом и сказал, что тебе черницу до наших царских дел? святитель отвечал, по благодати святаго духа, по избранию священного собора и по нашему изволению, я пастырь Христовой Церкви. Мы с тобою должны заботиться о благочестии и покое православного христианского царства. Молчи, сказал Иоанн, и нас благослови на дела нашей воли. Молчание неуместно теперь, отвечал святитель, оно размножило бы грехи и пагубу. Филипп, сказал Иоанн, не прикословь державе нашей, чтобы не постиг тебя гнев мой или оставь митрополию. Я не посылал, отвечал святитель, ни просьбы, ни ходатаев и не наполнял ничьих рук деньгами, чтобы получить сей сан. Ты лишил меня пустыни моей. Твори как хочешь. Иоанн возвратился в Москву в черной одежде и с обнаженным мечом. В таком виде сопровождали его опричники. Последовали казни. К святителю приходили вельможные и простые и со слезами умоляли о защите. Святитель утешал несчастных словами Евангелия. Дети, говорил он, Господь милостив. Он не посылает искушений более, чем можем понесть. Надо бно быть и соблазном. Горе тому, кем соблазн приходит. Все это, избранники Божии, случилось с нами по грехам нашим для исправления нашего. Да и счастье обещано нам не на земле, а на небе. Марта второго в крестопоклонное воскресенье царь пришел в храм соборный. Он и опричники были в черных одеждах, с высокими шлыками на головах и с обнаженными оружиями. Иоанн подошел к митрополиту, стоявшему на своем месте и ждал благословения. Святитель безмолвно смотрел на образ спасителя. Опричники сказали «Владыка, государь перед тобою, благослови его». Блаженный, взглянув на Иоанна, сказал «Государь, кому поревновал ты, приняв на себя такой вид и исказив благолепие твоего сана? Ни в одежде, ни в делах не видно царя». У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды. Иоанн распалился гневом и, растерявшись, сказал «Филипп, уже ли думаешь переменить нашу волю? не лучше ли быть тебе одних с нами мыслей?» «К чему же вера наша?» отвечал святитель. «Напрасно и страдания спасителя и его заповеди, данные нам. не жалею я тех, которые пострадали невинно, они мученики Божии, но скорвлю за твою душу». Иоанн пришел в неистовство, махал рукою на святителя, стучал палкою об пол храма и грозил казнями. «Нам ли противишься ты? Увидим твердость твою», говорил Иоанн. Июля двадцать восьмого святитель совершал крестный ход в Новодевичьем монастыре. Иоанн, желавший казаться наборным, явился здесь с опричниками в их полном наряде. В то время, как пришел царь, святитель хотел читать Евангелие. И, преподавая мир всем, увидел опричника в Тафье. «Державный царь», сказал святитель, «добрые христиане слушают Слово Божие с непокрытыми головами. С чего же эти люди вздумали следовать магометанскому закону, стоять в Тафьях?» «Кто это такой?» спросил царь. Но виновный спрятал Тафью, а товарищи его сказали, что митрополит лжет и восстает на царя. Иоанн вышел из себя, грубо ругал святителя, называл его лжецом, мятежником, злодеем, клялся, что уличит его в преступлениях. Приказано было произвесть следствие в Соловках. Долго не могли там и пытками вынудить какое-либо обвинение Филиппу. Там называли его праведным и святым. Наконец, игумен Паисий, которому обещали сан епископа монах Зосима и с ним еще некоторые, враждовавшие на Филиппа еще во время его игуменства, согласились быть клеветниками против святителя. Составили донос. В Москве Паисий в присутствии царя и духовенства со всей наглостью обвинял Филиппа. Святитель кротко сказал Паисию, что сеешь, то и пожнешь. И, обратясь к царю, говорил, государь, не думаешь ли, что я боюсь смерти. Достигнув старости, готов я предать дух мой Всевышнему моему и твоему владыке. Оставляю жезл и мантию митрополичью. А вы, святители и все служители алтаря, спасите верное стадо Христово. Готовьтесь дать отчет и страшитесь небесного царя более, чем земного. Святитель снял с себя белый клобук и мантию. Но царь остановил его, сказав, что ему должно ждать суда над собою, заставил назад взять утварь святительскую и еще служить литургию 8 ноября. Участь святителя, тогда же ноября 4-го, была решена. В день архангела Михаила святитель начал служение в соборе. Явился Басманов и вслух народа прочел осуждение Филиппу под доносом клеветы. Опричники бросились в алтарь, сорвали со святителя одеяния его, одели в рубище, вытолкали из храма, посадили на дровни и повезли в Богоявленский монастырь, осыпая бранью и побоями. Толпы народа со слезами провожали святителя, а он покойно благословлял народ и свою долю. Пред воротами обители он сказал народу, «Дети, все, что мог, сделал я. Если бы не для любви к вам, и одного дня не оставался бы я на кафедре. Уповайте на Бога, терпите». На другой день привели его в Кремль для выслушания приговора. Филиппу, будто бы уличенному в волшебстве и тяжких винах, надлежало кончить дни в заключении. «Вспомни, царь», сказал праведник, «каковы были добрые цари». Помни, что на злых есть строгий суд правды Божией. Иоанн движением руки велел неумолимым стражам взять Филиппа. Его отвели в смрадную комнату, заковали в оковы, на шею наложили тяжелую колоду, руки скрепили цепью и целую неделю не давали ему куска хлеба. Твердый молитвенник питался молитвою. Его нашли без оков и цепей свободным. Царь, услышав о том, изумился, но потом сказал «Чары». Иоанн велел отправить Филиппа в заточение в Тверской отрочь монастырь. Прошло около года, как святитель Филипп томился в заточении. Иоанн отправился в Новгород. Малюта Скуратов явился в келью Филиппа и с видом смирения сказал «Владыка святый, преподай благословение царю на путь в Новгород». Святитель знал зачем явился Малюта. Еще за три дня до того сказал он бывшим при нем «Вот приблизился конец моего подвига». Малюте отвечал он «Делай что хочешь, но дара Божия не получают обманом». Сказав это, он встал на молитву и просил Господа «Да приимен дух его с миром». Малюта задушил святителя подушкою и сказав настоятелю что умер он от угару приказал при себе похоронить его. Это было 23 декабря 1569 года. В 1591 году нетленное тело святителя перенесено было из Твери в Соловецкую обитель на место иноческих подвигов его. В 1652 году по мыслям блаженного Никона, тогда еще митрополита Новгородского, мощи святителя торжественно были перенесены в Москву. В грамоте обращенной к святителю живому пред Господом благочестивый государь Алексей Михайлович писал «Молю тебя, прииди сюда, дабы разрешено было согрешение прадеда нашего. Преклоняю царский сан мой за согрешившего пред тобою, пришествием твоим к нам, оставь согрешение его». Трогательно и поучительно было торжество святителя, возвращавшегося на кафедру. В соборе на самой середине стоял гроб десять дней, и во все дни с утра до вечера был звон как в пасхальную неделю. Молитвами святителя Филиппа, митрополита Московского, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Феофана Затворника. Святитель Феофан в миру Георгий Васильевич Говоров родился 10 января 1825 года в селе Чернавской Орловской губернии в семье священника Василия Тимофеевича Говорова, который в течение 30 лет исполнял должность благочинного, заслужив уважение и любовь начальства и подчиненных. Кроме Георгия, у отца Василия и его супруги Татьяны Ивановны были еще три сына и три дочери. Говорова вели примерную семейную жизнь и оба отличались глубокой религиозностью и сердечной отзывчивостью к людям. В том же духе они старались воспитывать своих детей. Получившие основательную домашнюю подготовку, мальчик очень хорошо учился в духовном училище и в семинарии. Как лучший из воспитанников своего курса Георгий Говоров был отправлен для продолжения образования в Киевскую духовную академию. Здесь ясно определилось общее направление его духовного пути. Еще за год до полного окончания курса в праздник покрова Пресвятой Богородицы он подал академическому начальству прошение о пострижении в монашество, в котором писал «Имея постоянное усердие к занятию богословскими предметами и к уединенной жизни, я, чтобы соединить то и другое на предлежащем мне служении церкви, положил обет посвятить жизнь свою монашескому званию». Просьба студента Говорова была удовлетворена и он был пострижен в монашество с именем Феофан. Вскоре инок Феофан был рукоположен во иеродиакона, а затем во иеромонаха. Закончив академию, иеромонах Феофан вступил на учебно-воспитательное поприще, но дух его стремился в более сродную ему среду иноческого жития и молитвенного общения с Богом. «Ученую должностью начинаю тяготиться до нестерпимости», писал он при освященном Иеремии, «шел бы в церковь, да там и сидел». Шесть лет иеромонах Феофан провел в Палестине в составе русской духовной миссии в Иерусалиме. Затем, став архимандритом, он был назначен на пост настоятеля посольской церкви в Константинополе. После частых и неожиданных перемещений с места на место, архимандрит Феофан был, наконец, призван на Тамбовскую, а затем на Владимирскую кафедру. В речи при наречении его воепископа архимандрит Феофан сравнил свою жизнь и разнообразную деятельность с шаром, без шума катящимся по направлению сообщаемых ему ударов. Он выразил свою покорность воле Божией, свое смирение и недостоинство. Обращаясь к членам Синода, он поведал, что имеет тайное желание высших подвигов добродетели. «Не скрываю», сказал отец Феофан, что не чуждо было бы тайным желанием моего сердца, если бы на мою долю выпало такое место, где бы я свободно мог предаться занятиям по сердцу. Уже тогда в душе Преосвященного родилось намерение оставить мир и удалиться в пустыню. Но приучив себя быть безмолвно покорным всякому назначению, он, хотя и не без смущения, принял на себя этот высокий подвиг святительского служения Церкви Божией, как возложенный на него долг послушания. Оставляя лишь краткое время для сна, епископ Феофан всего себя отдавал на служение своим посомам. Всегда ласковый и приветливый, он со всеми, независимо от звания и возраста, обращался благодушно и с величайшей кротостью. Если же ему, как епархиальному начальнику, нужно было наказать провинившегося выговором, то он поручал сделать это ключарю собора, как бы боясь нарушить тот закон любви, которым он неуклонно руководствовался в своей жизни и пастырской деятельности. Еще в бытность свою на Тамбовской кафедре он полюбил Вышинскую пустынь, о которой не раз говаривал. Нет места, лучше как выше. Сюда то и устремилась мысль святителя, когда он задумал окончательно удалиться от чуждах его созерцательной душе обязанностей по ипархиальному управлению. Объясняя свое желание уйти на покой, Преосвященный Феофан писал «Я ищу покоя, чтобы покой не предаться занятиям желаемым, с тем непременным намерением, чтоб был и плод трудов, и полезный, и нужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служить». Святейший Синод удовлетворил просьбу Преосвященного, и он был назначен настоятелем Вышинской пустыни. Трогательно было прощание Владимирской паства со своим любимым архипастерем. Нелегко было и ему расстаться с нею. «Не пеняйте на меня Господа ради», говорил он в своей прощальной речи, «что оставляю Вас. Отхожу не ради того, чтоб вынужден был Вас оставить. Ваша доброта не допустила бы меня переменить Вас на другую паству, но, как ведомый, ведусь на свободное от забот пребывание, ища и чая лучшего, как это сродно естеству нашему. Как это могло образоваться, не берусь объяснить. Однако скажу, что кроме внешнего течения событий, определяющих наши дела, есть внутренние изменения и расположения, доводящие до известных решимостей. Кроме внешней необходимости, есть необходимость внутренняя, которой внемлет совесть и которой не сильно противоречит сердце. «Находясь в таком положении, об одном прошу любовь вашу, оставя суждение и осуждение сделанного уже мною шага, усугубьте молитву вашу, да не отщепит Господь чаяния моего, и да дарует мне, хотя не без трудов, обрести искомое мною». Прибыв в вышу, преосвященный Феофан прежде всего сложил с себя должность настоятеля пустыни, предпочитая оставаться здесь в простом звании инока. Долгожданное уединение, к которому так настойчиво стремился святитель, наконец пришло по милости Божией. Святитель Феофан до конца жизни чувствовал себя вполне счастливым навыше. «Вы меня называете счастливым, я и чувствую себя таковым, и выше своей не променяю не только на Санкт-Петербургскую метрополию, но и на патриаршество, если б его восстановили у нас и меня назначили бы на него. Вышу можно променять только на Царствие Небесное». Первые шесть лет пребывания навыше святитель инок посвятил как бы на подготовку себя к высокому подвигу затвора. Он наравне с братьями неопустительно посещал все монастырские богослужения, в воскресные праздничные дни сам служил соборне с архимандритом и монашу ствующими. Поучений он не произносил, но само служение его перед престолом Божиим по свидетельству вышинских иноков было для всех живым поучением. Как неугасимая свеча он молитвенно горел перед ликами Спасителя, Богоматери и святых. Став затворником, святитель Феофан устроил в своих кельях малую церковь во имя Крещения Господня, в которой стал совершать все церковные службы один, без сослужащих. Он никого не принимал у себя, кроме духовника и келейника, так что ни родные, ни знакомые, ни даже лица царского происхождения при посещении монастыря не могли нарушать его затвора. Первые десять лет святитель затворник служил литургию в своей келейной церкви только по воскресеньям и праздничным дням, а в последние одиннадцать лет ежедневно. На вопрос одного из ближайших своих почитателей, как он служит литургию один, святитель ответил, служу по служебнику, молча, а иногда и запою. Но если смолк живой голос святителя для лиц, имевших когда-то личное и непосредственное общение с ним, то еще плодотворнее стал он влиять на людей своими богомудрыми творениями и письмами. Никому, кто бы не обращался к нему за советом и разъяснениями по вопросам духовной жизни, он никогда не отказывал в своем письменном руководстве. В письмах епископ Феофан высказал те же положения, что и в своих творениях, но в более простой и ясной форме. Чутко улавливая духовные потребности писавшего, не жалея сил, святитель обстоятельно и сердечно разъяснял все вопросы и недоумения. Богословские труды святителя Феофана несомненно явились плодом его высокого духовного подвига. За время пребывания на выше святителем Феофаном была создана основная часть его духовных произведений. Это труды по христианской нравственности, по изъяснению Слова Божия, переводы писаний учителей христианского аскетизма. Постоянным вниманием к себе, трезвением и бодрствованием подвижник-затворник достиг высшей степени духовного совершенства. В чем состояла и как протекала собственно внутренняя духовная жизнь святителя в течение двадцати двух лет затвора для всех осталась сокровенной тайной. Единственным свидетелем, с которым подвижнику по необходимости приходилось иметь личное общение, был его келейник Евлампий. Но обязанности последнего ограничивались очень немногим. Каждый день по особому условному стуку он являлся из своей комнаты, помещавшейся в нижнем этаже покоя в Владыке, чтобы подать ему чашку кофе и обед, который в скоромные дни состоял из одного яйца и стакана молока, а в четыре часа вечера принести чашку чаю, чем и ограничивалось дневное пропитание подвижника. В обязанности того же келейника входило приготовление с вечера всего необходимого для совершения святителем ранней литургии «Просфор красного вина Ладана». Сам святитель о своем затворе обычно писал шутливо «Развеличали меня затворником», писал он, «А тут и духом затворническим не пахнет. Меня смех берет, когда скажет кто, что я в затворе. Это совсем не то. У меня та же жизнь, только выхода и приемов нет. Затвор же настоящий ни есть, ни пить, ни спать, ничего не делать, только молиться. Я же говорю с евлампием, хожу по балкону и вижу всех, веду переписку, ем, пью и сплю вдоволь. У меня простое уединение на время. Собираюсь хоть пост провести, как настоящие затворники, но немощная плоть на попятную от этого. И работать что-нибудь ленность одолевает, все бы спал, да поджавший руки сидел. Иногда и кропаешь что-нибудь, да подумаешь себе, из-за чего я буду себя мучить и брошу. А дни за днями текут, и смерть приближается. Что сказать и чем оправдаться совсем не нахожу. Беда. В последние годы у святителя затворника от постоянных и напряженных письменных занятий стало слабеть зрение, но он продолжал по-прежнему трудиться, стараясь держать прежний распорядок дня. Только с 1 января 1894 года за пять дней до кончины этот ежедневный распорядок жизни святителя стал нарушаться. Свеча жизни подвижника постепенно догорала, и он, сознавая это, спокойно ждал смерти. Умирать, писал владыка, это не особенность какая, и ждать надо. Как бодрствующий днем ждет ночи, чтоб соснуть, так и живущим надо впереди увидеть конец, чтобы опочить. Только даруй Боже почить о Господе, чтоб с Господом быть всегда. Накануне праздника Богоявления, чувствуя слабость, владыка попросил своего келейника помочь ему пройтись по комнате. Тот провел его под руки несколько раз, но немощный владыка, утомившись, отослал его, а сам лег в постель. Однако на другой день, в храмовый праздник своей келейной церкви, он еще в силах был отслужить божественную литургию. В этот день он дольше обычного не подавал знака к вечернему чаю, и келейнику пришлось самому заглянуть в комнату к святителю. Владыка лежал на кровати, глаза его были закрыты, левая рука покоилась на груди, а правая сложена была как бы для святительского благословения. Святитель Феофан мирно почил о Господе в день престольного праздника своего келейного храма. Молитвами святителя Феофана Затворника Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие преподобного Михаила Клопского Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными. Эти слова Спасителя исполнились на праведном Михаиле. Он тверд был в слове Христовом, жил по его воле и узнал истину. И истина поставила его выше всякой суеты, выше всякой призрачной действительности, вывела его на свободу здесь и за гробом. При великом князе Василии Дмитриевиче, при митрополите Фотии и при Клопском игумене Феодосии в летнее время шла утрення в Клопской обители, тогда бедной и малоизвестной. Когда пели девятую песнь канона, и романах Макарий, совершая кождение храма, подошел покодить и келью свою, стоявшую близ храма. Но в келье, которая оставлена была запертую, сидел человек в черном одеянии и при свече писал книгу деяний апостольских. Испуганный Макарий сказал о том игумену. Игумен и братья после утренней, найдя келью запертую изнутри, разломали дверь и увидели пишущего. На вопросы игумена, кто он такой, как его зовут, сидевший отвечал только повторением предлагавшихся вопросов и выставлял из себя юродивого. Во время литургии странный пришлец вместе с прочими пел, читал апостол о затрапезею житие. Игумен дал ему келью, но никак не могли узнать откуда и кто он такой. Блаженный поселился в обители в 1408 году. Он раз в неделю вкушал хлеб и пил немного воды. В келье не было у него ничего, даже и рогожки спал он на полу. Такова была жизнь его и до гроба. В Клопскую обитель явился он уже иноком, и здесь проводил он такую строгую жизнь, какую вели очень немногие. В праздник преображения Господня посетил Клопскую обитель князь Константин Дмитриевич, лишенный своего удела великим князем Василием. Он приобщился здесь святых тайн вместе со своей княгиней, был за братскую трапезу, во время которой игумен велел совершать чтение блаженному пришельцу. Блаженный читал историю Иова. Князь, услышав чтеца, подходит к нему и, всмотревшись, кланяется ему. — Это Михаил Максимович, сказал князь. — Зачем скрываешь ты от нас имя твое, сказал игумен. Блаженный сперва сказал, Бог знает, потом подтвердил, что он точно Михаил. это наш родственник, прибавил князь. С того времени, узнав в Михаиле родственника князей, стали чтить его более прежнего, но он всего менее желал известности у людей и потому более прежнего стал юродствовать. Благодать Божия возрастала в душе его и по временам проявлялась видимо для всех. В 1419 году князь Константин опять прибыл в обитель. — Помолись за меня, сказал он блаженному, я очень огорчен потерю отеческого наследства. Не скорби, князь, отвечал Михаил, верь святой троице. Построй каменный храм в ее славу и получишь не только отчину свою, но и небесные кровы. Братья примут тебя с честью. Князь тогда же велел призвать каменщиков и храм, оконченный в два месяца, освящен был в сентябре 1419 года. В самый день освящения князь объявил блаженному Михаилу и игумену вашими молитвами братья зовут меня в мою отчину. Случилась сильная засуха, так что пересохли речки, в том числе и веряжа, из которой брали воду для обители. Пономарь, ходивший на веряжу, увидал Михаила пишущим что-то на песке. Извещенный о том игумен прочел следующее. чашу спасения приему на этом месте явится источник. Что это значит, спросил игумен. Блаженный повторил, что писал. Игумен и Блаженный стали копать землю, и вдруг выбросился поток воды. этот колодец и поныне с водою, всегда свежую и чистую. За засухою следовал в новгородской стороне голод. Толпы бедных стали приходить в обитель за кусками хлеба. Игумен, опасаясь оскудения запасов, не знал, что и делать. Господь напитал семью хлебами четыре тысячи народа, сказал Михаил и упросил игумена кормить всех голодных. Скоро зароптали братья на трату нужного хлеба. Михаил повел игумена и братья в хлебный амбар, и те с изумлением увидели, что запасы хлеба не умолялись. Прожив в Клопской обители сорок четыре года, блаженный Михаил скончался одиннадцатого января тысяча четыреста пятьдесят третьего года. Святое тело его положено было в Троицком храме обители. Честные мощи твои лежат в обители, где ты при жизни столько потрудился, и источают множество исцелений для приходящих с верою. Молим тебе, Отче, исцели душевные страсти и недуги славящих тебя. Молитвами преподобного Михаила Клопского Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие Святого Саввы Сербского У великого жупана Сербии Стефана Немани было два сына. Стефан и Вулкан. Но родителям хотелось еще иметь сына. И по молитве их родился им сын Ростислав. Желанному сыну дано было прекрасное образование. На пятнадцатом году Ростислав получил в управление особую область герцеговину. Родители готовились женить его, но у сына не было желаний мирской жизни. Душа его томилась скукою среди шума мирского. Случилось, что когда он прибыл к родителям, пришел в дом Инок Сафона, русский, из монастыря русского. Веселые родители давали пиры по случаю свидания с любимым сыном, а он, позвав в уединенную комнату Инока, расспрашивал о жизни Афонской. Когда Инок говорил о тихой жизни молитвенников, слезы текли у Ростислава, и он сказал Иноку, теперь я понял, чего желала душа моя, так недовольная всегда суетой мирской, но что делать с родителями, которые так любят меня? Инок сказал, что нужна твердая решимость на добро. Прибыв на Афон, княжич совершил иноческие обеты с именем Саввы. Ватопедские иноки, пригласив Савву на храмовый праздник Благовещения, убедили его остаться в их обители. В Ватопеде он стал образцом послушания, днем служил братьи, ночь проводил в молитве, питался только хлебом, носил одну лосеницу, перенося холод зимы, ходил Босой. Старец-отец прислал на содержание сына много денег и запасов. Савва, по благословению игумена, пошел Босой раздать отшельникам кое-что из присланного. Близ Нила Потама напали на него разбойники и отняли все. Блаженный изъявил скорбь, что задержанный не доспеет куда надобно. Те спросили, кто и откуда он. Савва назвал себя учеником старца Макария, пользовавшегося известностью на Афоне. Те возвратили Савве, что взяли. На деньги родителей Савва устроил в отопеде кельи и три храма и покрыл собор оловом. Два раза писал отец к сыну, прося его побывать у родителей. Сын в ответ призывал отца и мать оставить суетные и непрочные блага мира и вступить на крестный путь. Отец и мать совершили обед иночества. Отец Симеон переселился к сыну в келью, и сын окружал старца отца самыми нежными заботами до самой его смерти. По настоянию благочестивого прота Дометия Савва принял на себя звание настоятеля хиландарской обители, восстановленной и заразвален щедростью родителя. Приведший хиландар в полное устройство, преподобный захотел исполнить давнее свое желание жить в безмолвии. Он выстроил для себя келью в Корее и заключился с действием братьями, которые должны были совершать церковную службу. Тут он усилил свои подвиги поста и молитвы, душевные страсти утешал памятью о смерти. Впрочем, являлся ли кто с душевной нуждою или говорил о бедности и везапной беде, у Саввы готова была для всех посильная помощь. Преподобный Савва крепко молил Господа, дабы дано ему было извещение об отце его. И в одну ночь явился ему Симеон в лике святых, сияющих славою, явившийся обещал сыну подобную блаженную участь, но сказал, что ему еще много надо совершить для Сербии. Сербия находилась тогда в печальном положении. Преемником престола отец оставил Стефана. Честолюбивый брат вулкан при помощи венгров отнял у Стефана Далматию и Диоклию, объявив себя королем. Стефану оставалась одна Сербия с титулом великого жупана. Но враги хотели отнять у него и последние владения. Стефан писал брату Савве, чтобы он для спасения земли сербской перенес мощи святаго отца их в Сербию. Святой Савва не мог остаться равнодушным к скорби брата и бедствиям отчизны. Вулкан, чтобы достигнуть тщеславных своих целей, подчинился папе. В его владениях были приняты некоторые правила западной церкви. Савва, посвященный в архимандритов Салуне, перенес мощи святаго отца своего в студенецкую обитель. В день памяти его и спросил у Господа обильное излияние мира от мощей Симеона и в сильном слове показал народу волю Божию о спасении вечном. Уступив просьбам брата, остался в студенецкой обители. Для оживления в народе искреннего благочестия отправился он с проповедью Слова Божия по всей стране. Проповедь его тем больше имела силу над сердцами людей, что один расслабленный всеми членами по его молитве получил полное исцеление. Так замыслы папы остались неудавшимися. Между братьями по убеждениям святого Саввы прекратились ссоры и утвердился мир. Соскучив шумом и почестями, преподобный, невзирая на просьбы брата, возвратился в Хиландарскую обитель. Нужды Афона заставили Савву отправиться к царю и патриарху в Никею. Царь Феодор Ласкарь принял преподобного со всею любовью. Все, о чем просил, сделано было для Афона. Он уже хотел возвращаться в свое уединение, как пришло ему на мысль воспользоваться случаем и спросить милость для Сербии. Призвав Господа на помощь, он предложил царю прошение о том, чтобы патриарх посвятил одного из сербов, спутников его, в архиепископа. Благочестивый Феодор с радостью согласился, но прибавил. Хочу видеть избранного тобою брата, благоволит ли к нему душа моя. Тот должен быть особенным человеком, на кого падет такой жребий. Савва представил всех спутников. Вся братья твои хороши, сказал царь, но ни одному не могу доверить высокого сана. К тебе одному расположена душа моя. Смиренный Савва не хотел и слышать о том, долго уговаривал его царь и патриарх и едва согласился Савва на их желание по долгу послушания. По возвращении в Сербию он посвятил избранных учеников своих в архиепископы Сербии. По его мысли созваны были все жупаны Сербии и в их присутствии Стефан был вечен королевским венцом. На другой день во время литургии после Евангелия сам читал он символ веры и вслед за ним повторяли все от короля до последнего подданного. Священникам предписано было обвенчать всех невенчанных. Сам святитель обозревал свою паству убеждая народ проводить жизнь достойную христиан. Иноков живших по своей воле в виде скитников но без правила скитского собрал в общежитие и подчинил уставу. Между благородными остались еще державшиеся ересей и он убеждал их соединиться с церковью обещая милости короля. Святитель приближался к концу земного пути. Избрав себе преемника испытанного инока Арсения, при собрании епископов посвятил он его в сан святительской и поручил ему вместо себя управлять делами архиепископии. Он объявил, что отправляется на восток. Его удерживали, но он сказал, что желает посетить Синай и потом, если Господу угодно будет, жить в безмолвии. На Синае пробыл он весь Великий пост. Прибыв в Болгарию святитель сделался болен и сказал, что умрет в Тернове. Святитель Савва приказал отправить собранные им святыни к архиепископу Арсению в Сербию. Потом, причастившись святых тайн, сказал «Слава Богу за все» и предал дух свой Господу». Молитвами святителя Саввы Сербского Господи Иисусе Христе Божий наш помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие преподобного Иринарха Ростовского Преподобный Иринарх в мире Илья родился в земледельческом быту деревни Кондаковой Ростовского округа. Во время бывшего здесь голода два года жил он в Нижнем Новгороде и, потеряв отца, перешел с матерью и братом в Ростов, где занимался торговлею. На тридцатом году жизни, оставив мир, постригся в Ростовском Борисоглебском монастыре, что на устье. В духовной жизни его очевидна постепенность, с какой переходил он от нелегкого подвига к тяжелому и потом к весьма трудному. Очевидно и то, как скорби, которые наносили ему люди, не понимавшие его, благотворны были душе его. Он начал подвижничество свое тем, что стал ходить босой и в рубище. Чтобы заставить Иринарха носить обувь и рясу, его то запирали на несколько дней в холодную келью, то в морозы посылали звонить на колокольни. Блаженный переносил все это. Когда же назначили ему исполнять послушание за монастырем, удаление от молитв храма показалось ему невыносимым, и он перешел в Авраамиев монастырь. Здесь назначили ему должность келаря. Строгий к себе самому, он сильно скорбел, что другие без страха Божия расточают собственность обители. По смерти матери уединился он в келье отшельника Лазаря. В это время в Авраамиеве обители подвязался в затворе старец Пимен, и беседа с ним облегчала Иринарха. Спустя три года возвращенный новым настоятелем в Борисоглебскую обитель, блаженный явился в ней с тяжелыми веригами на плечах и с оковами на ногах. Страдания распятого Спасителя более и более становились предметом любви его, душа его глубже и глубже наполнялась ими. Он молился в храме перед распятым Спасителем об указании ему пути спасения и, получив тайное извещение, затворился безвыходно в келье, достал цепь и ею приковал себя к стулу. Послушник Алексий вызвался служить строгому затворнику и с именем Александра стал жить при нем, он-то впоследствии и описал жизнь наставника своего. По совету блаженного Иоанна Большого колпака Иринарх устроил себе сто медных крестов и повесил их на вериге. К ним присоединил он и еще тридцать крестов. Так подвязался труженик Божий шесть лет. Ему прислали изуглича цепь в Трисажине. Он прицепил ее к своей и так провел другие шесть лет. Присоединив затем третью цепь, он просидел на цепи тринадцать лет. Люди, не понимавшие ни себя, ни подвижника, снова выгоняли его из Борисоглебской обители, но спустя год возвратился он в свой затвор. Здесь он увеличил еще тяжесть для тела своего. Ночью спал он только два часа, большая часть времени его занята была молитвою, в другое время занимался он рукоделием, шил влосиницы и клубуки, а выручаемые зато деньги раздавал нищим. «Христуса распялся», говорил апостол. Без сомнения показывал он тем собственно распятие самолюбивых желаний души. Но если для сего распятие употребляется добрую волею какое-либо страдание телесное, такое дело воли не заключает ли в себе распятие внутреннего? Таково значение подвигов блаженного Иринарха. Тяжкими и долгими подвигами очистилось духовное зрение преподобного, и дух его стал так силен, что он начал оказывать услуги не только Ростовскому краю, но и целой России. В одно время в тонком сне видит он Москву в огне и во власти Ляхов, и голос сказал ему «Иди скажи об этом царю». Он явился к царю Василию Иоанновичу и рассказал о видении. Царь принимал его с честью, но он пробыл в Москве только сутки. Пророчество его скоро сбылось. В 1609 году Ляхи завладели Ростовом. Свирепый пан Микульский явился в Борисоглебский монастырь и, войдя к старцу, спросил, кого признает он за царя. «Я живу в России», отвечал старец, «и признаю русского, другого же не знаю». Когда подошел Сапега с войсками к монастырю, все ожидали, что монастырь будет истреблен вместе с иноками. Преподобный Иринарх слезно молился Господу. Сапега пришел к старцу в келью. «Благослови, батька, как терпишь ты эту муку в такой темнице», говорил подвижнику Сапега. «Для Бога», отвечал старец. «Он не молится ни за короля, ни за Дмитрия», сказали подошедшие с Сапега. Старец повторил прежний свой ответ и Сапега сказал, «Правда в батьке велика, в какой земле жить, тому и служить». Старец сказал Сапеге, «Возвратись, пан, в свою землю, полно тебе разорять Россию. Если не выйдешь из России или опять придешь, уверяю тебя Богом, убьют тебя в России». Сапега призадумался и сказал, «Что бы подарить тебе? Такого батьку не видал я нигде, столь бесстрашного пред нашим мечом». «Господь питает меня», отвечал старец, «но как наставит тебя Бог, так и поступай». Сапега прислал пять рублей денег и строго запретил тревожить обитель. Князь Дмитрий Пожарский, готовясь идти на помощь Москве, опасался Зарудского, по проискам которого был убит Липунов. Преподобный послал князю благословение и просфору со словами «Ступай в Москву, не боясь Зарудского, увидите славу Божию». Князь пришел сам к святому старцу и преподобный дал ему свой крест и благословение. Пожарский, совершив подвиг, возвратил крест затворнику и освободил своей грамотой монастырь от доставления припасов для войска. За два года до кончины блаженному Иринарху пришлось вытерпеть еще насилие от иноков, какого не терпел он от ляхов. Его вытолкали из затвора и сломали при этом руку ему. Снова явились затем ляхи в Ростов, иноки разбежались, Иринарх остался в своем затворе. «Благослови, батька», сказал вошедший к нему польский начальник, «Сапега убит под Москвою, как сказал ты». «Если вы не уйдете в свою землю, не быть и вам живыми», сказал старец. Поляки оставили Ростов, не тронув никого по уважению к старцу. Подвижник Божий 38 лет изнурял тело свое на особенном пути своем и скончался на 69 году жизни своей, января 13 дня 1616 года. По смерти его совершилось несколько исцелений для призывавших молитвенную помощь его. Особенно бесноватые боятся креста его, и получают здравие при возложении его на них. Молитвами преподобного Иринарха Ростовского Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие Житие Святой Равноапостольной Нины Просветительницы Грузии Чудное явление представляет в истории распространения христианской веры Просветительница Грузии Святая Равноапостоль Нина. Высокий Жеребий выпал на долю ее, как бы отзыв на благодатную почву души ее, подготовленную влиянием чистых существ, которыми окружена она была с детства, в годы своего первоначального воспитания. Жизнь Святой Нины являет новый пример того, как важно и, можно сказать, всемогущественно значение воспитательного влияния на молодую душу. Оно, можно сказать, почти исключительно определяет участь всей дальнейшей судьбы человека. Если бы родители и воспитатели были достаточно проникнуты сознанием значения воспитательного влияния, то великий и спасительный страх поселился бы в душах их за ответственность сопряженную с делом воспитания. Они отнеслись бы тогда с острожайшим вниманием к тому, к чему относятся обыкновенно вовсе необдуманно и с пагубной легкомысленностью. Ни среди детских балов и ни детских театров, ни среди роскошной обстановки и примера вечного светского рассеяния своих родителей была воспитана великая Нина, просветительница народов. Не окружала ее соном учителей большую частью односторонне развитых и вовсе нехристианского направления, наполняющих ум и память детей разнообразными учебными предметами, не имеющими никакого отношения к воспитанию сердца детского. Нина была дочь истинно благочестивых родителей. Отец ее Завулон и мать Сасанна воспитывали дочь свою в страхе Божьем, и в любви к Богу и к людям. Отчизною их был город Каластра, но когда Нине было двенадцать лет, то они переехали в Иерусалим, где Завулон пожелал посвятить себя пустынной жизни, а Сасанна пожелала, приняв благословение брата своего, поступить на служение нищим сестрам. Нина же была отдана на воспитание старицы Сарии Неафори, бывшей также воспитательницей и матери Нины. В общении с этой благочестивой старицею, армянкой по происхождению, процвели роскошным цветом богодатные ростки, насаженные христианами родителями в сердце блаженного ребенка. Старица Неафора, основательно изучившая святое писание, могла многое знать и во многом удовлетворить благочестивую любознательность своей воспитанницы. Нину же, привыкшую слышать о Христе, жившуюся, так сказать, с образом его в обществе родителей, всею мыслью и телом преданных ему, в высшей степени занимало все, что она могла слышать о Христе. Таким образом, часто расспрашивала она Неафору о страдании Христа, о распятии, о погребении, о воскресении его. С верою и любовью изливала стареца в душу детяти все, чем преисполнена была собственная душа ее, и сообщала Нине разные сведения о Бога человеке, о учении, учениках его и о различных странах, где они проходили, проповедуя Евангелие, и о своей родной стране Армении и Картолине с городом Цхетом, где по преданию находился хитон Иисуса Христа. «А какой же народ живет в этих странах?» расспрашивала Нина. «Народ тот живет во тьме язычества», рассказывала стареца. «Поклоняется он идолам и не знает ничего о Христе. Не просветил его еще никто светом евангельского учения. «Как же можно жить без Христа?» недоумевало сердце мудрого ребенка, наполненное уже святую пламенную любовью к Богу, и жалость к темным идолопоклонникам доводила Нину до истинного страдания. Она не могла помириться с мыслью, что есть люди, не знающие Христа. Нина пламенно молилась Божьей Матери, чтобы она исполнила ее заветные желания. И вот посетила ее во сне Матерь Божия и благословила ее крестом из виноградных лос, сказав ей, «Прими этот крест, он будет тебе щитом и ограждением против всех видимых и невидимых врагов твоих». Силою его водрузишь в стране твой знамя веры в сына моего. В другой раз увидела Нина во сне спасителя, вручившего ей свиток со словами «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». С восторгом поспешила Нина объявить дяде своему епископу Иерусалимскому об этих снах и полученных ею повелениях. И действительно, Господь привел Нину совершить его. Вскоре по прибытии в Грузию Нины, чудным образом одиноко достигшей до города Мцхета, ей пришлось присутствовать при народном торжестве в честь одного из главных языческих богов именем Армаза. Следуя здесь за толпою, Нина дошла до того места, где на возвышении стоял идол, перед которым совершалось жертвоприношение. Царь Мириан, царица Нонна, воины и народ с благоговением поклонялись идолу. В высшей степени поражена была этим зрелищем, носящая в душе своей образ распятого Христа Нина. Великую скорбью наполнилась душа ее, при виде стольких заблуждающихся и не знавших истинного Бога несчастных людей. Пламенно молилась она, чтобы Господь просветил их, и как бы в отзыв на молитвенный вопль произошло чудное явление. Среди ясного дня вдруг засверкала молния, поднялась страшная буря. Прекращено было жертвоприношение, вся толпа спешила укрыться от грозы и рассеялась по домам своим. Покинутый идол сокрушился в дребезге, стены капища обрушились, сильным ветром снесено было все в пропасть горы, так что скоро не осталось ни горы, ни признаков от идольского капища. Святая же Нина, хранимая Богом, стояла невредимую в расселине скалы. Это случилось 6 августа, в день праздника Преображения Господня. После этого происшествия Нина направилась на восток. В скором времени она сделалась известной в окрестностях, потому что Бог осветил ее молитвы чудодейственную силою исцелять все болезни, приходящих к ней за советами, страдающих разными недугами людей. Слова ее и дивная жизнь сильно действовали на народ, и многие начали принимать веру в истинного Бога. Слух о чудной страннице дошел до царя. В это время сильно занимогла жена его Нонна. Не получая никакой помощи отличивших ее врачей, она обратилась к прославившейся исцелениями больных святой Нине. Именем Иисуса Христа исцелила ее Нина. Царица уверовала в силу учения Христова. Вскоре обратился к истинному Богу и царь Мириан. По совету Нины он послал просить царя Константина прислать епископа и священников для совершения таинства крещения над народом. Прибывшего в старицу епископа с иереями и диаконами царь и весь народ встретились с великим почетом и радостью. Началось совершение святого крещения. Приготовив крещальню у моста на реке Куре, там, где стоял дом первосвященника Елиоза, епископ совершил водоосвящение и крестил всю знать царскую. Место это до сих пор носит название купели вельмож. А несколько ниже купели вельмож, два иерея и диаконы крестили в то же время весь народ, который принимал святое крещение так усердно и стремился к тому с такой поспешностью, что в исполнении таинственного обряда было немало замешательств. Таким образом, почти вся картолиния приняла святое крещение. За исключением кавказских горцев, оставшихся во тьме язычества. Побуждаемая святым усердием, Нина продолжала проповедовать Евангелие. Она старалась распространять Слово Божие между горцами и, наконец, отправилась в Кахетию, находящуюся в другой части Грузии. Здесь поселилась она в ущелье Бадбийском и обратила к познанию Бога множество народа. И после 33-летнего своего равноапостольного подвига мирно скончалась 14 января 335 года на 67 году от рождения. Молитвами святой равноапостольной Нины Господи Иисусе Христе Божий наш помилуй нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Максима Грека. Преподобный Максим, родом Грек, по своим великим подвигам вполне принадлежит Святой Русской Церкви, для которой он остается светильником по своим сочинениям. Получив начальное образование в отчизне, Максим, по любви к наукам, путешествовал по Европе. Изучал словесные науки, историю, философию, богословие. Основательно узнал языки латинский и древнегреческий. Познакомился с языками французским и итальянским. По возвращении в Отечество поступил на Афон и здесь, в Батапетской обители, принял иночество. Когда великий князь Василий Иванович, желая разобрать в своей библиотеке собрания греческих рукописей и иные видеть в переводе, просил султана и афонское начальство прислать к нему ученого грека, то на Максима указали, как на человека, самого способного исполнить желание великого князя. Повинуясь воле афонских старцев, он в 1516 году отправился в Россию и в начале 1518 года прибыл в Москву. Здесь принят он был ласково, и ему указано жить в чудове монастыре на счет великого князя. Сокровище греческой учености, которое увидал Максим в библиотеке московской, привели его в восторг. Сочинений, не переведенных на славянский язык, нашлось много. На первый раз ему поручили перевесть толкование на псалтирь. Через год и пять месяцев перевод толковой псалтири был окончен. Максима осыпали милостями и оставили для новых трудов. По воле великого князя Максим принялся за исправление перевода триодии, по-прежнему при пособии переводчиков. Затем пересматривал он и другие церковно-служебные книги. Грубы были ошибки, какие нашел многосведущий Максим в церковных наших книгах, и разжигаемый, как говорил он, божественной ревностью, очищал он плевелы обеими руками. По этой ревности резкие высказывал он отзывы о том, что видел в книгах. Но то, что видел он, видели немногие, и слепая страсть к старине принимала отзывы его за оскорбление святыни. Сначала ропот был тайный. Митрополит Варлаам понимал преподобного Максима. Великий князь отличал его своею любовью. И клевета не смело открыто восставать на Максима. Советами его пользовались в делах церкви и государства, отличая в нем человека умного и образованного, инока, пламенного в любви к истине и вере. Он был усердным ходатаем за вельмож, впадавших в немилость князя, и князь внимателен был к его просьбам. В полной ревности к святой вере он подал собору отцов совет принять строгие меры против жида Исаака. Митрополиту Варлааму советовал он пересмотреть славянское собрание церковных правил. В конце 1521 года правдивый и рассудительный Варлаам оставил кафедру, и его место занял Даниил. Новый митрополит любил книги, но одни славянские. Любил заниматься делами веры, но не столько, сколько видами страстей. Блаженный Максим скоро понял, что не может он с прежней свободой и покоем трудиться для истины. Даниилу хотелось, чтобы Максим перевел церковную историю Феодорита. Рассудительный Максим представлял, что это сочинение, по содержащимся в нем письмам Ария и Нестория, может быть вредно для простоты. Даниил принял такой ответ Максима за непослушание, непростительное, и остался в сильной досаде. Великий князь продолжал быть благосклонным к Максиму. Пользуясь этой любовью, Максим свободно обличал пороки в вельможах, в духовенстве, в народе. Он писал, что неприлично, неполезно, весьма опасно инокам владеть недвижимыми имуществами. Последнее сильно оскорбляло Даниила и ему подобных. В 1524 году великий князь Василий задумал развестись с добродетельною, но неплодную супругою своею Соломониею и вступить в новый брак с Еленою для того, чтобы иметь наследника. Митрополит Даниил одобрял средства для цели, но те, которые не хотели угождать людям более, чем Богу, свободно указывали великому князю на решение Спасителя. Прямодушный Максим был тех же мыслей. Он предложил великому князю на бумаге сочинение, начинавшееся осуждением платоугодию. «Того признавает царем, истинным и самодержцем», писал Максим Василию, «кто управляет подданными по правде и закону, а бессловесные похоти и страсти старается преодолевать в себе. Кто побеждается ими в оскорблении смыслу, тот не образ одушевленный Владыки Небесного, а бессловесное животное в виде человека». Великий князь Василий и в других случаях не любил противоречий воли его. Теперь положил он показать, что виновны несогласные с его желанием. В начале февраля 1525 года Максим брошен был в кандалах в темницу Симоновской обители. Прежде всего старались запутать его в дело двух бояр, открыв, что они имели сношение с Максимом. Максим не скрывал, что они бывали у него для бесед, не скрывал ни того, что говорили они, ни того, что он им говорил. Жалуясь на нововведения, они говорили, «Страна, которая изменяет свои обычаи, долго не стоит». Максим отвечал на то, «Страна, которая приступает к заповеди Божии, должна ждать себе казни от Бога». А обычаи земные и царские Государи изменяют по усмотрению нужды в том государства. Не успев обвинить Максима по этому делу, обратились к делам церковным. То во дворе князя, то в покоях митрополита осыпали Максима обвинениями в порче книг, оскорбительной для веры. Спешили произнесть приговор. Максим еретик портит книги. Великий князь с своей стороны объявил Максима виновным в том, что будто он возбуждал султана к войне против великого князя. Понятно, что это такая же правда, как и то, что Максим еретик. Но Максима схватили и вывезли из Москвы так тайно, что в Москве долго не знали, жив ли он. Исповедник правды Баковых отправлен был в Балакаламскую темницу. Здесь от дыма и смрада, от оков и побоев по временам приходил он в омертвение. Но здесь же явившийся ему ангел сказал, терпи, старец, этими муками избавишься вечных мук. В стенах Волокаламской темницы Максим углем написал канон духу-утешителю, поныне воспеваемый церковью. Спустя шесть лет Снова потребовали Максима к духовному суду в Москву. Это потому, что в Москве лучшие люди стали говорить за Максима и против Даниила. А сам Максим не признавал себя ни в чем виновным, когда в монастыре увещевали его каяться. Надобно было оправдать себя в жестокостях с Максимом. Имея в виду такую цель, прибрали из книг Максима все, что можно было выставить против него. Максим, по его признанию, говорил, что в России книги испорчены то писцами, то переводчиками, и потому нужно поправлять и переводить их. В заключение блаженный Максим три раза повергался пред собором, умоляя о помиловании ради милости Божией, ради немощи человеческих, со слезами просил простить ему ошибки, если какие и допущены им в книгах. Максима оставили и после сего суда под запрещением церковным. Но немалым облегчением для него было то, что послали его в Тверь под надзор добродушного епископа Акакия. Акакий принял его милостиво. Особенно приятно было для Максима, что он теперь мог читать книги и писать. В 1532 году написал он для себя самого мысли, какими инок скорбный, затворенный в темнице, утешал и укреплял себя в терпении. По смерти великого князя Василия преподобный решился дать публичное оправдание возведенных на него винах. В исповедании веры он предложил свое верование вполне православное. Потом показал, что теоретическими и неумными словами наполнены не те книги, которые им исправлены, а те, которые противники его считали за святыню. Свидетель мне, писал он, Господь наш Иисус Христос, Бог истинный, много у меня беззаконий, но не знаю я за собою никакой хулы против святой христианской веры. А называвших его врагом России, сказал он, да не вменит им Господь того в согрешение тяжкое. Бог свидетель за меня недостойного пред вами благоверными. Пишу вам не по лицемерию, как будто хотел льстить вам или желал получить от вас облегчение в скорби временной, которая лежит на мне уже девятнадцать лет. Блаженный митрополит Иоасав утешил страдальца. По его благословению он мог теперь приобщаться святых тайн и ходить в церковь. Восточные патриархи просили царя Иоанна отпустить Максима в Афон. Максим сам в письме умолял о том же, но подозрительная политика того времени не имела обыкновения выполнять подобные просьбы. Троицкий игумен Артемий и добродетельные бояре упросили царя освободить Максима из Тверского заточения, и Максим, мирно принятый в Москве, с честью вступил в Сергиеву лавру. Страдалец был уже изможден тяжестью и темничной жизни, но ум его был ясен. По просьбе ученика своего Нила перевел он с греческого псалтирь. Преподобный достиг семидесятилетней старости. Дух его, очищенный огнем скорбей и страданий, стал видеть теперь далеко. Царь Иоанн посетил келью святого старца, слушал наставления его и объявил ему о намерении своем совершить путешествие в Кириллову обитель в благодарность за исцеление от болезни. Старец сказал, «Обед твой, царь, не согласен с здравым рассуждением. Вдовы сироты, убитых под казанью, льют слезы, ожидая твоей помощи. Собери их под царственный кров твой, и тогда все святые будут радоваться о тебе и помолиться за тебя. Бог и святые слышат нас не по месту, а по доброму изволению нашему». Царь не хотел отменять своего намерения, и святой старец просил вельможей сказать от него царю, «Если не послушаешь меня, который советует тебе по воле Божией, пренебрежешь кровью убитых погаными, то знай, сын твой умрет». Царь не послушался, и пророчество святого исполнилось. В 1556 году после 50-летних трудов и страданий преподобный скончался 21 января. В конце XVII века имя преподобного Максима писали в святцах. Святитель Платон устроил раку и часовню над гробом страдальца истины и правды. Из многочисленных сочинений великого страдальца истины особенно драгоценен для православной церкви ответ о исправлении книг. Доказав примерами, что в славянские книги вошли многочисленные ошибки, и иные из них до того изменили точный вид подлинников, что выставляют словами своими мысли еретические, противные святой вере, святой Максим говорит, противники скажут, ты делом своим наносишь оскорбление великим чудотворцам, давно прославившимся в русской земле. Они с этими священными книгами угодили Богу и по смерти прославлены чудесами. Не я буду отвечать им, но пусть блаженный Павел вразумит их. Он говорит, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, одному дар исцелений тем же духом, другому чудесные действия, иному пророчества, другому развлечения духов, одному дар языков, другому истолкования языков, все же сие совершает один и тот же дух, разделяя властью каждому как ему угодно. Ясно, что не даются одному все дарования духовные, и я исповедую, что по дарованию свыше прославлены в земле русские святые чудотворцы, и что богоносные отцы как были прежде, так и ныне есть, и я поклоняюсь им, как истинным угодникам Божиим, но они не приняли свыше ни дара языков различных, ни истолкования их, потому не должно удивляться, если при их величии прошло мимо их разумения исправления описок, исправленных мною. Им по их апостольскому смирению, кротости и святости жизни даны дары исцелений и чудес, другому же, хотя и грешен он больше всех, даны знания и толкования языков. Молитвами преподобного Максима Грека Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие Священномученика Клемента Епископа Анкирского Дитя Дитя Мое Дитя Мое Отпелен Осиротевшее О Сиротстве Прежде чем Об отце Своем Узнавшее Но И в Сиротстве Не Сирота Аминь. Потому что Отец У Тебе Есть Христос Обогативший Тебя Дарами. От Меня Ты Рожден Плотью Духовную Жизнь Ты Принял От Небесного Отца. Умолю Тебя Сын Мой Будь Ему Сыном Служи Ему Одному Всю Надежду Возложи На Него Одного Потому что Воистину В Нем Все Спасение Наше. Он Сошел С Небес Чтобы Возвести Нас С Собою На Небеса. Так Описывает Святой Дмитрий Ростовский Предсмертную Речь Одной Христианки Третьего Столетия К Двенадцатилетнему Сыну Ее Клименту Христианское Воспитание Которого Было Единственной Целью Ее Жизни. Так Преисполнена Была Боголюбивая Мать Этой Заботы Что Чувствуя Что Смерть Скоро Наложит Молчание На Уста Ее Она Спешила В последние Предсмертные Минуты Излить Перед Возлюбленным Сыном Всю Любовь Ее К Нему Все Попечение О Душе Его Все Наставления Для Его Дальнейшей Земной Жизни Все Упования Которые Должны Были Превратить Их Временную Разлуку В Вечное Блаженное Соединение Полу Отделившиеся Уже От Земных Оков Душа Ее Прозирала Светлую Истину Самые Тайны Будущего Открывались Ее Созерцанию И Вот Как Бы Вдохновенная Продолжала Она Последнюю Беседу С Детятею Своим Которого Воспитала Благочестием Более Чем Молоком Из Груди Своей Послушай Сын Мой Неизбежно И Близко Лютое Гонение На Всех Исповедующих Имя Христова И Ты Предстанешь Перед Царями И Властителями Воспитали Христа Я Уповаю Дитя Мое Что Скоро Процветет На Тебе Венец Мученичества Это Будет Славою Моею И Во Спасении Многих Душ Приготовь Жи Сердце Твое К Подвигу Страдальческому Чтобы Не Застало Тебя Неготовым Время Подвигов Не Бойся Сын Мой Временного Страдания Скоро Проходит Скорбь Радование Вечно Будь О Будь Исповедником Истины Да Удостоюсь Я Быть Матерью Мученика Да Прославлюсь В Тебе За Христа Страждущим И Ради Тебя Да Упокоюсь Со Святыми Да Не Будет Посрамлена Моя Надежда На Тебя Но Да Спасусь Я По Слову Апостольскому Дето Рождение Ради Да Пострадаю В Тебе Как В Моем Истинном Теле Отдай Его На Изъязвление И Возвеселюсь Я Ранами Твоими Как Бы Сама Пострадавшая Жена Еврейская Семерых Сынов Своих Предала Нам Ученичество За Благочестие И В Семи Телах Детей Своих Одною Душою Своей Пострадавшая Прибыла Непобедимую В Тебе Сына Моего Ведь И Корень Дерево Под Землею Орошается Той Уже Росою Которые Живут Ветки Его Видимые На Земле И Преподая К Сыну Своему И Расточая Нежнейшие Прощальные Приветы Ему Умирающая Мать Соединяла Уже Как Бы В Одно Желания Свои И 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 Пророчески О Блаженная Я Теперь Что Преклоняюсь К членам Мученическим Она Припав К груди Сына Своего Предала Богу Дух Свой Такой Ли Любви Умереть Христианка Продолжала Жить В Сыне Своем В Предсмертном Завете Сосредо Сосредоточившим Всю Ее Жизнь Всю Любовь Она Излилась Так Сказать Перешла В Душу Своего Сына Чтобы В Нем Продолжать Любить Христа И Принять Страдания Полную Чашу И Не Мог Остаться Без Осуществления Завет Матери Христианки Любившей И Воспитавшей Сына Своего По-христиански Он Начертался В жизни Сына Ее Не Короткими Мгновениями Или Немногими Днями Но Двадцатью Восемью Годами Страданий Которым Быть Может Не Было Подобных В мире Особенно же По Долговременности Их Оставшись После Матери Своей Вдовы Ефросинии Одиноким Сиротою Климент Был принят На попечение Другом Своей Матери Богатую И Благородную Женщину По Имени София Не Имевшую Своих Детей Едва Достигнув Двадцатилетнего Возраста И Переедя Через Низшие Степени Священства Он Был Избран В Епископы Теперь Он Стал Учителем Не Одних Детей Но Уже Целой Паствы И Действовал С Успехом Распространяя Христианство И Утверждая Всех В Добродетелях Христианских Но Не Замедлило Исполнение Предсмертного Завета Его Матери Началось Гонение Диоклетианова Одним Из Первых Подвергся Преследованию Ревностный Пастырь Климент Неумолимы И Жестоки Были Истязания Над Ним Но Терпение Его Все Превышало Мучители Уставали Мучить Его И Сменялись Одни Другими Клемен Клемен Которого Уже Нельзя Было Узнать От Ран Все Тело Его Истроган И Железом До Обнаженных Внутренностей Была Одна Сплошная Рана В Таком Состоянии Был Брошен В Темницу Но Господь Чудно Исцелил Его Спустя Несколько Времени Решено Было Отправить Климента В Рим Где Он Снова Был Подвергнут Истязанием И Тюремному Заключению Но Богу Угодно Было Совершить Над Ним Чудесное Исцеление Между Тем Народ Пораженный Подвигами Мученика И Славой У Божиих Чудес Над Ним Во Множестве Обращался К Богу Христианскому Многие Из Обращенных Приняли Мученическую Смерть Из Рима Климент Климент Был Послан В Некомидию Где Предан Он Был Мучением Потом Снова Подвергли Его Мучением В Отечественном Его Городе Анкире В Тарсе Протомился Он Многие Годы В Темнице Но Никогда Не Изнемогал Он Душою Он Как бы Освоился Состраданием Он Желал Даже Страдать Все Больше И Больше Видя Как Через Страдание Его Умножается Число Христиан Чувствуя Как Дивно Сам Господь Поддерживает Его В страданиях На Изобретение Которых Для Него Казалось Изощрилась Но Все Еще Не Утолилась Злоба Людская По Воцарении Императора Максимиана Темничные Смотрители Напомнили Городскому Начальству О Давнишних Узниках Что Делать С Этими Узниками Спрашивали Они Много Лет Были Они Мучимы От Разных Властителей Но Все Живы И Здоровы И Мы Думаем Что Не Бессмертны Ли Уже Они По Приказанию Максимиана Святой Климент Был Отправлен На Родину Правитель Здешний Луки Велел Отвести Его В темницу И Там Ежедневно Мучить До Смерти В Течение Двух Месяцев Ежедневно Били Его По Лицу И По Голове Остраю Соковатою Палкою Наносили Ему По Ста Пятидеся Ударов Весь Пол Темницы Был Залит Кровью Сами Мучители Удивлялись Его Непоколебимому Терпению От Одиннадцати Мучителей Пострадал Таким Образом Святой Климент В Продолжении Двадцати Восьмилетних Насильственных Странствований Его Из Города В Город Из Страны В Страну Наконец Преисполнилась Вожделенная Чаша Страданий Завещанная Сыну Христолюбивую Матерью Однажды Святой Климент Воспользовавшись Приездом Нового Правителя Города В ночь На День Богоявления Вышел Из Темницы И до Двадцать Третьего Января Оставался Среди Своей Паствы Совершая Божественную Службу И Наставляя Паству Который В это Время Предсказал И о приближении Своей смерти И о прекращении Гонений И о торжестве Христианства При благочестивом Царе Двадцать Двадцать Третьего Января Триста Двенадцатого Года Был он Обезглавлен Во время Самого Богослужения И совершения Бескровной Жертвы Вместе С клириками Своими Диаконами Христофором И Харитоном Останки Их Были Преданы Погребению Блаженную Софией Многострадание Святого Климента Неподражаемо И чудеса Сотворенные Им Обращение Неверующих И самих Мучителей Своих Исцеление Больных Словом И возложением Рук Неисчислимы Молитвами Священно-мученика Климента Епископа Анкирского Господи Иисусе Христе Божий Наш Помилуй Нас Аминь Во имя Отца И сына И святаго Духа Житие Блаженной Ксении Петербургской О детстве И юности Блаженной Ничего Неизвестно Память Народная Сохранила Лишь то Что связано С началом Подвига Юродства Ксении Это была Внезапная Смерть Мужа Умершего Без христианского Приготовления Андрея Федоровича Петрова Служившего В звании Полковника Певчем Придворного Хора Потрясенная Этим страшным Событием 26-летняя Вдова Решила Начать Труднейший Христианский Подвиг Казаться Безумную Дабы Принеся В жертву Богу Самое Ценное Что есть У человека Разум Умолить Создателя О помиловании Внезапно Скончавшегося Супруга Андрея По спасение Своего Мужа Ксения Отказалась От всех Благ Мира Отреклась От звания И богатства И более того От себя Самой Она Оставила Своё Имя И Приняв Имя Супруга Прошла Так Весь Свой Жизненный Путь В день Похорон Мужа Блаженная Надела Его Одежду Камзол Кафтан Штаны И Картуз И пошла Провожать Гроб Супруга Родственники Мужа И знакомые Ксении Думали Что Смерть Андрея Фёдоровича Внезапным Горем Поморочила Сознание Молодой Вдовы Не зовите Меня Больше Ксенией Но Зовите Меня Андреем Фёдоровичем С такими Словами Ксения Стала Скитаться По улицам Петербурга Сообщая Всем Знавшим Ее Что Ксенюшка Моя Скончалась И мирно Почивает На кладбище Аз же Грешный Весь Тут А вдовевшей Ксении Отошло Имущество Андрея Фёдоровича Дом Который Он имел В приходе Церкви Апостола Матфея На Петербургской Стороне Часть Этого Дома Снимала Одна Благочестивая Христианка Пороскева Антонова Хорошо Знавшая Ксению И давно Бывшая С нею В дружбе Утешая После похорон Пороскева 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 Снесу Тогда Пороскева Антонова Стала Упрашивать Ксению Не делать Этого Но Ксения Твёрдо Отвечала Господь Питает Птиц Небесных А я Не хуже Птицы Пусть Воля Его Будет Услышав О таком Решении Пороскева Из жалости К повредившейся Умом Вдове Обратилась К родственникам Её покойного Мужа С просьбой Отвратить Ксению От такого Неразумного Поступка Родные Андрея Фёдоровича Подали Прошение Начальства Умершего Чтобы оно Не позволяло Ксении В безумстве Раздавать Своё имущество Ксения Была вызвана На обследование В заключении Которого Было признано Что она Совершенно Здорова И имеет Право Распоряжаться Своим Имуществом После этого Блаженная Ксения Раздала Всё Принадлежавшее Ей И в одном Мужнином Костюме Вышла На улицу На своё Подвижническое Странствие Теперь Какого-либо Определённого Места Жительства Ксения Не имела В странном Своём Одеянии Она Целыми Днями Бродила По Петербургской Стороне По Преимуществу В районе Прихода Церкви Святого Апостола Матфея Встречающимся Знакомым И обращающимся К ней По имени Она С досадой Говорила Ну какое Вам Дело До покойницы Ксении Она Вам Ничего Худого Не сделала Через Некоторое Время Все Могли Убедиться В безумстве Молодой Вдовы Её Странный Костюм И Невразумительные Разговоры Её Кротость И Незлобие Давали Повод Злым Людям И В Особенности Шалунам Мальчишкам Глумиться Надблаженной Целыми Днями Скиталась Она По улицам Петербурга Зимой И Летом Взной И Стужу Подвергаясь Всяким Нападкам И Насмешкам Она Непрестанно Молясь Безропотно Несла Свой Спасительный Подвиг В Это Время Началось Строительство Новой Каменной Церкви На Смоленском Кладбище Воздвигнутое Строение Было уже Весьма Высоким Так что Каменщикам Приходилось Сначала Поднимать Кирпич На леса А потом Возводить Кладку Тогда Блаженная Ксения Решила Тайно По ночам Помогать Строителям Она Целыми Ночами Поднимала Кирпич И Складывала На лесах Наутро Приходили Рабочие И Очень Удивлялись Случившемуся Мало Помалу К таким Странностям Блаженные Привыкли Многие Стали Считать Что От Помрачившейся Умом Можно Ожидать Чего Угодно Однако Некоторые Наиболее Чуткие Христиане Стали Замечать Что Ксения Непростая Глупая Поберушка Милостыню Которую Ей Предлагали Она Брала Не у Каждого Но Только У Людей Доброго Сердечного Расположения Всегда Брала Только Копейку И Тут же Отдавала Ее Таким же После того Как Мужнин Камзол И Кафтан Истлели Ксения Стала Одеваться Зимой И летом В жалкие Лохмотья А на босых Ногах Распущих От мороза Носила Рваные Башмаки Многие Христиане Предлагали Ксении Теплую Одежду Обувь Милостыню Блаженная Ничего Не соглашалась Взять Но Неизменно Одевалась Либо в красную Кофточку И зеленую Юбку Либо В зеленую Кофту И красную Юбку Это Были цвета Одежды Покойного Андрея Федоровича Днем Ксения Как безумная Бродила По городу А на ночь Укрывалась От глаз Людских Выходя За город В поле И там Пребывала В молитве Блаженная Все обиды И печали Сносила Безропотно Лишь Лишь Однажды Когда Ксения Уже Стала Почитаться За угодницу Божию Жители Петербургской Стороны Видели Ее В страшном Гневе Уличные Мальчишки Завиде Юродивую Стали Над ней Смеяться Дразнить Ее Влаженная Безропотно Сносила Это Но Злые Дети Не ограничивались Одними Издевательствами Они Стали Бросать В нее Грязью И Камнями Тогда Ксения Бросилась За мальчишками Грозя Им Свою Палкую После Этого Случая Никто Не Отваживался Обидеть Блаженную Окружающие Блаженную Ксению Стали Обращать Внимание Что В ее Словах И Поступках Часто Кроется Какой-то Глубокий Смысл Замечали Что Если Ксения Просила Чего-либо Это Был Знак Грядущей Невзгоды Или Беды Для Того У Кого Она Спрашивала Если Ксения Подавала Кому-либо Что-то Это Означало Что В скором Времени Этому Человеку Будет Внезапная Радость Позднее Когда Блаженную Стали Почитать За Прозорливицу Стоило Ей Только Появиться На рынках И улицах Города Как Всякий Знавший Ее Предлагал Ей Свои Услуги Купцы Открывали Свои Лотки И прилавки Со всевозможными Съясными И прочими Товарами Все Наперебой Упрашивали Андрея Федоровича Взять Или Отведать Что-либо И замечали Что если Ксения Брала Что-нибудь У хозяина Торговля Была Очень Удачной Извозчики Завидя Блаженную Издали Гнали Лошадей Прося Ксению Проехать С ними Хотя бы Несколько Шагов Ибо Это Приносило Им Удачу Особый Дар Блаженной Ксении Состоял В устройстве Семейного Быта Христиан Матери Были Убеждены Что если Блаженная Приласкает Или Покачает В люльке Больного Ребенка Тот Непременно Выздоровеет Посему Они Завидя Ксению Спешили К ней Со своими Детьми Прося Ее Благословить Или Просто Погладить Их По голове Своим Великим Смирением Подвигом Духовной И телесной Нищеты Любви К Ближним И Молитвою Стяжала Ксения Благодатный Дар Прозорливости Этим Своим Даром Многим Она Помогала В деле Жизненного Устройства И душевного Спасения Ксения Пожелала который подарила свой дом, и говорит, «Вот ты тут сидишь, да чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал. Иди скорее на Смоленское кладбище». Пороскева весьма смущенно восприняла эту нелепицу, однако послушалась блаженную и пошла. На одной из улиц Васильевского острова у самого кладбища увидела она толпу народа и, подойдя, узнала, что какой-то извозчик сбил с ног беременную женщину. Здесь же на земле женщина родила мальчика, а сама скончалась. Все пытались узнать, кто эта женщина и где ее родственники, но тщетно. Увидев во всем случившемся перст Божий, Пороскева взяла мальчика к себе и, несмотря на усиленные старания найти отца, должна была в конечном счете усыновить младенца. Она взяла его в свой дом, бывший дом блаженный, и воспитала по всей строгости христианской жизни. До глубокой старости содержал он ее и весьма почитал, как свою мать. Пороскева благодарила Бога и рабу Божию Ксению за ее повеление принять на воспитание сына. Ксения всегда принимала участие в устроении жизни благочестивых христиан. Она часто бывала в семье Голубевых, состоявшей из матери вдовы и ее 17-летней дочери. Блаженная Ксения очень любила эту девушку за ее кроткий тихий нрав и доброе сердце. Однажды она неожиданно появилась в дверях их дома, как раз в тот момент, когда мать и дочь в столовой готовили кофе. Обратясь к дочери, Ксения сказала, «Эх, красавица, ты тут кофе варишь, а муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее туда!» Девушка была весьма смущена услышанным. «Как так?» — возразила она. «У меня не только мужа, но и жениха-то нет. А тут какой-то муж да еще жену хоронит». Но Ксения сердито настаивала, иди. На кладбище мать с дочерью увидели похоронную процессию. Хоронили молодую жену одного доктора, скончавшуюся при родах. Молодой вдовец безутешно рыдал, а, увидев могильный холм над прахом супруги, лишился чувств и свалился на руки, едва успевшим подбежать Голубевым. Когда он пришел в себя, мать и дочь, как могли, старались утешить несчастного. Так состоялось их знакомство. Через некоторое время оно возобновилось, а год спустя доктор сделал дочери Голубевой предложение. Брак их оказался счастливым, они прожили долгую и благочестивую жизнь, а, умирая, заповедали чтить память блаженной прозорливицы и следить за ее могилкой. Еще при жизни своей блаженная Ксения была многим христианам скорой в бедах помощницей. Как-то раз встретила она одну благочестивую женщину, свою знакомую, и, остановив ее, вручила ей медный пятак с изображением всадника и сказала «Возьми пятак, тут царь на коне потухнет». Ничего более не добавив, она пошла дальше. Обескураженная женщина отправилась домой, недоумевая, что бы могли значить слова Ксении. Едва выйдя на свою улицу, она с ужасом увидела, что в ее доме пожар. Но не успела она даже добежать до поглощаемого пламенем строения, случилось чудо. По милости Божией огонь удалось остановить, людская помощь подоспела вовремя. Тут только поняла женщина, что означали слова блаженной «Возьми пятак, потухнет». Блаженная Ксения в подвиги ее родства подвязалась 45 лет. Можно утверждать, что блаженная отошла ко Господу в самом начале XIX века, около 1803 года. Отпевание добровольной страдалицы совершалось в церкви апостола Матфея. Погребена была святая угодница Божия на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое время помогала строить церковь в честь иконы Божьей Матери, именуемой Смоленская. Молитвами блаженной Ксении Петербургской, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Вселенский учитель и святитель, друг, сверстник и сподвижник святого Василия Великого родился от благородных, небедных и благочестивых христианских родителей Григория, бывшего епископом Назианским, и Нонны, около 328 года. Благочестивая Нонна в молитвах своих просила у Бога даровать ей сына и обещалась посвятить его на особенное служение Господу, как нового Самуила. В сновидении открыты были ей образ и имя будущего сына ее Григория. Благословенный сын с рождением получил превосходный ум, расположение к наукам и уединению, созревшее под влиянием благочестивой матери, которая, занимаясь первоначальным его воспитанием, многократно внушала отроку, что он есть плод молитв и обета ее. Добрый сын слагал в сердце своем слова матери, которая говорила «Я, как обещала, приношу тебя Богу, исполни же мое желание. Ты рожден у меня по молитвам моим, о том теперь и молюсь, чтобы ты был совершен. Вручаю тебе, сын мой, это драгоценное сокровище. Обладай им во всю настоящую жизнь твою, а в будущей получишь еще лучшее благо». Сын исполнил волю матери. «Меня не пленяли, — говорит он, — прекрасные волны шелковых одежд. Не любил я продолжительных трапез, Не любил присыщать чрево, эту погибельную мать, плотовугодия. Не любил жить в огромных и великолепных палатах. Не расслаблял я сердце музыкальными звуками, нежно потрясающими слух. Меня не упоевало негою роскошное испарение благовонных мазей. Серебро и золото предоставлял я другим. Для меня приятен кусок хлеба. У меня сладкая приправа — соль, и питье трезвенное — вода. Моё лучшее богатство — Христос, который непрестанно возносит ум мой горе. Не нужны мне честь, которая проходит скорее разливающегося дыхания, И скорогибнущая слава. Не важно для меня иметь могущество в городах или между гражданами, Увеселяться лживыми мечтами, которые одна за другою приходят и исчезают. Но меня сподобил Христос преимущественной славы. Сперва дал меня в дар матери, которая молилась из глубины сердца, И сам принял меня в дар от родителей. А потом ночными видениями вселил в меня любовь к целомудренной жизни. С такой наклонностью сердца святой Григорий занимался науками в Кесарии Каппадокийской, Учился в Кесарии Палестинской, потом в Александрии и, наконец, в Афинах, Куда, плывя на корабле в месяце ноябре, он чрезвычайно устрашен был морской бурею, Потому что боялся умереть без крещения. «Двадцать дней и ночей, — говорит Григорий, — лежал я на корме корабельной, Моля милосердного Бога о спасении. И в этой-то опасности я дал обет — посвятить себя Богу и по обете спасся». Григорий Прилежный долго занимался науками. В Афинах он совершенно познакомился и на всю жизнь подружился с Василием Великим. «Все познания, — говорит Григорий, — повергнув долу, — положил я к стопам Христовым, Чтобы они уступили Слову Великого Бога, Который затмевает Собою всякое извитие и многообразное Слово ума человеческого». Григорий тайно оставил Афины, Возвратился к родителям около тридцати лет от рождения, И, приняв святое крещение, Решился удалиться в безмолвную пустыню. Только усильные просьбы сограждан, Которые надеялись иметь его наставником красноречия, А еще более любовь к престарелым родителям, Для которых хотел он быть утешителем и помощником, Отвлекли его на время от исполнения благочестивого его намерения. Жизнь при родителях, Возложившая на Григория обязанности хозяина и господина дома, Управление домочадцами, Которые, говорит святой Григорий, К строптивым господам питают всегдашнюю ненависть, К ротким не имеют уважения, К злым не снисходительны, А добрым не благопокорны, На тех и других дышат неразумным гневом, А сверх того преимущество злых пред добрыми, Лихоимство блюстителей правосудия, Которые могут быть куплены тою и другою стороною, Невозможность с такими людьми без помощи Божией Избежать лихоимства, лжей и хитросплетений, Все это в полном свете показало Григорию превратность и тщету земного, И навсегда отвлекло высокий дух его от земли на небо. После различных неудовольствий в обществе, Святой Григорий прибыл в пустыню к святому Василию, И углубился в спасительное созерцание небесных предметов. В пустыне Василий и Григорий вместе молились, Занимались и работали. С тех пор, говорит он, Я умер для мира и мир для меня. О, если бы я в ранние дни моей жизни Сокрылся в пропастях земных Или в вертепах, Или в горах, Свободный от всех суетных попечений о житейском, Я навсегда бы себя посвятил единому Христу И в удалении от шума людского Чистым умом возносился бы к Богу, Доколе, наконец, смерть не отверзла бы Надежде моей дверь неба. Но два друга инока, Призываемые нуждами церкви, Возмущаемые лжеучителями, Опять разлучились для блага церкви. Призываемый престарелым отцом, Григорий возвратился в Назианс. Отец убедил и принудил Григория Принять сан пресвитера, На принятие которого Он согласился с чрезвычайной неохотою Как по важности сана, Который требует высокой святости и способности, Так и по трудным обстоятельствам времени, В которой лжеучители Постоянно возмущали церковь. В сане пресвитера Святой Григорий занимался наставлением Оглашенных и проповедью слова. Тяготя своим избранием, Григорий вскоре удалился в пустыню Васильеву, Но снедаемый любовью к престарелому отцу своему И верному народу, Смущаемый примером пророка Ионы И страша сделаться противником Богу, Он возвращается к празднику Пасхи в Назианс. Пришедший из пустыни на помощь церкви Назианской, Григорий неусыпно стоял на страже для ее мира. Одной из главных его заслуг было Примирение отца своего, епископа, С иноками, отделившимися от общения с ним за то, Что он по своей простоте подписал Двусмысленное изложение веры. Своей проповедью, растворенной духом кротости И сопутствуемой непрестанными молитвами, Святой Григорий успел Примирить паству Назианскую с ее епископом. В 371 году Святой Григорий, Вопреки своим ожиданиям, Избран был на степень епископа Святым Василием Великим По согласию с родителем Григория, На новооткрытую Святым Василием В Каппадокии кафедру Сосимскую. Но епископ Анфим Не допустил святого Григория к кафедре. Григорий оставил Назианц, Удалился на одну гору, И там служил больным И назидал их поучениями. По желанию престарелого родителя своего, Григорий снова возвратился в Назианц И сделался помощником отца своего В делах епископства и святого Василия Великого. По смерти отца своего Григорий остался блюстителем Церкви Назианской только ненадолго. Здесь он получил известие О смерти вселенского светильника Святого Василия Великого, При погребении которого Святой Григорий не мог быть По болезни своей. В 379 году Православная Церковь, Ободренная по смерти Валента, покровителя Ариан, И, смущаемая вновь возникшим Лжеучением, Призвала Григория На защиту угнетаемого Православия Константинополь. Из всех церквей Востока Константинопольская Особенно порабощена была Лжеучителями. Кроме Ариан В ней появились многие другие ереси, А православные, Которых было там немало, Жили без пастыря и церкви. Никто более Святого Григория Не был способен восстановить Константинопольскую церковь. Это был муж, Благочестивейший, И своим благочестием Превосходил всех современников. Его добродетели, Учения, Красноречия Приобрели ему великое уважение. Православные миряне Константинополя И епископы Призывали его принять Попечение Об оставленной церкви. Он Уступил. Святой Григорий Вскоре сделался в Цареграде Удивлением для всех Своим глубоким знанием Писания, Своим суждением Правильным и властным, Своим воображением Плодотворным И блистательным, Своей необычайной Легкостью объяснения, Своей речью Точную И сжатою. Проповеди, Им произносимые В храме Анастасии, Привлекали к нему Многочисленных слушателей, Не только православных, Но и разномыслящих христиан, И даже язычников. Слушатели волновались Около кафедры его, Подобно бурному морю, Громко выражали знаки Одобрения, Рукоплесканиями И восклицаниями, И записывали слова его. За свое Высокое Богословское учение О Святой Троице, Чего так долго лишены были Христиане, Святитель назван Богословом, Подобно древнейшему Богослову, Святому Евангелисту Иоанну. Простота и чистота поведения И любомудрия Привлекли к Григорию Любовь народа. Заботясь о восстановлении Правосудия и благоустройства Между православными, Потрясенными лжеучителями, Святитель сильно припирался Против них И сделал их Своими Личными врагами. Они преследовали его Насмешками, Клеветами, Посягали на его жизнь, Врывались в его малую церковь, Вооруженные палками и камнями, Влачили его предсудилище Как возмутителя, Бросали в него камнями. На все оскорбления Григорий отвечал молчанием И терпением Во имя Иисуса Христа. Император, Признательный святому Григорию За его успешные труды На пользу православия, Решился верить его управлению Великую или главную церковь Константинопольскую. По этому случаю Множество ориан Собралось в столицу, Все улицы наполнились ими, Только император Своим присутствием Удержал ярость еретиков Против святого Григория, Который отвечал им Одними вздохами и слезами. Император и Григорий, Окруженные духовенством, Торжественно вступили во храм. Все единодушно криками Обнаружили пред императором Желание видеть Григория На Константинопольской Первосвятительской кафедре. Благочестивый Феодосий, Желая водворить мир в церкви И, зная о святой жизни И высоких достоинствах ума его, Охотно согласился на избрание его Константинопольским иерархом. Но святой Григорий Принял избрание Только в надежде, Что на этой кафедре Бог поможет ему Соединить Восток и Запад, С давнего времени разделенные По поводу антиохийского раскола. Святые отцы Второго Вселенского собора До прибытия на собор Епископов Египетских и Македонских Утвердили святого Григория В 381 году Архиепископом Константинопольским. Присутствовал на этом соборе И святой Григорий. Полагают, Что в составлении символа веры С восьмого члена до конца Принимал ближайшее участие Святой Григорий Богослов. Между тем, По поводу возведения Григория На кафедру Константинопольскую Возникли неудовольствия Со стороны епископов. Святой Григорий Многократно говорил В оправдании свое. Я пришел не по своей воле, Не по собственному вызову, Как многие ныне вторгаются в председатели, Но призванный, принужденный и покорный Страху и духу. Народ, Кипя ревностью и гневом, Несмотря на мой вопль и слезы, Возвел меня на этот престол. Когда же несогласие между епископами Не прекращалось, Григорий, Став посреди собора, Сказал, Мужи И пастыри, Я не лучший и он и пророка, Повергните и меня в море, Только да умолкнут пренья. Святой Григорий утвердился В своем намерении Оставить Константинополь. Он просил у императора, Как благодеяния, Позволение удалиться из столицы, Представляя причиной своего прошения Телесную немощь, По которой царь согласился Уволить его. Пред своим удалением Из Константинополя Святой Григорий произнес Главной или Великой Церкви Трогательное прощальное слово. Любезные пастыри И сопастыри, Вознаградите меня за труды, Чем же? Не тем, о чем подумали бы некоторые, Способные подозревать всякого, Но тем, чего безопасно желать. Успокойте меня От долговременных трудов, Уважьте эту седину, Почтите мое странничество И введите на мое место Другого, Кто мог бы во всем Удовольствовать вас И нести церковные попечения, Ибо настоящее время Особенно требует таких пастырей, А у меня, Видите, в каком состоянии тело, Истощенное временем, Болезнью, Трудами. На что вам нужен старик робкий, Ослабевший, Умирающий, так сказать, Ежедневно, не телом только, Но и заботами, Старик, Который и это с трудом говорит вам, Поверьте голосу учителя, Так как никогда не отказывали ему В доверенности. Я устал, Слушая обвинения моей кротости, Устал, Припираясь и с словом, И с завистью, И с врагами, И с своими. Поставьте над собою другого, Который бы угоден был народу, А мне дайте пустыню, Сельскую жизнь И Бога. Отказавшись в 381 году, Добровольно от управления Константинопольской церковью, К великому огорчению царя и народа, Великий святитель отправился в Кесарию, Где и произнес похвальное Или надгробное слово Святому Василию Великому. Последние дни своей многотрудной жизни Святитель провел в уединении, В отеческой весе. Весь пост пред Пасхой Он провел в молчании И написал стихотворение На безмолвие во время поста, Чтобы дать отчет в подвиге своего молчания. И другое стихотворение Песнь Христу, Желая прекратить молчание Словословием Воскресшего Иисуса Христа. По удалении Из Константинополя Святой Григорий Жил около семи лет, Проводя время в молитве, В отдохновении В лесу и в поле, В путешествиях на теплые воды И в обители, В переписке, Походатайству О разных лицах И прочем. Испытавши Непостоянство Настоящей жизни, Святой Григорий Изобразил превратность Ее в сильных чертах. «Много путей Многобедственной жизни», Говорит он, И каждый исполнен Своих скорбей. Богатство Неверно, Бедность Оковы, Красота Краткий блеск молнии, Молодость Зной лета, Старость Печальный запад жизни, Красноречие Парящая птица, Слава Воздух, Изобилие Притеснитель, Супружество Иго, Многочадие Необходимая Забота, Бесчадие Болезнь, Собрание Изобретателей Пороков, Уединение Бездействия, Искусство, Занятие людей Прилепленных К земле, Горик Чужой кусок Хлеба, Тяжело Возделывать Землю, Мореплаватели Часто Плывут К своей Могиле, Страна Чуждая Приносит Бесчестие, Все Здесь Скорбь Для Смертных, Все Здешнее Смех, Пух, Тень, Призрак, Роса, Дуновение, Перо, Пар, Сон, Волна, Поток, След корабля, Ветер, Прах, Круг, Всегда Кружащийся И все Одинаково Вращающий И неподвижный, И вертящийся, И разрушающийся, И Непременный Во временах Года, Днях, Ночах, Трудах, Смертях, Заботах, Забавах, Болезнях, Лишениях И успехах, И это Есть Определение Твоей Премудрости Творче И Слово. Все Непостоянно, Чтобы мы Сохраняли в себе Любовь К постоянному. Одно Прекрасно И прочно Для человека Взять крест И Приселяться Отсели В 390 году 25 января Григорий Скончался, Имея 62 года От рождения Своего. Молитвами Святителя Григория Богослова Господи Иисусе Христе Боже Наш Помилуй Нас Аминь Во имя Отца Иисусе 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 Житие Святой Мученице Перпетуйя Святая Перпетуйя Гражданка Карфагенская Дочь Знатных Родителей Супруга Знатного Человека Рано Овдовела И дала Обет Жить Только Для Бога И Воспитание Единственного Детяти Своего Она Еще Не была Крещена Но Приготовлялась К окрещению Как 7 марта 202 Года По указу Императора Септимия Севера В Карфагене Ее Схватили Вместе С некоторыми Другими Подобно Ей Оглашаемыми То есть Готовившимися К окрещению И Изучившими Истинной Веры Христианской В то Время У Перпитуи Были В живых Родители Преклонных Лет И два Брата Из числа Оглашаемых Она Должна Была С ними Расстаться И Оставить На чужих Руках Грудное Дитя Которое Кормило Собственным Молоком Она Сама Описала Жизнь Свою В тюрьме И дальнейшие Происшествия А запись О мученической Кончине Сделана Очевидцем И Для Очевидцев Мы были Еще Вместе С Нашими Тиранами Когда Мой Отец Пришел Употребить Новые Усилия Для Того Чтобы Тронуть Меня И Убедить На Перемену Решимости Батюшка Сказала Я Видишь Ли Этот Сосуд Глиняный Вижу Сказал Он Можно Ли Продолжала Я Дать Ему Другое Название Кроме Того Какое Он Уже Имеет Нет Ответил Он Точно Так же Сказала Я Ему И Я Не Могу Быть Иною Нежели Какое Существую Теперь То Есть Теперь Я Христианка При этом Ответе Моем Отец Бросился На Меня С Целью Выколоть Мне Глаза Но Ограничился Только Грубым Обращением Со Мной Он Растерялся Видя Что При Всех Хитростях Им Употребляемых На Совращение Меня Он Не В силах Уговорить Меня Я Восблагодарила Бога За то Что Несколько Дней Не Видалась С Отцом Так Как Его Дозволила Мне Несколько Успокоиться Через Несколько Времени Мы Были Крещены Дух Святый При Моем Выходе Из Воды Внушил Мне Более Не Желать Ничего Как Только Терпение Среди Мучений Спустя Несколько Времени Нас Заключили В Темницу Суровость Сырость И теплота Места С первого Раза Поразили Меня Потому что Я не имела Понятия О местах Такого Рода Ох Как тяжек Для меня Тот День Какой Страшный Жар Там Было Душно И Тесно Кроме Того Нам Приходилось Каждую Секунду Видеть И И И И И И И Нас Карауливших Наконец Меня Мучило Особенно То Что Моего Малютки При мне Не Было Но Спасибо Терцу И Помпну Двум Добрым Дьяконам Они Хоть За Деньги А Все-таки Достигли Того Что Нам Дали Помещение Попросторнее Где Мы Начали Дышать Свободнее Каждый хлопотал о себе. Истинно, я сильно была тронута, увидевши, какую любовь они имели ко мне. Долго я тосковала, но после усиленных просьб, оставившей при себе младенца, я скоро успокоилась. Я благодушевствовала. Тюрьма сделалась для меня приятным жилищем. Мне хотелось умереть именно здесь, а не в другом месте. Однажды мой брат сказал мне, — Сестрица, я уверен, что ты имеешь много силы перед Богом. Воспроси же его, умоляю тебя, о том, чтобы он дал знать в сновидении или иначе как-нибудь, придется ли тебе пожертвовать жизнью, или ты будешь возвращена, а то слона назад. Зная, что я иногда имела утешение сподобляться от Бога откровений и получала каждый день тысячу знаков Его благости ко мне, я обратилась с молитву Господу, который сподобил меня сновидение. Вот оно. Я видела золотую лестницу, чрезвычайно высокую, которая доходила от земли до неба, но столь узкую, что едва можно было восходить по ней только по одиночке. Бока этой лестницы были увешаны и утыканы острыми мечами, охотничьими ножами, дротиками, косами, кинжалами и длинными пиками, так что если кто пойдет по ней без осторожности, не глядя постоянно вверх, тот не может остаться целым среди таких орудий, и невольно придется оставить среди них значительную часть своего тела. При нижнем конце лестницы был страшный дракон, который, казалось, постоянно готов был броситься на тех, которые покушались взойти. Сатир, брат мой, постоянно домогался этого, и он взошел первым. Дошедший благополучно до самой последней ступени лестницы, он обратился ко мне со словами «Перпетуя, я жду тебя, но опасайся, чтобы дракон не поглотил тебя». Я ему ответила «Я не боюсь его». И тотчас решилась идти по лестнице во имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда дракон, как бы испугавшись, тихо отворотил свою голову, и когда я подняла ногу на лестницу, тогда он послужил для меня первую ступенькую. Возошедши на лестницу, я очутилась в огромном саду, посреди которого я увидела благообразного человека в пастушеской одежде. Волосы у него белые, как снег. Тут при нем было стадо овец, которых он доил, и вокруг его было бесчисленное множество лиц, одетых в белое платье. Он увидел меня и, назвавши по имени, сказал мне «Дочь моя, ты благополучно прошла». И дал мне молока, которое он только что выдаил. Оно было так густо, как свернувшееся молоко. Я приняла его, сложивши руки, и съела. Бывшие тут сказали «Аминь». Я проснулась при этом слове и действительно почувствовала во рту что-то очень сладкое. При первом свидании с братом я ему рассказала свое сновидение, и мы из него заключили, что нам скоро придется умереть среди мучений. С этого времени мы всецело стали отрешаться от земных предметов, и все свои мысли сосредоточили в вечности. Через несколько дней, когда разнеслась молва, что нас поведут к допросу, приходит мой отец. Печаль отпечатывалась на его лице. Смертельная скорбь снедала его. Он подходит ко мне и говорит «Дочь моя, сжалься над сединами своего отца, если я только стою того, чтобы называться твоим отцом. Если есть еще память в тебе о тех нежных и особенных заботах, которые я переносил при воспитании тебя. Если ты еще признаешь, что моя крайняя любовь к тебе заставила меня предпочесть тебя обоим твоим братьям, то не будь виновницей того, чтобы я сделался предметом позора для целого города. Тронься взорами твоих братьев. Посмотри на родную мать, на свекровь, на свое дитя, которое не останется в живых без тебя. Убавь несколько этой хвастливой отважности упорства. Подумай немножко и не подвергай всех нас неизбежному стыду. Кто из нас посмеет выйти в люди, если ты кончишь жизнь от руки палача? Пощади свою жизнь для того, чтобы не погубить всех нас». Говоря это, он целовал у меня руки. После того он в слезах, бросившись к ногам моим, назвал меня госпожою. Признаюсь, я проникала с сильную скорбью, когда размышляла, что только отец мой останется один таким, который не извлечет никакой пользы от моей кончины. «Батюшка», — сказала я, — «не тоской так. Пусть будет только то, что будет угодно Богу. Мы не властны в себе, но зависим от Его воли». Со скорбью и в непонятном унынии удалился мой отец. Однажды во время обеда вдруг приказывают нам явиться к допросу. Лишь только по городу прошла об этом молва, в одну минуту зала, где допрашивают, наполнилась народом. Нас заставили войти на что-то вроде сцены театральной, где судья имел свой стул. Все, отвечавшие прежде меня, громко исповедовали Иисуса Христа. Когда дошла очередь до меня, и когда я уже приготовилась давать ответ, в ту минуту явился мой отец с моим младенцем на руках слуги. Он отодвинул меня на несколько от судейского места и в самых сильных словах умолял меня. «Уже ли ты будешь», — говорил он бесчувственно, к несчастьям, которые грозят этому невинному созданию, получившему жизнь от тебя? Тогда председатель по имени Илари, преемник проконсула Минуции Тиминьяна, недавно умершего, присоединился к моему отцу и обратился ко мне с такими словами. «Уже ли седые волосы отца, которого ты хочешь сделать несчастным, и невинность этого младенца, имеющего остаться круглым сиротою вследствие твоей смерти, уже ли это не в силах тронуть тебя? Только принеси жертву за здоровье императоров!» Я ответила, «Ни за что не принесу жертвы!» Илари возразил, «Так ты христианка?» «Да», «Так ответила я». Между тем мой отец, все еще не терявший надежды уговорить меня и стоявший тут, получил удар палкою от привратника, которому Илари приказал вывести его. Удар был чувствителен для меня. Я ахнула, увидавши, что из-за меня так грубо и низко обращаются с моим отцом и сожалела о несчастной его старости. В то же самое время судья произнес приговор, по которому мы должны быть брошены зверям. Выслушавши решение, мы сошли с трибуны и с радостью пошли по дороге, ведущей в темницу. Как только я вошла в тюрьму, тотчас послала дьякона Помпана попросить дитя у моего отца, который никак не хотел мне дать его. И, по милости Божией, дитя более не имело нужды в молоке матери, и я нисколько не была расстроена от моего молока. Таким образом, я была вполне спокойна в душе, ничто меня не опечаливало. Немного прошло времени после того, и нас перевели в темницу, так как мы были назначены для представлений, которые должны были даваться в кампе в день рождения гетты Цезаря. На всех на нас наложены были цепи до того дня, в которые нас нужно было выдать зверям. По прошествии нескольких дней начальник темничной стражи, замечая, что Бог покровительствовал нам обильно, сделал столь великую честь нам, что дозволил свободно входить к нам нашим братьям, которые приходили к нам, с одной стороны, с целью утешить нас, а с другой — самим получить утешение. Но за несколько дней до представлений я увидала, что входит мой отец туда, где мы были, в тяжком и мрачном унынии, которого нельзя изобразить. Он рвал свою бороду, бросался на землю и лежал на ней, обернувшись к ней лицом, издавая крик и всячески проклиная тот день, в который он родился. Он горевал о том, что прожил так много времени. Он называл свою старость несчастную. Одним словом, он говорил так печально и трогательно, что доводил до слез, слушавших его, и возбуждал в них сочувствие к себе. Я умирал от скорби, смотря на жалкое его положение. Вот я записала все, что происходило со мною до дня представлений. Если кто хочет продолжить рассказ этот, что было после, он может это сделать. Продолжим же историю перпетуя. Наконец настал день, в который должно было открыться торжество наших великодушных подвижников и ротоборцев. Их вывели из тюрьмы за тем, чтобы представить в амфитеатр. Радость отпечатывалась в их лицах, в их глазах. Она выказывалась в их жестах. Она же выказывалась в их речах. Перпетуя шла позади всех. Спокойствие ее духа было заметно на ее лице и походке. Когда же пришли к воротам амфитеатра, на них хотели надеть одежды жрецов Сатурна, а на женщин – одежду, какую носят жрицы Цицеры. Но эти мужественные воины Бога истинного, всегда твердые, непоглебимые в верности, засвидетельствовали склятвою и сказали «Мы пришли сюда добровольно, вследствие данного нам слова не принуждать нас ни к чему такому, что не угодно Богу нашему». На этот раз несправедливость уступила справедливости. Трибун согласился на их предложение явиться в амфитеатр в их обыкновенном платье. Кроме того, демон, предчувствуя, что слабый пол готовился одержать над ним победу, с досады сделал то, что против обыкновения назначили дикую и бешеную корову для борьбы с Перпетуей и другими женщинами. Вслед за тем сняли с них платье и пустили их ногами за решетку. Но весь народ, бывший на этом зрелище, был объят ужасом и сожалением, видя молодую, нежную, знаменитую по происхождению гражданку, верную своему покойному мужу, вдову, сердобольную мать, твердую христианку. Поэтому ее снова увели за перегородку и позволили ей одеться в свое платье. Перпетуя тотчас выступила вперед, корова хватает ее, поднимает и бросает на спину. Молодая страдалица, усмирившая ее и заметив, что платье ее изодрано, проворно закрылась, занятая не столько болью, которую ощущала, сколько опасаясь за свою честь, которая могла тут пострадать. Фелицитата, заметившая, что свирепая корова медленно действовала, а Перпетуя лежала на сцене, подбежала к Перпетюе и, подавшая ей руку, помогла ей подняться. И обе они выставили себя, готовыми выдержать новое нападение. Но народ, хотя и оставался по-прежнему жестоким, не хотел их в эти минуты вызвать на бой. Они пришли к воротам Сан-Вивария, где Перпетюе было узнано одним оглашенным, имя которого Рустик. Это достойное удивление женщина, как бы пробудившись после глубокого сна, спрашивала, когда ее избавили от этой яростной коровы. Ей рассказали, как было дело, она ни за что не хотела этому верить, и только узнавши оглашенного и взглянувши на свое платье, изорванное во многих местах, и на несколько ран, на которые ей указали, только тогда она поверила. Затем, подозвавши к себе брата оглашенного, она сказала, «Прибывайте в вере, любите друг друга и не соблазняйтесь моими мучениями». В это время сатир, удалившись в один из портиков амфитеатра, сказал Пуденту, «Не говорил ли я тебе раньше, что звери мне ничего не сделают, и что все мои желания, кроме одного, исполнятся? Так веры же и ты от всего сердца в того, в кого я верую. Вот леопард должен лишить меня жизни». И действительно, к концу представлений леопард, бросившись на него, ударом зубов так его ранил, что кровь полилась из него большою струею, так что народ кричал, «Вот крещающийся еще раз!» Тогда, обращая свои последние взоры к Пуденту, сатир сказал, «Прощай, мой друг, помни о моей вере и подражай ей. И не досмущает тебя моя кончина, но, напротив, пусть ободряет и укрепляет она тебя на страдания». Затем, снявши со своего пальца перстень, он окунул его в своей крови и, подавая его Пуденту, сказал, «Прими его в залог нашей дружбы, носи его из-за любви ко мне, и пусть кровь, которую он обогрен, напоминает тебе о том, что я сегодня проливаю ее ради Иисуса Христа». После сего он был перенесен туда, где кончали жизнь те лица, которые не умирали от своих ран. Но когда кровожадный народ потребовал, чтобы другие мученики только слегка ранены и были снова выведены на сцену и уже на неизбежную смерть, тогда они сами собою, все вместе, поднявшись с мест своих и давши друг другу святое лапзание мира, взошли туда, куда народ требовал. Все они встретили смерть без малейшего волнения, не испустив ни одного звука жалобы, даже ни одного стона. Сатир, сообразно с видением перпетуй, в котором он показался вперед всех в зашедшем на высоту чудной лестнице, скончался вперед всех. За ним перпетуя. К несчастью, она попала в руки гладиатора весьма небойкого, которого дрожащая непривычная рука, нанося перпетуй только легкие раны, заставляла ее долго мучиться, поэтому она была вынуждена сама поднести к своей шее меч этого неопытного ротоборца, указывая ему место, где он должен воткнуть меч. Он так и сделал. Молитвами святой мученицы перпетуй, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Субтитры Иисусе Субтитры Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие равноапостольного Николая архиепископа Японского Святой равноапостольный Николай архиепископ Японский в миру Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 1836 года. В селе Березе Бельского уезда Смоленской губернии. Родители его были духовного звания, жизнь их протекала в крайней бедности. Мальчика отдали на обучение в бурсу, где, испытывая многие решения, постигал он науки. Иоанн, с детства отличавшийся прекрасными умственными способностями и живым веселым характером, блестяще окончил в 1856 году семинарию и был принят на казенный кошт в Петербургскую духовную академию. Учась на четвертом курсе, совершенно случайно прочитал он приглашение занять место настоятеля домовой церкви при русском консульстве в Хакодате в Японии. Оставив приглашение без внимания, Иоанн Дмитриевич во время всеночной совершенно неожиданно для себя решает отправиться в Японию для проповеди христианства. Он подает прошение и 8 июня 1860 года получает назначение в Хакодате. 24 июня 1860 года Иоанн был пострижен в монашество с наречением имени Николая, 29 рукоположен в Иеродиакона и 30 в Иеромонаха. Вскоре после этого отец Николай отправился в Японию через Сибирь. В Николаевске ему пришлось провести зиму. Тут состоялась его встреча с прославленным миссионером архиепископом Иннокентием, впоследствии митрополитом московским апостолом Америки и Сибири, который ласково принял его и благословил. 2 июня 1861 года иеромонах Николай прибыл в Хакодатэ. Но начать миссионерскую деятельность молодому иноку было чрезвычайно трудно. О том времени святитель вспоминал. Тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи. Исповедание христианской религии было запрещено под страхом смертной казни. Святитель Николай стал изучать японский язык и через восемь лет упорных трудов достиг того, что стал как бы природным японцем, отлично знающим историю и всю японскую литературу как древнюю, так и новую. Изучая страну, язык, присматриваясь к жизни японцев, святитель Божий стал понемногу сеять семена христианского учения. Первым, обращенным им ко Христу, был один из тогдашних врагов христианства известнейший в Хакодате фехтовальщик Савабе, дававший уроки сыну русского консула. Однажды, после долгих и враждебных присматриваний к православному монаху-священнику, Савабе вызвал отца Николая на разговор о Боге, исповедовать которого тот прибыл в Японию. Через неделю таких бесед Савабе сделался в душе своей христианина. У Савабе был друг Сакай, доктор-конфуцианец, которому он стал сообщать свои познания о Христовом учении и старался передать свою веру. Вскоре и он сделался не только последователем и проповедником Христа, но и великим постником и молитвенником. Когда Савабе и Сакай сделались христианами, отец Николай увидел, что наступило время для проповеди евангельского слова. И в 1869 году отправился в Россию, чтобы просить Святейший Синод основать миссию в Японии. По возвращении в Хакодате он нашел, что ревностный Савабе уже образовал маленькую церковь. У него собралось несколько молодых, хорошо образованных сизоку, дворян из Синдая, впоследствии ставших священнослужителями Матфей Качета, Петр Сосачала, Яков Такая, Иоанн Оно, Павел Суда и некоторые другие. В 1870 году миссия была открыта, аеромонах Николай возведен в сан Архимандрита. С 1873 года, когда последовала отмена антихристианских эдиктов, его трудами православная проповедь стала открыто раздаваться в Японии. Церковь Христова, основанная тайно в Хакодата, стала расти и крепнуть по всей Японии. Начали строиться храмы, совершаться богослужения, устраиваться публичные диспуты и собеседования, образовываться христианские общины, открываться школы и семинарии. В признании заслуг Архимандрита Николая Святейший Синод 30 марта 1880 года в Петербурге рукоположил его в епископа Японского. Находясь в России, святитель Николай предпринял сбор пожертвований на строительство православного храма в Токио. Храм возводился посреди японской столицы на холме Суругудай, который был куплен России для русской миссии и 24 февраля 1891 года был торжественно освящен совершением божественной литургии. Возле собора, который получил в народе имя Сейдо Никорай, храм Николай, располагались духовные семинарии, женское училище, миссионерское управление, типография, жилища архиепископа и ближайших его помощников. К этому времени в Японии уже насчитывалось 216 православных общин, а число обращенных христианства приближалось к 19 тысячам. 30 лет с великим усердием святитель Николай трудился над переводом на японский язык священного писания и богослужебных книг. Им переведены почти весь Ветхий Завет, весь Новый Завет, весь круг богослужебных книг, а также православное вероисповедание святителя Дмитрия Ростовского, Катехизис, Краткая Священная История и многое другое. Под его руководством сделаны переводы лучших богословских сочинений и других книг. Кроме того, святитель устроил прекрасную православную библиотеку, одних европейских книг. В ней насчитывалось свыше 12 тысяч названий на английском, французском, немецком языках, но более всего на русском. Владыкой основаны православные японские журналы, православный вестник, православная беседа. Все свои материальные средства он отдавал на нужды церкви, покрывая тем самым недостатки в содержании школ, редакций, проповедников. Он не отказывался жертвовать на постройку новых молитвенных домов и на случайные нужды бедных христиан, на обеспечение бедных семейств после пожаров и землетрясений, столь частых в Японии. При этом сам владыка не имел подчас самого простого и необходимого. Например, дома его можно было увидеть одетым подобно какому-нибудь пустыннику, в грубой, местами заплатанный подрясник, а на улице идущим пешком с тростью в руке. Почти полвека апостольского служения в Японии святитель Николай подвергался преследованиям и клеветам, его даже называли русским шпионом. Но самое скорбное и тяжелое время пришлось на русско-японскую войну 1904-1905 годов. Вражда, которую японское общество питало к православию и любым его проявлениям, переросла в истерии. Все время войны святитель был лишен великого утешения принимать участие в церковном богослужении. Сам он объяснял это так. Доселе я молился за процветание и мир Японской империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обязательства к своей родине. Но архипастырь не оставил свою паству в трудную минуту. В своих окружных посланиях к благочестивым христианам Святой Православной Церкви Японии он разъяснял им их долг перед Отечеством Земным и Отечеством Небесным и призывал возрастать в вере и преуспевать в христианских добродетелях. Святитель горячо молился о восстановлении мира. Все силы прилагал к облегчению участи русских военнопленных. По его совету из православных японцев было образовано товарищества духовного утешения военнопленных. Помогал он также и материально. В местах погребений наших воинов при содействии святителя сооружались храмы и памятники. Такая деятельность святого Николая, исполненная христианской любви к людям и уважения к стране, в которой он осуществлял свою миссию, способствовало успокоению японского общественного мнения и перемене отношения к православному архипастерю со стороны не только народа, но и правительства и самого императора. Пятидесятилетие его апостольского служения было оценено как с поспешествованием развитию цивилизации в Японии. Святитель пребывал в непрестанных трудах, пока его силы не истощила болезнь. В январе 1912 года владыку поместили в госпиталь, где он 3 февраля на 76 году жизни мирно отошел ко господу. Кончина святителя Николая показала, что в Японии нет после императора человека, который пользовался бы в стране такой известностью и таким уважением. Человека, перед незлобивым и самоотверженным сердцем которого пали вековые языческие традиции. Молитвами равноапостольного Николая, архиепископа японского, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Кирилла Новоизерского. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, сказал Сын Божий. Какое высокое преимущество для человека быть другом Сына Божия. Что же нужно, чтобы получить это преимущество? Надобно исполнить заповеди Сына Божия. После того удивительно только то, что люди так мало дорожат заповедями Сына Божия. Как счастливы, как высоки умом те, которые с юности до гроба, как блаженный Кирилл Новоизерский, творят волю Сына Божия. Земной родиной блаженного Кирилла родившегося для неба в четвертый день февраля был город Галич. Родители его были люди богатые и благочестивые, дворяне белые. Кирилл еще отроком почувствовал непреодолимое желание иноческой жизни и тайно оставил родительский дом, чтоб найти на реке Обноре преподобного Корнилия, о котором много слышал он от родителей. От Галича до Килии Корнилия было 80 верст. Отрок прошел 15 верст и не знал, куда идти далее. Но на дороге увидел он старца, украшенного сединами. На вопрос старца, куда он идет, Кирилл отвечал «Корнилию, у него как слышно учится спасению, а мне хотелось бы спастись». «Благословен Бог, вразумивший тебя», отвечал старец, «если хочешь, иди за мною, Корнилию». На другой день в виду было место пребывания Корнилия. Указывая на него, старец сказал, «Иди, чадо, к блаженному Корнилию, я попрошу его за тебя». И благословил его. Отрок более не видел старца. Преподобный Корнилий с любовью принял отрока и тогда же постриг его выночество. Ему было тогда около двадцати лет. Молодой инок с горячей любовью начал совершать подвиги иночества, послушание, пост, молитву. После молитвы общей со всем усилием трудился то в пекарне, то на другой службе. В свободное от трудов время поучался житию святых, читал священные книги, особенно псалмы Давидовы. Чистая духовная жизнь его радовала всех живших с Корнилием. Родители блаженного, без пользы искав сына долгое время, начали уже считать его умершим, как спустя семь лет комельский инок сказал им, что в их пустыне ведет высокую жизнь молодой инок, неизвестно откуда пришедший. Отец отправился в пустынь с богатыми пожертвованиями и не узнал в строгом постнике Кирилле сына своего. Сын продолжал молить Господа о спасении родителей. Наконец отец, узнав сына, объявил преподобному Корнилию, что сам желает иночества, и его постригли с именем Варсонофия. Спустя восемь дней получено было известие, что мать блаженного скончалась инокинею Еленою. По распоряжению Кирилла оставшееся имение роздано было бедным, и слугам дана была свобода. Отец прожил в обители около трех лет в посте и молитвах, и сын покоил старость его до гроба. Спустя год по смерти родителя Кирилл, стремясь к высшему совершенству, решился вести жизнь отшельническую в глуши лесов северных. По благословению святителя Корнилия отправился он на север ходить по пустыням. Пищу его составляли теперь то разные травы, то кора сосновые. Чаще ему случалось видеть зверей, чем людей. Так провел он около семи лет, очищая воединение душу молитвою и созерцаниями духовными. По временам посещал он, как благоговейный поклонник, святые места Новгорода и Пскова. Но, проходя по жилым местам, не заходил он ни в один дом, не брал ни от кого подаяний, кроме разве куска хлеба. Дух его возвысился в таких подвигах. Но телесное здоровье ослабело, и он молил Господа указать ему место постоянного пребывания. Молитва была услышана. По небесному указанию блаженный Кирилл из Тихвина прошел к Белому озеру, с Кобыленой горы увидел новое озеро и на нем Красный остров. Ангел во сне известил его, что здесь место его. Преподобный Кирилл на Красном острову под высокую елью устроил себе хижину. Построив другую келью сборную для ожидаемой братьи, соорудил он две малые церкви Воскресения Христова и Адигитрии. Вероятно, тогда, как и спрашивал он благословение архипастыря на освящение храмов своих, посвящен он был в сан священство. Церковная песнь поет «Зная, что разумение богодохновенного писания средство ко спасению, ты благоговейно изучил все писание, преподобный Кирилл, затем и принял сан священство». Первым учеником его на острову был Дионисий, потом стали приходить к нему и другие. Немало искушений встречалось для новой обители молитвенников, но преподобный Кирилл был уже тверд. Рыболовы, приезжавшие на остров, для своего острова видели в Кирилле своего врага, они делали ему разные оскорбления, домогаясь согнать его с острова. Блаженный переносил оскорбления их терпеливо. Не так принял он людей, живших бесчестным, бесчеловечным ремеслом. Шайка разбойника, грабившего берега нового озера, досадовала уже и на то, что поселились на острову люди, которые могут знать о ее делах. Хищники приплыли на челнах к Красному острову. «Сыны беззакония», грозно сказал преподобный при встрече с ними, «Вы забыли, что есть грозный суд правды Божьей, и на пустой остров явились вы для грабежа, и у пустынника думаете найти корысть. Что вы делаете?» Приведенные в ужас хищники молили простить их. «Впредь не злодействуйте, чтоб не быть в аду», сказал преподобный и отпустил их. Это чудесное укращение злодеев утешило и одушевило собравшихся к преподобному молитвенников. В другой раз теснимые бедностью воры сняли колокола у бедного храма обители и спешили переправиться на другой берег, но заблудились. «Зачем вы прибыли сюда?» спросил встретивший их Кирилл. Те пали к ногам святого мужа и просили прощения. «Еще не бывало того, сказал преподобный, чтобы кто-либо счастлив был чужим добром. Алчишь чужого, потеряешь свое. Вор не бывает богат, а бывает горбат, и с умом воровать беды не миновать. Вот трудовая копейка до веку живет. Заработанный ломоть лучше краденого коровая. Помните эту народную мудрость? Затем велел он накормить их и отпустить с миром. Блаженный служил для учеников своих образцом подвижнической жизни. Сам копал землю и рубил лес. В жестокие морозы ходил в худой одежде и даже иногда босой. Когда только нужно было для других, сам совершал литургию, никогда не утомляясь. Похотливая жена вздумала прельстить блаженного на грех. Она явилась в келью, когда чтением молитв готовился он к совершению литургии. На вопрос блаженного зачем пришла, лукавая отвечала, что не зная, где добыть огня, пришла за огнем. Преподобный обличил ее перед всей братью. Вздумало, говорил он, видеть тело мое мертвое, заживо погребенное. Пораженная страхом, трепетала она всем телом. Преподобный успокоил ее кротким наставлением, но запретил женам являться на острову его. Блаженный Александр Свирский прислал ученика своего Никифора видеть подвижника Божия Кирилла. Было чему поучиться у него ученикам его. Благодать Божия до того возросла в духе блаженного подвижника, что открывалось и для людей сторонних в осязаемых опытах. Ученик его Дионисий видел преподобного в Великий Четверток, когда вся братья должна была приобщаться к служащим вместе с диаконом. Но при выходе из храма уже не видно было диакона. «Где же сослуживший диакон?» спросил Дионисий Авву своего. «Не сказывай о том, что видел ты до моей смерти». В обитель Кирилла собралось много иноков, а средства обители были бедны, и ученики Кирилла по временам страдали от недостатков содержания. Преподобный усердно молился за учеников, и помощь подаваема была неожиданна. раб Божий доставил им и постоянное обеспечение. Князь Иван Васильевич Пеньков был тяжко болен. Во сне говорит ему кто-то «Иди в пустынь Кирилла Белого за тихвин и выздоровеешь». Князь спрашивал потом, что это за пустынь, и узнав, что она на новом озере, отправился по указаниям. Когда увидал он блаженного Кирилла, то узнал в нем являвшегося ему. По просьбе больного князя Кирилл служил литургию и молебен. От жестокого мороза другие не могли стоять в церкви, а Кирилл служил в разодранной одежде своей и босой. Больной князь совсем выздоровел и, признательный к милости Божией, дал грамоту. Выдавать для обители Кирилловой каждый год сорок мер ржи, масло и соль. Церковная песнь поет блаженному Кириллу. Мглу страстей прогнав молитвами, ты представил Богу сердце твое чистым. Потому и вселилась в тебя благодать святаго Духа, так что видел ты будущее, как близкое к тебе и просившему тебя с верою разрешил узы неплодствия. Перед кончиною своей преподобный видел и объявил бедствие, готовившееся для России. Будет, говорил он, на нашей земле мятеж между людьми и беды великие, прольется сильный гнев Божий, падут от меча многие, и многие разбросаны будут между чужими. Плачьте, братья, перед Господом и причистой матерью его за твердость русского царства. Потом прибавил, но царство наше будет умерено и устроено Богом. Причастившись святых тайн, оградив себя крестным знаменем, сказал он, «Слава Богу за все!» и предал Господу Дух Свой 4 февраля 1532 года. Молитвами преподобного Кирилла Новоязерского «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас! Аминь! Тебе сломное небесло Своей не враги пустыня, страши ничем и Субтитры создавал DimaTorzok Святая Агафья, дочь знатных и богатых родителей, жила в Сицилии во второй четверти третьего века. С молодых лет преобладала в ней любовь и преданность к Богу. Когда наступило гонение Декия, то она стала готовиться к мученичеству. Действительно, христианское исповедание богатой гражданки незамедлило послужить поводом к преследованию ее правителям области Квинтианам. Сначала, пораженный ее красотою, он пожелал, не прибегая к угрозам и истязаниям, употребить все способы к отвлечению ее от христианской веры. Думая, что жизнь в роскоши, состоящая из одних удовольствий, увлечет ее и рассеет в сердце ее привязанность к христианской религии, он поместил ее в дом к одной богатой язычнице, которая проводила веселую жизнь со своими пятью дочерями. Эта язычница Афродисия исполнила поручения правителя и всеми средствами развлекала Агафью, доставляла ей всевозможные удовольствия. Но, окруженная весельем, Агафья тяготилась им, нисколько не утешала ее то, чего так жадно ищет большинство, готовая забыть чаду веселья серьезные и существенные вопросы и заботы души. А принесение же жертвы богам совершенно бесплодно убеждала и уговаривала язычница христианку. «Легче смягчить камень, нежели отвлечь Агафью от ее бога», — передала, наконец, Афродисия Квинтиану заключение свое об Агафье. Напрасно я старалась прельстить ее роскошными одеждами, жемчугами, драгоценными каменьями. Она все это презирает. Тогда Квинтиан сам попытался убедить Агафью. «Почему», — спросил он ее, — «ты, девушка богатая и благородного происхождения, носишь всегда бедную одежду?» «Потому что я раба Христова», — отвечала Агафья. «Почему ты считаешь себя рабою?» «Потому что наша свобода и благородство состоят только в том, чтобы быть рабами Христа. Однако и мы свободны, хотя и не служим вашему Христу. Нет, вы также рабы, рабы греха и поклонники бесчувственных идолов. Если ты станешь хулить наших богов, то я велю предать тебя мучениям. Но скажи, почему ты отвергаешь богов?» «Потому что они не боги», — отвечала Агафья и стала доказывать всю ложность и нелепость язычества. Квинтиан приказал подвергнуть ее мучениям. На ночь была она отведена в темницу. На другой день, видя ее непреклонность, снова начали истязать ее. «Радуюсь этим мукам», — говорила Агафья, — «как пшеница не может попасть в житницу иначе, как очищенную от плевел, так нельзя душе моей войти в рай, прежде чем не очищусь страданиям». После мучений в продолжении дня снова отвели Агафью на ночь в темницу. Здесь посетил ее Господь чудным утешением. Святой апостол Петр явился ей и исцелил ее. Свет непостижимый наполнил темницу. Стража в ужасе разбежалась. Агафья могла скрыться из темницы в это время, но не захотела уклониться от мученического подвига, пожелала потерпеть до конца и не захотела также навлечь ответственность на стражу. На пятый день после того возобновились ее истязания. Для нее придумали новый способ мучительства. Насыпали на землю горячих углев и раскаленных черепиц и, израненную уже, положили на них святую. В это время произошло землетрясение. Граждане города Катаньи, где происходили мучения Агафьи, видя в этом кару небесную в ужасе, приступили к правителю, требуя, чтобы он отпустил мученицу. Опасаясь народного волнения, Квинтиан приказал снова отвезти Агафью в темницу. Там душа ее вознеслась к Богу пламенную молитвою. «Благодарю тебя, Господи, что удостоил меня пострадать за имя Твое и даровал мне силу и терпение. Услыши меня в этот час и призови меня к себе». И с этими словами скончалась. Граждане Катанские предали погребению тело ее. Слава о мученичестве Агафьи разнеслась по всей стране. Вскоре была выстроена церковь на ее гробнице, и бедная одежда ее, которую она обыкновенно носила, была положена на гроб ее в память об ее смирении. Господь разнообразно прославил верную свою рабу. Скоро гнев Божий постиг Квинтиана, который, желая воспользоваться имуществом скончавшейся Агафьи, отправился в Палермо, на ее родину, но при одной переправе он был сброшен в реку взбесившимися лошадьми и утонул. После этого никто больше не посмел потревожить родственников святой Агафьи. В годовщину кончины святой мученицы, когда последовало извержение огнедышащей горы Этны близ города Катаньи, устрашенные жители города, верующие и язычники, взяли одежду святой Агафьи с гроба ее и держали ее против огненного потока, и бедствие миновало город. Жизнь святой Агафьи Одна из тех, где страдание является побежденным силой веры и молитвы. Какая глубина страдания и какая сила молитвы, давшей терпение все перенести. Страдания в мире остались те же, хотя и не в виде насильственных физических пыток, но усложненные, изощренные, тягчайшие, нравственные, не говоря уже о неизбежных всегда болезнях. Но сила веры и молитвы для борьбы со страданием та ли и где она? Во всяком случае, не та теперь сила, что воодушевляла первобытных христиан. А потому и победа теперь не там, где была прежде, не на стороне молитвы, а на стороне страдания. Страдание побеждает теперь и клонит перед собой душевные силы. Самоубийства, в которых нагляднее всего выражается факт отступления человека перед страданием, сделались почти обычным явлением. Нет молитвы, нет и силы пребывать лицом к лицу со страданиями, которыми вольно или невольно наполнена жизнь человека. И вот он ищет исхода в произвольной смерти и по меньшей мере исхода в неправильном образе действий ради избежания бедности, например, разных лишений и других тягостей жизни. И там смерть, и тут смерть. Но какая? Мученик умирает победоносцем, самоубийца умирает побежденным, подавленным, не вынесшим страдания. Непроходимая бездна отделяет страдальца верующего, молящегося от страдальца невооруженного щитом веры и молитвы все преодолевающим. Господи, дай миру только силу молитвы, и тогда падет вся сила искушений, вся гибель неразумия, вся опасность слабости в борьбе с окружающим отсюда злом, с внешними и внутренними врагами. Молитва с верою побеждают все. молитвами святой мученицы Агафьи Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас. Аминь. Субтитры Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Дмитрия Прилудского. Рожденный от богатых родителей купеческого звания в Северном Переяславле Дмитрий в юности обучен был чтению книг. Но с юности уже не чувствовал склонности к занятиям отца своего. Постриженный выночество в Нагорном Борисоглебском монастыре жизнею чистою равноангельскою снискал он себе любовь братья. Ревнуя об умножении славы Божией, основал на берегу Переяславского озера Николаевский монастырь с правилами строгого общежития. Игумен новой обители скоро собрал себе много учеников, благоговейно внимавших наставлениям его. Друзья Божии любят друг друга. Преподобный Дмитрий в первый раз познакомился с великим пустынником преподобным Сергием Радонежским конечно тогда как преподобный Сергий приходил в Переяславль просить игумена для своей обители и сколько не отказывался посвящен был сам в игумена блаженным епископом Афанасием. Это было в 1354 году. С того времени преподобный Дмитрий часто ходил к преподобному Сергию для духовных бесед и возвращался с одушевлением на новые подвиги. Слух о высокой жизни преподобного Дмитрия дошел до великого князя Дмитрия и он пригласил преподобного к себе чтобы был он восприемником детей его. Преподобный исполнил желание доброго князя и получил от него щедрые дары для обители. Но бегая славой человеческой решился он удалиться в глухое место. Взяв с собою любимого ученика своего пахомия преподобный отправился на север тогда малолюдный в Вологодские леса. За три версты от Вологды преподобный полюбил уединенное место при луке образуемой коленом реки Вологды и здесь решился основать общежительную обитель. Владельцы места Илья и Исидор оказались такими добрыми людьми, что не только с любовью уступили ему землю свою, но даже затоптали озимые нивы свои, лишь бы только немедленно построен был храм. Жаркое усердие явилось и у граждан Вологды. Каждый спешил жертвовать преподобному, что мог, для сооружения храма. И скоро построился храм в честь Спасителя. Когда узнали о водворении преподобного в Прилуках, многие из учеников его перешли из Переиславля к любимому наставнику в Прилуке. Так составилась общежительная обитель, первая в Вологодском крае. Великий князь Дмитрий Донской, узнав о том, прислал от себя пожертвования для новой обители преподобного Дмитрия. Однажды прилугские братья сказали игумену своему, «Мало книг у нас». Преподобный отвечал, «Если без лености будем хвалить Бога, то довольно и обычных книг. И они, как труба Божия, поют днем и ночью. Нужна только чистота сердечная, духовная любовь и смирение». Сам он любил беседовать с Господом в молитве. Для того, чтобы не видали другие слезные молитвы его, с левой стороны алтаря пристроено было им из досок место, и здесь он молился наедине. Обитель его стояла на дороге в Великую Пермь. Посетителей бывало много, но он никогда не оставлял молитвенного правила своего для посетителей. «Не ищи не только богатства, но и достатка», писал великий Василий Иноку. «Не ищи ни земной славы, ни земного могущества, ни излишнего телесного здоровья, не ищи никаких земных связей и ничего приходящего, а непрестанно всеми силами ищи, как повелено, Царствие Божие, то есть спасение души. Спасение души есть самое главное дело для человека, потому день и ночь старайся устроять свое спасение». Так и поступал преподобный Дмитрий. «Не ища ничего от людей, он по правилу апостола считал себя должником пред другими только по любви, потому в обители его находили себе пищу бедняки. Иногда подавал он им пособие тайно от братьей, чтобы не возмутить покоя последних. Сам довольствуясь только просфорою с теплой водой, таков был пост его даже в те дни, когда уставам разрешалось вкушать рыбу и вино, он обходил монастырские угодья и заботился о том, чтобы для трапезы братья вовремя доставлялось все нужное. Одежда у него зимой и летом была одна, овчинный заскорузлый тулуп, под которым летом бывал он мокрым от жары, а зимою страдал от морозов. Но для братьей он ходил вместе с ними на работы. Для братьей принимал он подаяния от мирских, но разборчиво. Одному из мнивших быть благотворителем сказал он, отнеси назад, что принес нам, и накорми слуг и сирот крестьян, живущих у тебя, чтобы не страдали они от голода и ноготы. Когда останется от того что-нибудь, принеси нашей нищете. Принесший едва мог умолить преподобного, чтобы дозволил он братьи взять что-нибудь из принесенного для благословения трудов его. Так врачевал он богатого купца и вместе предостерегал братью от участия в делах любви лицемерной, неискренней. Подвигами самоотвержения преподобный достиг высокого духовного совершенства и облегся даром прозрения. Родной брат его, не неимевший счастья в торговле Переяславской, два раза приходил к нему в обитель за благословением на путь для торговли в поганские человеки, ежезовут Югра и Печора и дежежевут Чудь и Самаять. Преподобный два раза давал ему благословение, дарившее брата счастьем неожиданным. Возвратясь в первый раз уплатил он долги свои, в другой раз стал богатым человеком. Недовольствуясь тем, пришел он в третий раз. Преподобный сказал, довольно, брат, можешь прожить и с тем, что приобрел, не ходи более, не погибнуть бы тебе от зверских людей. Брат не послушался и уже не возвратился ни с добычей, ни без добычи. Раз занимался он вместе с братьею на дворе монастырском работаю и, вздохнув, сказал им, мы, братья, строим земные тленные дела, а благоверный великий князь Димитрий уже не печется о суетной жизни. И с того дня стал поминать великого князя Димитрия между усопшими. Спустя несколько дней пришло известие, что великий князь скончался и скончался в тот самый день и час, когда говорил о том святой Димитрий. Достигнув глубокой старости и чувствуя близость кончины своей, преподобный назначил в преемнике себе ученика своего Пахомия. Братья спрашивали, где похоронить его. Бросьте, отвечал он, грешное тело мое в болото. Он уединился затем для молитв и скончался 11 февраля 1392 года. Никого не было при кончине уединенного молитвенника, но когда пришли в келью его, келья его исполнена была в чудного благоухания, а он лежал как заснувший. Благоговейные ученики похоронили тело его в храме, который построил он сам. молитвами преподобного Дмитрия Прилуцкого Господи Иисусе Христе Божий наш помилуй нас. Аминь. Продолжение следует... Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобной Марины Подвижницы В Вифинии жил благочестивый человек Евгений. Похоронив жену свою, он решился оставить мир. У него была маленькая дочка и значительное имение. То и другое поручил он надзору верного друга. Поселившись в обители, стоявшей в тридцати двух милях от города Александрии, он выполнял здесь послушание с любовью, и настоятель любил его более чем других, как верного и усердного раба Божия. Спустя некоторое время любовь отца привела на мысль его дочь, и он стал печалиться. Настоятель, заметив скорбь его, спросил его, о чем он печалится. «У меня осталось юное дитя в доме», отвечал отец. «Что же, возьми его сюда с собой», сказал настоятель, не знавший и не дознавшийся, что это дочь, а не сын. Евгений явился в дом. Девочка, после восторгов, радости о свидании с отцом, объявила, что и она не желает оставаться в мире, но не хочет расставаться и с отцом. «Что же делать нам», говорил отец, «девочки не позволят жить в мужском монастыре». Она отвечала, что острижет волосы свои и оденется в одежду послушника, и так будет трудиться в монастыре. Отец и дочь роздали имение свое нищим, дочь преобразилась в смиренного послушника Марина, и они были приняты в обитель. Отец обучил дочь читать псалмы, Марин был усердным послушником. Когда дочери было 14 лет, отец, заботливая ее спасение, и сказал, «Смотри, дочь моя, жить тебе между инноками то же, что близь огня, береги себя». Дочь произнесла твердый обет перед отцом и Господом береть чистоту души и тела. Отец взял с дочерью слово и в том, что для себя и других до самого гроба не даст она знать ничем и никому о своем поле. В обители все думали, что живет с ними евнух Марин. Дочери было 17 лет, когда умер отец. Послушливость и любовь к трудам, особенно по храму, были выноки Марине таковы, что в обители смотрели на Марина с уважением. Но вот встретила блаженную неожиданное и жестокое искушение. В монастыре была пара валов, и с нею отправлялись иноки за три мили в морскую пристань для покупки необходимого для обители. В самой пристани была общая гостиница, где по временам приходилось оставаться на ночь и инокам обители. В одно время настоятель говорит, инок Марин, почему бы и тебе не ходить наряду с прочими и не помогать в пристани? Если повелишь Ава, буду исполнять это послушание. И Марин стал отправляться с телегу и валами и, если запаздывали, останавливались на ночь в гостинице. У гостинника была дочь. С каким-то прохожим солдатом свалялась она и стала готовую родить. Родители потребовали сказать, с кем она согрешила. Лукавая грешница отвечала сынокам Маринам. Родители с дочерью пришли в монастырь и говорили настоятелю, вот что сделал инок Марин. Допросим его, отвечал настоятель. Марин, говорил он, ты ли сотворил грех с девушкой? Марин долго думал и вздыхал и, наконец, сказал, согрешил я, Авва, каюсь в грехе моем, помолись за меня. Настоятель сильно разгневался. Так, как ты наделал такую пакость, сказал настоятель, то ты не будешь более жить в монастыре. И выгнал Марина из обители. Не сказав никому ни слова о своей тайне, так как дала слово отцу не открывать своего пола никому, блаженная осталась за обителью под открытым небом, и каждого, кто входил в монастырь, просила помолиться за грешную душу. Так провела на три года, не удаляясь от монастыря. Между тем, грешница родила гостиннику сынка и вскормила его. Мать ее принесла ребенка к Марину и сказала, изволь кормить твое дитя, и, оставив ребенка, ушла. Святая дева взяла ребенка как будто собственного, и куском хлеба, который подавали для Христа, входивший в монастырь, кормила его. Так прошло два года. Наконец, братья обители сжалились над Марином и просили настоятеля Авва, прости брата Марина, прими его. Вот уже пять лет совершает он покаяние у ворот монастыря. Прими его, как принял Господь наш Иисус Христос кающихся. Настоятель велел Марину войти в монастырь, призвал его к себе и сказал, отец твой был святой человек, как знаешь ты, и привел тебя в святой монастырь еще мальчиком. Он не думал, что ты сделаешь то, что ты сделал, и никто в монастыре не ожидал того. Теперь ты вступил в монастырь с сыном твоим, плодом греха твоего, для покаяния. приказываю тебе очищать все отхожие места обители, одному мыть в лосинице братья и всем прислуживать, тем только заслужишь любовь мою. святая охотную душою приняв поручение, исполняла все, что ей приказано было. Спустя немного дней блаженная Марина почила во Господи. Братья объявили Авве, брат Марин умер. Строгий настоятель сказал, видите, братья, каков грех его, не заслужил и того, чтобы принесть покаяние. Ступайте, обмойте и похороните вдали от монастыря. Те, когда стали обмывать, узнали, что это жена. Все начали говорить, такое терпение, такая чудная жизнь, никто не узнал тайны, а все только теснили святую. Со слезами сказали они Авве, Авва, иди, посмотри на брата Марина, приди, посмотри на дивные дела Божьи. Авва, увидав почившую, ужаснулся, упал и кричал, заклинаю тебя Господом Иисусом, не обвини меня пред лицом Божьим за то, что так теснил я тебя, я был в неведении, ты, госпожа, не открыла твоей тайны, и я не знал святой жизни твоей. Он приказал похоронить святое тело и ее внутри монастыря в самом храме. Молитвами преподобной Марины Подвижницы, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Светлайн Боже 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 Субтитры подогнал «Симон» Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие святого Алексия, митрополита Всероссийского и чудотворца Родители святого Алексия в крещении Елиферия были бояре Черниговского княжества. Феодор Бяконт, отец его, перешел в Москву от того, что край Черниговский, опустошенный Батыем, не переставал терпеть нападения от хищных ослушников. Под защитой кроткого и благочестивого князя Даниила Александровича нашел он покойную жизнь и за благочестие свое благословен был долговечным потомством. Старший сын его, Елиферий, родившийся в 1300 году, воспринимаем был от купели сыном князя Даниила, отроком Иоанном. В свое время Елиферий отдан был учиться грамоте. На 12-м году ему уже открыто было высокое назначение его. Раз раскинул он сети на птичек и, долго сторожа их, от утомления задремал. Неожиданно слышит он голос. — Алексей, к чему такой труд твой? Тебе надобно быть ловцом людей? Пробужденный тем, отрок изумился необыкновенному голосу и имени Алексия. Это видение глубоко запало в душу его. Он стал молчалив, оставил игры и много стал думать о жизни и ее назначении. На 15-м году Елиферий уже решился посвятить себя монашеской жизни. На 20-м году поступил он в Московский Богоявленский монастырь и тогда же пострижен с именем Алексия, с тем самым, которое слышал он в сонном видении за семь лет пред тем. Алексий нашел покой здесь, предавшись подвигам. Он проводил время то в храме, то в молитвах келейных, читал книги и всердно изучал священное писание Ветхого и Нового Завета. Бдением ночным иссушал плоть и очищал сердце. Бдением, говорит преподобный лествичник, истребляются гнусные сновидения, очи наполняются слез, смягчается сердце, охраняется чистота мыслей, пища варится в желудке, как в печи, прогоняются непристойные образы. Бодрый инок — ловец своих помыслов. Во время ночного безмолвия он легко их примечает и ловит. Так обучал себя спасению и блаженный Алексий. Наставником и руководителем его был старец Геронтий, опытный в жизни духовной. Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского, поступивший в обитель Богоявленскую, был духовным братом его. Они вместе пивали на клиросе и духовно любили друг друга. Когда скончались родители Алексия, он похоронил их вблизи себя, в Богоявленской обители, чтобы молиться об их покое. Прошло более двадцати лет, как Алексий вступил в иноческие подвиги, и митрополит-феогност повелел Алексию жить в святительском дворе его и заведовать судебными делами церкви. Двенадцать лет отправлял он судейскую должность со званием наместника митрополичьего. В конце 1352 года, декабря 6-го, блаженный феогност посвятил блаженного Алексия в епископа Владимирского. Митрополит и великий князь положили на общем совещании быть блаженному Алексию преемником феогноста на митрополичьей кафедре. Об этом избрании тогда же написано было в Константинополь с просьбой не поставлять никого другого в митрополита России, как преподобного Алексия, который много лет был наместником и жизни весьма добродетельной. Марта одиннадцатого дня скончался блаженный феогност. Владимирский епископ вместе с двумя другими совершил надгробные пения над святителем, благодетелем своим. Но едва кончилось сорокадневное поминовение о почившем митрополите, как Владимирский владыка Алексий свидетельствовал духовные завещания умиравшего великого князя, который говорил своим братьям, худых людей не слушайте, а если кто станет ссорить вас, слушайтесь отца нашего, владыки Алексия. Согласно с определением собора, Алексий, епископ Владимирский, посвящен в митрополита России. Это было в 1354 году. На возвратном пути в Россию из Византии на море поднялась страшная буря. Волны катались, как горы, и корабль каждую минуту готов был исчезнуть в бездне. Все бывшие с митрополитом отчаивались в спасении. Святитель молился, молился усердно. Он дал обет соорудить храм во имя того святого, которому будут праздновать в день высадки пловцов на берег. Господь услышал молитву святителя. Настала тишина, и корабль пристал к берегу 16 августа. Итак, святитель остался обетным должником Всемилостивому Спасителю. В Москве приняли ожидаемого святителя с восторгами радости, и он с ревностью обратился к делам звания. Несколько епархий оставалось без архипасторей от моровой язвы. Он посвятил епископов в Ростов, Смоленск и Рязань. В 1357 году совершились чудные подвиги святителя в Орде. Молва о великих добродетелях его дошла до улусов татарских. Там супруга хана Джанибека Тайдула лежала больная и слепая уже три года. Об Алексии знала она уже и потому, что во время второго путешествия его в Царьград дала ему охранную грамоту. Теперь явилось в Москву посольство от Джанибека с письмом к великому князю. «Мы слышали, — писал хан, — что есть у вас служитель Божий, который, если о чем попросит Бога, Бог слушает его. Отпустите его к нам. И если его молитвами исцелеет моя царица, будете иметь со мною мир. Ежели не отпустите его, пойду опустошать вашу землю». Смутился смиренный святитель, когда великий князь передал ему грамоту хана и просил исполнить волю Джанибека. Любовь к отчизне и святой церкви не дозволяла отказаться от исполнения воли грозного хана. Но как смиренному принять на себя такое великое дело? «Прошения и дело превышают меру сил моих, — говорил святитель князю, — но я верю тому, который дал прозреть слепому». Святитель начал готовиться к пути. В соборном храме со всем клиром совершил он молебствие перед иконою Богоматери и потом пред ракую святителя Петра. Во время самого моления, внезапно, перед глазами всех, сама собой зажглась свеча при гробе чудотворца Петра. Утешенный Алексий разделил чудесную свечу на части, роздал ее благословение предстоявшим и, сделав из остатка малую свечу, взял ее вместе с освященную водою для совершения нового молебствия в Орде. Из Москвы отправился он 18 августа. С верою твердую шел он в Орду. Ожидаемый принят был с честью в Орде. Святитель отслужил надболящую молебен с чудную свечою, окропил ее святою водою, и Тайдула стала видеть. Святитель, совершив чудо веры между людьми тьмы, принужден был поспешно оставить Орду. Там начинались волнения. Дженебек умер, Бердебек по совету вельможи Тавлубея перерезал двенадцать братьев своих и сел на престол ханский. В Москву явился посол нового хана и требовал от русских князей даров, и их самих звал в Орду. Святителя умоляли снова идти в Орду смягчать жестокость Бердебека. Опасность была очевидна. Но пастырь добрый полагает душу свою за овцы, сказал себе святитель и отправился по Волге в Золотую Орду. Святителю пришлось испытать в Орде много притеснений и скорбей, но при помощи Божией умел он снискать благосклонность Бердебека. Он вступал там даже в спор с Мурзою Мунзи о значении Магомета и свободно обличал магометанство. Совершенное чудо над Тайдулою само собой упоказывало в христианском святителе любимца Божия. И признательная Тайдула не могла забыть своего целителя. Святый Алексий получил от Бердебека ярлык в охрану духовенства русского. Вот что писал Бердебек в ярлыке. Силою Вышнего Бога слово Бердебека, по примеру дедов и прадедов, татарским улусным и ратным князьям и прочим. Чингис-царь и прежние цари, предки наши, жаловали церковных людей, молитвенников, которые молят Бога, и весь чин священнический. Вспомнив это, мы пишем. Какова не будет дань или пошлина, наши молитвенники пусть не видят и не слышат о ней, чтобы в покое молили Бога и совершали моление. И мы, не изменяя первых ярлыков, тем же пожаловали митрополита Алексия. Возвращающегося из Орды Ходатая за землю русскую встречали с торжеством. В Нижнем встретили его князья Суздальские. В Москве великий князь Иоанн с юным Димитрием. Весь притчт и народ вышли навстречу архипасторю за город. «Владыка, чем заплатим тебе за труды твои? Ты даришь нас мирную жизнью?» Так говорил святителю юный наследник московского престола. Когда скончался великий князь Иоанн, на плечи святителя пала опека над несовершеннолетним князем Димитрием. Святитель занимался строением обители иночества. Также основал он женскую общежительную обитель во имя ангела своего Алексия, где первую игуменью была благочестивая старица Июлиания. В том же году основан святителем на берегу реки Яузы обетный монастырь во имя нерукотворного образа Спасителева. «Хочу просить одного благодеяния от духовной любви твоей ко мне», говорил он преподобному пустыннику Сергию Радонежскому. «Ничто не возбранено в моей обители святительству твоему», отвечал смиренный пустынножитель. «Хочу». сказал святитель, «чтобы уступил ты мне одного из учеников твоих. Давно положил я устроить обитель во имя нерукотворной иконы Спасителя и рассказал, что было с ним на море». Преподобный Сергий с любовью отдал любимого ученика Андроника в настоятели новой обители. В 1365 году основана в самом Кремле обитель в честь чуда архангела Михаила на месте, подаренном царицею Тайдулою. Это был благодарный памятник чуду, совершившемуся над царицей. Святитель со всею щедростью строил и украшал храм архангела Михаила, обеспечил содержание обители, где положил быть полному общежитию. «В чудовом монастыре», писал преподобный Иосиф Волоколамский, блаженный митрополит Алексий посадил честных старцев и спросив одних у святого Сергия, а других взяв из иных монастырей, бывших под его рукою. Эти иноки жили иночески, жизнью духовную, так что многие приходили к ним старые и юные и получали пользу. Самым надежным наставником был здесь сам святитель. Он любил эту обитель и здесь подвязался по временам в посте и молитвах. Духовное завещание святителя о чудовой обители показывает, сколько живую любовь его к ней, столько и другие, еще более дивные, расположения святой души его. «Се-ас смиренный, грешный раб Божий Алексий», так писал он в грамоте. «Кто это пишет? великий первосвятитель церкви, и он называет себя только смиренным Алексеем, не называя и митрополитом. Великий святитель Божий именует себя грешным рабом Божиим». Моровая язва Симеонова времени являлась и при великом князе Дмитрии. В Смоленске она свирепствовала три раза, и от нее осталось там только пять человек. В Москве была она один раз, зато за год пред нею Москва страшно опустошена была пожаром. святитель подал совет великому князю построить каменный Кремль, безопасный от пожаров и надежный для защиты против неприятелей и соседей. Тогда как святитель с отеческой любовью заботился о нуждах чад русской церкви, он покровительствовал сколько мог и православным Востока. При нем приходили из Иерусалима в Москву митрополит Герман, и архимандрит Нифонт, впоследствии Иерусалимский патриарх, а с Синайской горы архиепископ Марк. По их извещению бедствия христиан восточных были тогда тяжкие. Египетский султан, раздраженный нападением кипрских рыцарей, опустошил Иерусалим, Антиохию и Синайскую гору, разграбил храмы, запретил богослужения, захватил в плен тысячи. По просьбе Константинопольского императора отпустил он пленных, но за дорогой выкуп. Святитель Алексий и великий князь Дмитрий послали на восток богатую милостыню. Святителю Алексию много надлежало перенесть скорбей и трудов по делам тверских князей. В таких обстоятельствах святитель Алексий желал избрать преемника себе, как избрал его святитель Феогност. Он хотел назначить преподобного Сергия на архипастерскую кафедру, но любитель пустыни решительно отказался от назначения Высокого. Великий князь просил, чтобы святитель благословил быть на его месте любимцу его и духовнику Митяю Михаилу. Митяй был весьма видной и красивой наружности, с отличным даром слова, с голосом громким и приятным, память имел необыкновенную, знал притчи, повести, книги, и рассуждал о делах умно. Но щедро наделенные дарами Божьими, он плохо помнил, что все это не его. Был горд, самонадеян и занощен. Святитель видел все это в Митяе, и он сказал великому князю, Митяй еще недавний монах, надо б на ему искуситься и облечься благими делами. Когда же великий князь и после того неотступно просил за Митяя, святитель отвечал, если даст Бог и святейший патриарх с собором, пусть будет, я же не могу благословить его. Известно, что Митяй потонул, не достигший царьграда, куда по желанию великого князя спешил за посвящение. Святитель Алексей достиг глубокой старости 78 лет, пробыв на кафедре митрополичьей 24 года. В продолжении служения его посвящено им более 20 архипасторей русской церкви. Святитель Божий окончил земное течение свое 12 февраля 1378 года. Он завещал положить тело его в чудовом монастыре, указал им место погребения за алтарем храма своего, не желая по смирению быть похороненным в храме. Но великий князь никак не хотел исполнить того. Такого уважаемого святителя с честью и усердием положили в церкви близ алтаря. Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его кончины. С того времени стали чтить память святителя. Молитвами святителя Алексея, митрополита Московского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Иисусе Христе иисусе Христе иисусе Христе во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Исаакия Затворника. Преподобный Исаакий служит примером тому, что нельзя пройти по пути жизни духовной, не подвергаясь искушениям. Но не может быть такого искушения, которого не вынесли бы силы человеческие, укрепляемые незримую силою Божию. Исаакий был богатый купец-торопецкий. Предлагаем повествование о нем преподобного Нестора. Пожелав быть иноком, он раздал все свое имение нищим и по монастырям и пришел в пещеру к Антонию с просьбой постричь его выночество. Антоний принял его, облег его в одежде чернеца и назвал Исаакием, а прежнее его имя было Чернь. И вот Исаакий начал вести жизнь строгою, надел власеницу, велел купить козла, снял с него кожу и поверх власеницы покрылся сырою козлиную кожу, которая на нем и высохла, затворился в тесной пещере в четыре локтя и здесь молился Богу со слезами. Пищей его служила просфора и то через день, и воды пил он в меру. Антоний приносил ему то и другое, подавая в оконце, в которое едва проходила рука. Так провел он семь лет, не выходя на свет, не ложась на бок, предаваясь ненадолго сну. Обыкновенно с вечера начинал он класть поклоны и петь псалмы и проводил так до полночи, когда же утомлялся, то садился. Раз сидел он, отдыхая, и свеча уже погасла. Внезапно пещеру озарил свет, яркий, как солнечный. Входят два светлые юноши, лица их блистали, как солнце. Исаакий, сказали они, мы ангелы, и вот идет к тебе Христос, поклонись ему. Он не понял бесовского действия и, не оградив себя крестным знаменем, несознанием своего недостоинства, подошел и поклонился до земли, как к Христу, бесовскому действию. Бесы воскликнули, ты наш Исаакий. Вели его в келью, посадили и сами сели около него. Ими наполнилась не только келья, но и пещерная улица. Один из бесов, мнимый Христос, сказал, возьмите дудки, бубны и гусли и играйте, пусть Исаакий пляшет с нами. И начали играть на дудках, бубнах и гуслих. Истомили его до того, что оставили его едва живым, надругались над ним и ушли. Наутро, когда стало светло и пришло время для вкушения хлеба, Антоний по обыкновению пришел к оконцу и сотворил молитву, но ответа не было. Антоний подумал, видно, уже приставился и послал в монастырь за Феодосием и братьев. Откопали пещеру и вынесли его, как мертвеца, но тут заметили, что он еще жив. Игумен Феодосий сказал, это дело бесов. Он принес Исаакия в свою келью и стал ходить за ним. Исаакий был в таком расслаблении, что не мог встать или сесть и лежал на одном боку. Феодосий своими руками обмывал его. Так прошло два года и чудное дело, два года лежа не принимал ни хлеба, ни воды и оставался немым и глухим. Феодосий крепко молился за него днем и ночью. На третьем году стал он говорить и слышать и начал ходить, но как младенец. В церковь не хотел ходить, но его приводили насильно. Потом приучали его ходить в трапезу. Здесь клали перед ним хлеб, но он не дотрагивался до него, если кто из братья не положит ему в руку. Феодосий сказал, пусть сам приучается есть. И неделю не брал он хлеба, потом оглядевшись стал брать. Так мало по малу оправился он от страшного потрясения. Возвратясь к прежнему здоровью, Исаакий начал опять вести жизнь строгую. Он уже не пошел в пещеру, облегся во лосиницу, а поверх ее надел толстую свиту. И стал юродствовать. Это было уже при игумене Стефане. Он стал помогать поварам в кухне варить пищу на братью. К утренне приходил первый и стоял неподвижно. В морозы ходил в протоптанных башмаках. Ноги его примерзали к камню, но он не двигался, пока не оканчивали утреннего пения. После утренни шел в поварню готовить дрова, воду, огонь. Один из поваров, называвшийся также Исаакием, раз смеясь, сказал ему, «Исаакий, вон сидит черный ворон, иди поймай его». Он, поклонясь ему до земли, пошел, поймал ему ворона и принес в виду всех. Повара изумились и сказали о том игумену и братьи. С того времени братья стали уважать его. Но он, избегая славы человеческой, начал в юродстве оскорблять то игумена, то братьев, то мирян, так что иные били его. Он переносил все, и побои, и наготу, и холод. В одно время затопил он у себя печь в пещере. Печь была худая, огонь разгорелся и стал вылетать сквозь щели печи. Не имея чем заслонить печи, он босыми ногами стал на огонь и сошел только тогда, когда прогорела печь. Много и другого рассказывали о нем, говорит преподобный летописец, а иное и сам я видел. Он до того наконец взял силу над бесами, что считал их ни во что, встречал как мух. Вы обманули меня прежде в пещере, говорил он, но от того, что я не знал тогда ваших хитростей. Теперь же со мной Господь Иисус Христос, мой Бог, и молитва Отца моего Феодосия. Надеюсь победить вас. Бесы творили ему много пакостей, ты наш, говорили они, ты поклонялся нашему старейшине и нам. Ваш старейшина враг Христа, и вы бесы злые, отвечал он, ограждаясь крестным знаменем, и они исчезали. Иногда приходили к нему ночью, и стараясь навести страх на него, являлись многолюдную толпою, с заступами и шумели, раскопаем эту пещеру и его погребем здесь. Другие кричали, беги, Исаакий, хотят тебя погребсти. А он отвечал, если б вы были добрые, то пришли бы днем, но вы тьма, во тьме ходите, тьма доля ваша. Я осенял их крестом, и они исчезали. В другой раз страшили его то медведем, то диким зверем, то волом, или же ползли к нему змеи, лягушки и всякая гадина, но ничего не могли сделать с ним. Победил ты нас, Исаакий, сказали они, наконец. Вы победили меня в образе Христа Иисуса и ангелов, отвечал он, не будучи достойны такого образа. Теперь вы являетесь в подлинном своем виде, в образе зверей, скотов, змей и гадин. вы точно гадки и злы. Бесы исчезли и после того более не тревожили его. Он сам говорил, что последняя брань продолжалась у него три года. Последние годы провел он еще строже в воздержании по степ дении. Когда он разболелся в пещере, его перенесли в монастырь и на восьмой день скончался он при игумене Иоанне. Исаакий, многими страданиями не изложивший прелесть дьявола, молит тебя Христе избавить от ее искушений. Спаси нас, многомилостивый. Молитвами преподобного Исаакия Затворника Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Исаакия 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 Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца. После свержения Татарского Ига и падения Золотой Орды на Волге образовались небольшие ханства Казанское и Астраханское. Оттуда татары совершали набеги на Русь, грабили, уводили пленных. Будущий патриарх Сея Руси Ермоген родился в Казани в 1530 году и был наречен во святом крещении Ермолаем. Отец его принадлежал к тем отважным русским людям, которые не боялись селиться в этом разбойничьем гнезде. Детство и юность будущего первосвятителя земли русской прошли среди суровых рассказов и впечатлений. за год до его рождения на русском кладбище был погребен юный пленник Иоанн, замученный за веру. Когда Ермолай был уже взрослым, татары замучили двух его новокрещенных сограждан татар Петра и Стефана. На его глазах непрерывно пребывали в Казань толпы русских пленников. Наконец, в 1552 году царь Иоанн Васильевич четвертый грозный завоевал Казань. Тогда только смогло облегченно вздохнуть ее христианское население. Была учреждена казанская епархия. Ермолай удостоился лично знать и быть в духовном общении с великими просветителями своего родного города. Это были казанский первосвятитель Гурий, кроткий молитвенник и ревностный проповедник родитель просвещения и архимандрит Герман, преемник его по кафедре, известный своей просвещенностью и неустрашимостью. Архимандрит Герман, друг и заступник священомученика Филиппа, митрополита Московского, и сам стал священомучеником, будучи зарублен за него опричниками 6 ноября 1568 года. Патриарх Ермоген, положивший душу свою за землю русскую, был его учеником. Он окончил школу в Зелантьевом монастыре, основанном архимандритом Германом, и всегда называл его своим учителем. Вторым помощником архиепископа Гурия был строгий подвижник архимандрит Варсонофий из иноков Московского Спаса Андроникова монастыря, основатель Казанского Спаса Преображенского монастыря. Он был искусным врачом, хорошо знал татарский язык, и его особенно любило татарское население за его милосердие. Когда уже в сане епископа Тверского он жил в своем Спасском монастыре на покое, Ермолай, бывший в то время священником, посетил его, святитель Варсонофий предсказал ему, что тот будет в Казани митрополитом. Под влиянием тяжелых впечатлений ранней юности и быстро прошедших благодатных годов молодости и сложился облик будущего патриарха всея Руси священномученика Ермогена. В 1579 году страшный пожар опустошил Казань. В то время отец Ермолай в сане Протопопа был настоятелем Никольской Гостинодворской Церкви. Находилась она в торговой части города, которая усердно посещалась гостями, то есть купцами из разных стран Европы и Азии. И отец Ермолай имел возможность присмотреться к чужеземцам и изучить их отношения друг к другу, что оказалось столь важным для его последующей государственной деятельности. После пожара, который начался с дома купца Анучина, девятилетней дочери купца Матроне явилась во сне Пресвятая Богородица, открыла, что под развалинами дома находится ее чудотворный образ и указала место, где его найти. Сначала родители не обратили внимания на рассказы ребенка, но чудесное явление повторилось трижды, причем в третий раз оно сопровождалось угрозами. Тогда мать повела Матрону к митрополиту Казанскому Иову и объявила ему о бывшем ее дочери чудесном явлении. По благословению митрополита все духовенство города в сопровождении огромной толпы народа направилось к дому Анучина. Сейчас же начались раскопки, но найти святую икону не могли. Тогда копать начала сама девочка и немедленно обрела икону. Она была необыкновенной красоты и сияла свежими красками точно только что была написана. Митрополит благословил Матроне извлечь ее из земли и взяв на руки передал отцу Ермолаю как старейшему и наиболее почитаемому городскому священнослужителю. приняв с благоговением святую икону, отец Ермолай высоко поднял ее над головой и в сопровождении всего крестного хода понес на городскую площадь, где и осенил ею весь собравшийся народ. тропарь тропарь новоявленной иконе Божией Матери Казанской и историю ее явления написал отец Ермолай. Тропарь, заступница усердная Мать и Господа Вышнего, знала вся Святая Русь. Медленно восстанавливалась разрушенная Казань. В это время обдавевший отец Ермолай принял постриг с именем Ермогена в Московском Кремлевском Чудовом Монастыре в месте своего будущего подвига. Его немедленно возвели в Сан-Архимандрита и назначили настоятелем Спаса Преображенского Монастыря, который также пострадал от пожара и требовал восстановления. Но в 1589 году скончался митрополит Казанский Иов, и на Казанскую кафедру был назначен Архимандрит Ермоген. Новый святитель с ревностью продолжал труды своих великих предшественников. Он возобновил почитание святых мучеников казанских Иоанна, Петра и Стефана, составил летопись христианской Казани, основал много церквей и монастырей, в том числе и женский монастырь, в честь иконы Божией Матери Казанской на месте ее обретения, причем юная Матрона Анучина вступила в число его сестер и стала потом его настоятельницей. Через несколько лет святитель Ермоген поехал в Углич открывать мощи святого благоверного князя романа. В это время в России произошли важные события. В 1591 году был убит в Угличе брат царя Феодора Иоанновича Димитрий, а в 1598 году скончался сам царь Феодор. Наследовавший ему царь Борис Годунов умер в 1605 году и в том же году был убит его юный сын царь Феодор. Тогда на русский престол вступил самозванец известный под именем Лжедимитрия Первого, потому что он выдавал себя за убитого царевича Димитрия. Жену свою Марину из рода Мнишек, польку и католичку он желал короновать, но натолкнулся на сильное противление митрополита Казанского Ермогена, так как русская царица должна быть православной. Через год в 1606 году Лжедимитрий был убит и царем провозгласили князя Василия Шуйского, а митрополит Ермоген был возведен в сан патриарха всея Руси вместо ставленника Лжедимитрия слабовольного патриарха Игнатия родом Грека. В это время в Старицком монастыре жил на покое сведенный с падением Годуновых с Патриаршего престола первый патриарх Сия-Руси Иов. Став патриархом, святитель Ермоген восстановил в Москве сгоревшую книгопечатню, начал исправление богослужебных книг, велел переводить их с греческого, писать летописи и сам лично следил запечатанием. Было напечатано Святое Евангелие и жития святых от сентября до декабря. Он занимался в богатой библиотеке Чудового монастыря и написал историю канонизации митрополита Алексея Московского. Творение его, изданное в 1913 свидетельствует о его глубоких богословских и исторических познаниях. Ермоген был талантливым проповедником, хотя голос имел глухой и слабый. Много он потрудился и в упорядочении церковной жизни. Тяжелое время переживала тогда Русь. Не успел царь Василий IV вступить на престол, как распространился слух, что лжедимитрий спасся от смерти, и в Новгород-Северском началось восстание. Оно стало быстро распространяться. Мятежники, под водительством Ивана Болотникова и князя Шаховского шли на Москву. В это время одному священнику было откровение, что за покаяние Господь помилует Русь. Патриарх назначил особые моления и пост, и неожиданно отряд стрельцов в 200 человек разбил главные силы мятежников. Но надлежало разрешить народ от анафемы, которую связал его патриарх Иов за нарушение присяги Дому Годуновых и за убийство юного царя Феодора Борисовича. По приглашению святейшего Ермогена бывший патриарх Иов приехал в Москву. Оба патриарха совместно выработали чин покаяния. В Успенском соборе святейший Ермоген в полном облачении стал на своем месте, а рядом с его кафедрой стал бывший патриарх Иов в бедной иноческой рясе. Все плакали, когда архидьякон читал акт народного покаяния и разрешения патриарха Иова. Потом к нему обратился царь и народ. «Прости нас, прости и благослови». И Иов простил. «Чадо», сказал он, «молю вас больше таковая не чините, и клятвы ваши не приступайте». Однако через два месяца восстание началось опять. Мятежники были разбиты. Патриарх Ермоген настаивал, чтобы был взят Новгород-Северский, где в то время объявился лжедимитрий второй, и самое гнездо мятежа в корне уничтожить. Но царь по вялости своей его не послушал, и новый лжедимитрий оказался под самой Москвой и основал свой лагерь в селе Тушине, из-за чего и получил прозвище Тушинский вор. Оттуда его шайки делали разбойничьи набеги в самую глупь России, а одна из них под водительством Сапеги осадила троицы Сергиеву Лавру. С трудом патриарх добился, чтобы осажденным была послана небольшая помощь. В то же время, вопреки его советам, был сделан новый шаг. Василий Шуйский заключил союз с королем шведским Карлом IV, личным врагом польского короля Сигизмунда, у которого он отнял наследственный шведский престол, и результатом этого союза стал поход Сигизмунда против России. Началась полная разруха. Часто в той же семье одни были за царя Василия, а другие за Тушинского вора. Марина Мнишек признала Тушинского вора своим мужем, и убежала к нему в Тушино. Патриарх боролся со злом увещеваниями, проповедями и, наконец, отлучениями, что было самым сильным оружием в руках его. Поляки отрезали подвоз продовольствия к Москве, и начался голод. Цены страшно поднялись. Патриарх приказал продавать народу по низкой цене лаврские запасы ржи, находившиеся в Москве, но этого было мало. Началось возмущение против Шуйского. Часто в сопровождении своего сотрудника, старецкого, архимандрита Дионисия, патриарх выходил к толпе и успокаивал ее. Одно время казалось, что положение улучшается. Народный любимец, молодой воевода князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, очистил весь север России от тушинских шаек и освободил лавру. Тушинский вор сбежал в Калугу. Поляки от него отказались, но непонятная скоропостижная смерть князя Михаила и поражение русских войск, посланных на освобождение осажденного Смоленска, решили судьбу Василия Шуйского. Вспыхнул страшный мятеж. Его низложили и насильно пострили в монахи. Обеты монашеские вместо Василия Шуйского произносил князь Тюфякин. Это кощунство, против которого он был бессилен, страшно возмутило патриарха, который никак не хотел признавать иноком царя Василия, а признавал таковым Тюфякина. Я тебя освобожу от монашеской рясы, говорил он Шуйскому. Бывшего царя заточили в Иосифа Волоколамский монастырь. Таким образом, патриарх Ермоген стал начальным человеком на Руси. Но самые мрачные предчувствия его осуществились. Смута на Руси дошла до крайности. В Москве образовалось временное правительство из бояр, которому предстоял выбор между требованиями короля Сигизмунда и Тушинского вора. Но вор был противником всякого порядка, и за него стояла голодьба. Поэтому бояре склонялись на сторону поляков и избрали царем королевича Владислава, сына Сигизмунда. Патриарх протестовал. Он хотел видеть царем юного Михаила Федоровича Романова, сына ростовского архиепископа Филарета в миру Федора Никитича Романова, племянника первой жены Иоанна Грозного, царицы Анастасии. Но бояре настояли на своем. Был подписан договор, по которому Владислав избирался русским царем под непременным условием принять православие, а поляки обещали неприкосновенность православной веры и русских обычаев. Патриарх уступил, скрипя сердце. Он не верил искренности бояр. После принесения присяги в Успенском соборе к патриарху подошли под благословение во главе с Салтыковым бояре тайные советники Сигизмунда, подписавшие договор. патриарх патриарх подозревал их намерение. Он дал им благословение лишь под условием, что они не будут посягать на целости земли русской и на православную церковь. Иначе сказал он «Проклятие нашего смирения да будет с вами». Салтыков проливал притворные слезы и клялся в своей искренности. Патриарх смягчился и благословил, но, увидев среди них убийцу Федора Годунова, приказал выгнать его из церкви. После этого поляки прогнали Тушинского вора в Калугу, но бояре под предлогом, что в Москве может начаться восстание, решили пустить польское войско в город. Патриарх боролся против них сколько мог, но мнение бояр победило, и опять патриарх должен был против своей воли уступить. Тщетны были также его усилия спасти бывшего царя Василия Шуйского, которого решено было сослать пленникам в Польшу, где он и умер. К Сигизмунду было отправлено под Смоленск посольство с митрополитом ростовским Филаретом и князем Голицыным во главе. Наказ послам был дан самим патриархам, но как только они прибыли, им стало ясно, что ни одной статьи договора поляки не выполняют. Об обращении Владислава в православие не было и речи. Поляки решили заставить русских присягнуть не ему, а самому Сигизмунду, который уже смотрел на Русь, как на свою собственность и раздавал в ней земли своим сторонникам. Кончилось тем, что митрополита Филарета и князя Голицына за их непоколебимость подвергли заключению и стали требовать сдачи Смоленска, который защищал боярин Шейн. Послы добились разрешения послать за инструкциями в Москву, но там поляки вели себя как завоеватели, оскорбляли религиозное чувство русских. В Москве составилось временное правительство из бояр, исключительно сторонников короля Сигизмунда, получавшие распоряжение от него непосредственно. И неудивительно, что они решили во всем уступать королю. Ермоген, однако, пригрозил им анафемой и сказал, что если Владислав не примет православие, то он освободит всех русских от присяги и прикажет городам подняться против Москвы. Салтыков замахнулся на него кинжалом. Тогда патриарх возвысил голос. «Не боюсь я твоего кинжала, сказал он, вооружаюсь на него силою святого креста. будь проклят со своими сообщниками и тем, кого ты желаешь». Салтыков испугался, чтобы об этом не узнали в народе и спросил прощения. Это произошло первого декабря. На другой день патриарх собрал у себя представителей посадского мира и объяснил им положение вещей. решили королю не покоряться. 23 декабря послы получили ответ от временного правительства из Москвы, но подписи патриарха начального человека в нем не было, и митрополит Филарет и князь Голицын отказались его признать. Между тем, под тяжелым давлением иноплеменников стали пробуждаться нравственные силы народа. В это время вышла новая повесть неизвестного автора, открыто призывавшего народ к вооруженному восстанию. Что вы стали, пишет он, что вы оплошали, или вы хотите, чтобы тот великий столб вам повелел святыми своими устами восстать против врага и пролить кровь, но этого поясняет автор повести ему не позволяет его священный сан. Однако же святейший Ермоген именно это и сделал. Как и все русские люди, он понимал, что этот вопрос разрешить можно только оружием. И он обратился с призывом к народу и в своих посланиях к городам освобождал всех от присяги Владиславу. Со своей стороны писали и послы из-под Смоленска, объясняя истинное намерение короля Сигизмунда. Тушинский вор был к тому времени в Калуге убит, и народное движение захватило даже его бывшие шайки. Они присоединились к ополчению и с ним вместе шли на Москву. Города обменивались посланиями, призывая друг друга к восстанию за веру и родину. А кто умрет, писали они, будет новым мучеником. Тогда поляки и бояре-изменники с Салтыковым стали требовать с угрозами, чтобы патриарх приказал ополчению разойтись. Но он ответил, что все они, поляки и изменники, должны сами оставить Москву. Вербное воскресенье 17 марта 1611 обычное шествие патриарха на ослятие произошло в необычной обстановке. Опасаясь кровопролития, патриарх тайно распорядился, чтобы не являлось ни духовенство, ни народ, и шествие совершилось в присутствии лишь вооруженных иностранцев, поляков и немцев. Настроение в городе было страшно напряженное, и, видя, что они с восставшими не справляются, поляки сожгли весь город, кроме Китай-города и Кремля, где и затворились с боярами. Патриарха же заключили в монастырь под польскую стражу. В это время ополчение уже подошло и начало осаду Кремля и Китай-города. Поляки стали грозить патриарху, что уморят его, если он не прикажет ополчению уйти. Он ответил, что вы мне грозите, я боюсь одного Бога, если вы уйдете, я им прикажу уйти, разойтись, а иначе прикажу остаться и умереть за веру. Вы мне обещаете жестокую смерть, но через нее я надеюсь получить венец. Давно я уже желаю пострадать за истину. тогда поляки заточили его в тесный погреб в чудове монастыре и выдали злому врагу Салтыкову, который стал его теснить. Но в ополчении началась разруха. Предводитель, рязанский дворянин Прокопий Ляпунов был убит казачьим атаманом Иваном Заруцким и воинство стало расходиться. Казаки опять принялись за грабежи. Наступили самые черные мрачные дни России. Смоленск был взят поляками, Новгород лжесоюзниками с шведами, в Пскове появился новый самозванец, прошел слух, что казаки хотят провозгласить царем сыном Марины Мнишек и Тушинского вора. Тогда восьмидесятилетний патриарх обратился из своего заточения к русским людям с последним призывом писать в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы писал в полки к боярам и казакам, чтобы крепко стояли за веру и не пускали сына Маринки на престол. Не благословляю. Писать в Вологду к властям и святителю Рязанскому тоже, чтобы в полки писали и к боярам, чтобы уняли грабеж, блюли братства, клали живот за дом причистые Богородицы, как обещали. Да и во все города пишите, чтобы писали во все города в полки и боярам, чтобы сына Маринки не пускали на престол. Говорить везде моим именем. Письмо это патриарх послал с двумя верными смелыми людьми, которые, рискуя жизнью, тайно посещали его в заточении. Он сам называет их бесстрашными людьми. Они приносили ему из города грамоты, передавали его послания и исполняли устные поручения. Он им верил, как прямым, отважным и верным людям. Потомство должно запомнить их имена. Это были боярский сын Роман Пахомов и посадский человек Родион Моисеев. О них патриарх пишет в том же послании «Прислать прежних, которых присылали ко мне с грамотами бесстрашных людей, свяжанина Родиона Моисеева и Романа Пахомова. А им в полках говорить бесстрашно, что Маринкин сын не надобен. В города с грамотами посылать же и велеть им говорить моим словом. А вам всем благословение и разрешение в этом веке и будущем за то, что стоите за веру непоколебимо, а я должен за вас Бога молить. Отпуская своих верных посланцев, патриарх благословил их со словами, если вы пострадаете за веру, Бог вас простит и отпустит вам грехи ваши всей жизни и в будущий. Действительно, сын тушинского вора и Марины был ставленником казаков, и оба посланца знали, какая страшная опасность им грозила за это послание в казачьих таборах. Однако же послание патриарха они его молитвами благополучно принесли в Нижний Новгород 12 января 1611 года. Оно-то и вызвало знаменитое народное движение под предводительством Косьмы Минина и князя Пожарского, которое спасло Россию. Из своей тюрьмы молился за них патриарх. Современники говорят, что когда он молился за Родину, слезы градом струились по его лицу. Как только в Москве узнали, что приближается новое ополчение, поляки и изменники опять приступили к патриарху со своими домогательствами и угрозами. Но патриарх сказал им, да будут благословенны те, которые идут освобождать Москву, а вы, окаянные изменники, будьте прокляты. Тогда начался мученический подвиг святейшего патриарха Ермогена. Его лишили человеческого питания и с издевательствами бросали в его темницу сноб овса и немного воды. Семнадцатого февраля 1612 года святейший патриарх Ермоген скончался от голода. Погребли его в чудове монастыре. Еще при жизни он успел распорядиться, чтобы в ополчение была принесена казанская икона Божией Матери. 22 октября был освобожден Китай-город, а 26 сдался Кремль. Но радость победителей была омрачена кончиной патриарха. Первым в Успенский собор поспешно вошел князь Хворостинин, бывший в ополчении, и взволнованно спросил «Покажите мне могилу отца нашего, покажите мне могилу начальника нашей славы». Молитвами священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Семь. 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 Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобно мученика Корнилия Псково-Печерского. Преподобный Корнилий еще в молодых годах оставил мир и начал подвязаться в Печерском монастыре Псковской области. Здесь пострижен он выночество и проводил жизнь строгою в трудах и молитве. При нем расширили в горе храм Успения Богоматери и устроили его с пределом в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. А через несколько лет новая храмовая икона Успения Богоматери начала источать исцеление и другие чудеса. В 1529 году блаженный Корнилий облечен был саном игумена новой Печерской обители. В продолжение сорокалетнего управления своего он возвысил обитель по всем отношениям. Жизнь его была образцом строгой иноческой жизни и он старался одушевить ревностью к подвижничеству подчиненных ему иноков. В тогдашнее время случалось, что иные, внося в обитель богатые вклады, дозволяли себе жить в обители непоиночески и вклад свой считали за право на жизнь пожеланием испорченного сердца. Блаженный Корнилий жил упованием на Господа и не думал поставлять благосостояние обители в зависимость от вкладов. Он дорожил высоким значением обители как училище благочестия, а потому всякого инока, когда не хотел он жить поиночески, подвергал исправительным мерам, а если тот не приходил в себя, то удалял его из обители кто бы он ни был. Один из таких изгнанных вкладчиков явился с жалобой к митрополиту Макарию. Митрополит велел отправить его в обитель под строгую эпитемию. Новгородский архиепископ Феодосий писал к блаженному Игумену. Писал к нам святейший господин и отец наш Макарий, митрополит всей России, о вашем печерском вкладчике старце Савати, что был он в монастырских службах с мирскими людьми и пал в великие грехи, и что он приходил каяться и плакаться перед тобою о том падении, но ты не принял его на покаяние. Отдайте его доброму старцу под надзор, чтоб жил с правилом и ходил к началу каждой службы, а стоял бы перед церковью каждый день до конца правила, в церковь же не допускайте его, а ты наставляй и учи его по правилам. Ты сам хорошо знаешь Писание, оно говорит, если епископ или игумен или пресвитер не принимает на покаяние обращающегося от греха, то должен быть извержен. Блаженный Корнилий любил спасение братьев и заботился о нем. При нем число иноков обители умножилось до ста человек, тогда как прежде него было их мало. Он хорошо понимал и долг признательности к благотворителям обители, памятником тому служат заведенные им синодик обители для поминовения усопшей братья и усопших благотворителей. Неутомимый в трудах, с неусыпной ревностью ко благу обители, он построил в Обскове на Печерском подворье каменный храм в честь Богоматери Адигитрии. В обители своей деревянный храм сорока мучеников он перенес за монастырь для монастырских рабочих, а на месте его построил каменный храм Благовещения. В назидание другим описал он чудеса Печерской иконы Богоматери. Свидетель этих чудес, говорит он, не я один, а весь Псков и Новгород. Богоматерь подает исцеление не только православным, но и иноверным, приходящим из немецкой земли с верою к чудотворному образу. Блаженный Корнилий любил просвещение для себя и для других. Образованные из современников, каков был князь Курбский, проживали по временам в его обители для бесед с ним. Ученик его старец Вассиан Муромцев был одним из самых просвещенных людей своего времени. Блаженный Корнилий насаждал благочестие не только в своей обители, но во всей окрестности. С 1558 года открылось новое поле деятельности для Блаженного Корнилия. Царь решился возвратить православию, принадлежащее ему в Ливонии, и достойно наказать немцев, испепеливших православные храмы и ругавшихся над святынью. В апреле воеводы подступили под Нарву. В страстной пяток вельможные и гордые немцы, изобретшие себе новое имя евангелистов, еще с утра были пьяны, и, несмотря на перемирие, начали стрелять в русских. Им задан урок, не вразумились. Найдя икону Богоматери с предвечным младенцем на руках в доме, где стояли русские купцы, они стали ругаться над иконою. Потом, взяв ее со стены, бросили в огонь, где варилось пиво. Пламень внезапно, быстрее стрелы, бросился вверх, и верх здания запылал. начался страшный пожар в Нарве. Русские, воспользовавшись пожаром, завладели городом. Такова награда хулителям божественного, тем, которые образ Христа, изображенного по плоти, и образ матери его, равняют болванам богов языческих. Такова награда иконоборцам. Так пишет современник событий князь Курбский. Нельзя было не содрогнуться при такой каре Божией. Надо было подумать о себе, ученикам новых учителей. Тем более, что икона Богоматери и другая, святителя Николая, которую также бросили в огонь лютеране, найдены на пожарище целыми. Блаженный Корнилий и Юрьевский Архимандрит по распоряжению митрополита и царя осветили Нарву и Ивангород торжественным крестным ходом с чудодейственными иконами и затем доставили эти иконы в Москву. Вслед за Нарвою взяты были замки Нейгаус, Дерпт и другие. Для бедных эстов, пострадавших и теперь и прежде от войны, Блаженный Корнилий щедрую рукой раздавал пособия всякого рода. Он принял на себя построить православный храм в Нейгаузе, тогда как в Нарве и других местах строило храмы правительства. Благотворительность Блаженного Корнилия, его кроткие наставления, его бескорыстие и чистая жизнь произвели то, что в приходе Нейгауза все эсты, а в других приходах многие обратились к святому православию, как к благочестию бескорыстному и искреннему. Да, нетрудно понять учение апостола, надобно быть исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающими самих себя. что пользы, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Там, где хотят питать и развивать один разум, где с презрением отвергают способы образования воли, там невозможно живое вседушевное благочестие, там только обманывают самих себя. Там, где говорят, каждый думай о вере по своему усмотрению, ожидайте всего нечестивого, но уже отнюдь не христианского благочестия. События сами по себе сильно говорили в пользу православия. В 1560 году блаженный Корнилий был орудием дивного дела Божия на радость православию и в казнь врагам его. В праздник Успения Богоматери он послал Просфору и Святую Воду воеводам, стоявшим под Фелином, и лишь только прибыл туда посланный им, как в Фелине вспыхнул от ядер пожар, истребившие снаряды и весь хлеб неприятеля. Немцы вынуждены были сдаться. Признательные воеводы прислали в обитель Богоматери Фелинский колокол. В 1565 году Блаженный Корнилий окружил монастырь каменной оградой и над вратами обители построил храм в честь святителя Николая, поручив всему дивному защитнику чистой веры оберегать обитель православия. При положении обители на границе ливонских немцев, заклятых врагов православия, такое укрепление необходимо было не для одной обители, но и для целой России. Это неопровержимо доказали события 1581 года, когда монастырь счастливо выдержал осаду Баторьевых войск, и грозные силы неприятеля без пользы для него истратились под стенами обители. В 1570 году преподобный Корнилий со всем псковским духовенством торжественно встречал грозного царя во Пскове. Царь назначил православного епископа для завоеванной Ливонии с титулом епископа Юрьевского и Вельинского, и первым епископом был посвящен блаженный Корнилий. По летописям новый владыка Юрьевский 14 октября 1570 года прибыл из Москвы в Новгород, а в 1572 году являлся он к царю в Новгород с иконами. В синодике Печерского монастыря записана память, представление священной епископа Корнилия, Юрьевского и Вельинского. Князь Курбский пишет, «Умершвлен им, Иоанном, Корнилий, игумен Печерского монастыря, человек святой, славный по иноческой жизни. Он с молодости своей жил в трудах иноческих и воздвигнул монастырь трудами долгими и молитвами пред Богом». В Печерской рукописи сказано о преподобном Корнилии. От тленного сего жития земным царем предпослан к небесному царю. Как это было, за что или по какому поводу, неизвестно. Только сам больной душою царь записал Корнилия в числе убиенных, показывая тем свою прикосновенность к страдальческой смерти Корнилия. Подвижник благочестия скончался на 69-м году жизни своей 20-го февраля. Молитвами преподобно мученика Корнилия Пскова-Печерского Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас. Аминь. во имя отца и сына и святого Духа. Житие священно-мученика Поликарпа епископа Смирнского. В продолжение долголетней жизни своей святой апостол Иоанн Богослов образовал многочисленных учеников, которые деятельно содействовали к распространению евангельского учения. Таких благовествователей, принявших учение о Христе непосредственно от апостолов, церковная история именует мужами апостольскими. Одним из известнейших между ними и просиявших во всем мире высокую христианскую жизнью и мученическую кончину, был один из любимых учеников святого апостола Иоанна Богослова, слушавший и других апостолов, святой Поликарп, епископ Смирнский. Первое воспитание свое получил он в Смирне, в доме одной благочестивой и богатой вдовы Каллисты, которая, не имея своих детей, приютила у себя этого осиротевшего отрока. Он оказался вполне достойным этого благодеяния, так как с самого детства был замечательно добр и благочестив. Каллиста полюбила его как сына, и когда он достиг совершеннолетия, то она поручила ему управление всем своим домом, умирая же, сделала его наследником всего своего имения. Но земные блага не привлекали к себе души юношей и не терпела сердце его, чтобы жить в изобилии, когда вокруг себя он встречал многочисленных бедняков, не имевших даже необходимого. Блаженный Поликарп немедленно употребил имение свое в пользу нуждающихся и сам предался строгому воздержанию среди занятий своих, состоявших в учении Святого Писания, в молитве, излужений больным и престарелым. Бывший тогда в Смирне епископ Вукол, поставленный самим учителем своим святым апостолом Иоанном, обратил внимание на этого благочестивого юношу, обращенного из язычества Поликарпа, что видно из следующих слов его позднейшего послания к филиппийцам, тогда еще не знал «Я Бога, когда вы, наученные Павлом, познали его», епископ Вукол, видя его ревностную веру, поставил сначала клириком, потом диаконом. Самые апостолы Павел и Иоанн Богослов, проповедовавшие тогда в Малой Азии, полюбили Поликарпа. Он был им учеником, подражателем их жизни, сообщником в трудах, сопровождая их во многие города Малой Азии и помогая распространять учения Христова. По воле святых апостолов святой в укол по возвращении Поликарпа в Смирну рукоположил его в священники. В этом сане он ревностно проповедовал народу, рассказывал слышанные им от возлюбленного ученика Господня Иоанна о жизни и чудесах Спасителя, объяснял закон, написал много посланий Церкви Христовой и с успехом обращал к Господу души язычников. По смерти епископа Смирнского Вукола святой Поликарп, собеседник апостолов, рукоположен был на епископию Смирнской Церкви очевидцами и слугами Господа. Вскоре сделался он самым уважаемым епископом Малой Азии. О святой жизни его упоминает в посланиях своих друг его святой Игнатий Богоносец. Подражая примеру Иоанна, апостола любви, Поликарп и в частной жизни своей, и в общественной деятельности отличался в особенности милосердием, благотворил даже врагам веры язычникам, которые поэтому почитали его. Словом и собственным примером и чудотворениями, утверждая вере Христовой, святой Поликарп также ревностно охранял чистоту христианской веры, неутомимо преследуя ложные учения еретические. Впрочем, когда дело не касалось существенных основ веры, то тот же строгий охранитель истины остерегался и избегал нарушений мирных отношений с теми, кто различно от его мнений относился к некоторым несущественным сторонам предмета, сохраняя во всяком случае христианскую любовь и общение. Благодать Божия видимо пребывала на добродетельном служителе церкви Поликарпе. Силою ее совершал он многие чудотворения, которыми утверждал благовествуемую им веру. Таким образом исцелил он от беснования слугу начальника города, остановил в городе опустошительный пожар, прекратил без дожди. Сам был охраняем чудную силою Божию. Однажды, когда он путешествовал и остановился на ночной отдых в гостинице, то вдруг пробужден был видением ангела, который приказал ему немедленно покинуть гостиницу, и едва успел он выйти из нее, как она обрушилась. Многие годы мудро и благодатно епископствовал святой поликарп в Смирнской церкви. В это время христиане подвергались частым преследованиям. Наконец, в 167 году, когда святитель достиг уже глубокой старости, возникло при императоре Марке Антонии новое, сильнейшее гонение на христиан в Малой Азии. Множество христиан умирало в страшных мучениях, настало время мученического подвига, и для святоносного стал по церкви Христовой святого поликарпа. Озлобленные против него, как против могущественного проповедника веры Христовой, язычники, и в особенности иудеи, неотступно стали требовать, чтобы он был предан суду. Святитель не боялся смерти и с невозмутимым спокойствием ожидал, чтобы ему предстать исповедником Бога своего. Но христиане, для которых дорога была жизнь благого учителя их, убеждали его удалиться из города и приютиться в безопасном месте, пока не стихнет ожесточенный порыв язычников против христиан, пока не прекратится преследование. Святой поликарп уступил желанию и мольбам паствы своей и действительно укрылся в одном селении, имея в виду также и необходимость поддерживать в вере и терпении гонимых христиан. Проводя здесь большую часть времени в молитве, он однажды предупрежден был видением, что мученический конец его близок. Ему представилось, что изголовье его плает огнем, и он спокойно сказал тогда бывшим при нем, я буду сожжен за имя Господа Иисуса. Действительно, вскоре после этого видения убежище старца Поликарпа было открыто. Когда воины, посланные из Смирной, чтобы взять его, прибыли в селение, где он находился, то, сказав, да будет воля Господа моего, святитель сам пошел к ним навстречу. Воины поражены были величественным неземным спокойствием старца и не осмелились наложить на него руки. Поликарп скротостью обратился к ним, предложил им подкрепить себя пищей и попросил у них час времени для молитвы. Излив свою душу пред Господом и восприняв благодатные дары молитвы, проповедник вышел к воинам которые посадили его на осла и повезли в Смирн. Едва вступил святой Поликарп в амфитеатр, как сам он и предстоявшие услышали голос с неба «Мужайся, Поликарп!» Проконсул потребовал, чтобы Поликарп отрекся от Христа и произнес хулу на него. «Восемьдесят шесть лет служу я Христу», отвечал старец, «и он ничем не оскорбил меня. Как могу я хулить царя моего, который меня спас?» «У меня есть звери», сказал проконсул, «если ты не образумишься, то я велю бросить тебя на съедение им». «Делай, что хочешь», отвечал Поликарп, «я все-таки не променяю добрых мыслей на худые. Ты не боишься зверей? Тогда я предам тебя огню. Ты грозишь мне огнем угасающим, а сам не ведаешь, что есть огонь неугасимый для неверующих и совершающих беззакония?» Судья велел провозгласить «Поликарп христианин», и тогда язычники и иудеи стали с яростью требовать его казни, крича «Это развратитель всей Азии, отец христиан, истребитель наших богов, да будет он сожжен». И поспешно стали собирать хворост и разводить костер. В это время мучители готовили железо и гвозди, чтобы приковать к костру святителя, но Поликарп сказал им «Оставьте меня. Тот, кто дает мне силу терпеть огонь, даст силу быть на костре и без гвоздей неподвижным». Взойдя на костер, святой Поликарп устремил взор свой на небо и громогласно воскликнул «Отец возлюбленного и припрославленного сына твоего, через которого мы получили познание о тебе. За все хвалю тебя, благословляю тебя вместе с вечным и пренебесным Иисусом Христом, возлюбленным твоим сыном, с которым тебе и святому духу слава и ныне и в будущие веки. Аминь». Между тем, как молитвы праведника, стоящего среди пламени, возносятся к Богу, как бы в знамении божественного отзыва на молитву его, завершается чудо. Пламя, воздымаясь все выше и выше, образует над молящимся подобие свода, не касаясь тела его. Предавший тело свою огню, но возносящийся всею душой своей к Богу, стоит невредим. Но разве могут видеть слепые? Разве могут быть тронуты ожесточенные сердца? Дивное совершается, но не поражает, не трогает неведающих Бога, только смущает и раздражает их. Толпа вопиет, чтобы палач оружием своим сквозь пламень пронзил сердце исповедника. И вот длинное копье пронзает святое тело его. Обильно хлынула мученическая кровь, так обильно, что залила костер. Чудным образом залито, погашено разгоревшееся пламя, но ничему не угасить разгоревшаяся ненависть людей, в сердце которых нет истинного Бога живого. Иудеи просят судью, чтобы он велел сжечь пораженное убийственным копьем тело мученика, а не бояться, чтобы христиане не почтили его как Бога. Не знают они, иудеи и язычники, что мы не можем отступить от Христа, пострадавшего за спасение всех, и поклоняться кому-либо другому. Так пишут очевидцы страданий святого Поликарпа в письме их ко всем церквам. Ему мы поклоняемся, как сыну Божию, а мучеников достойно любим, как учеников и подражателей Господа. Любим за их неизменную приверженность к своему царю и учителю. Сотник же, по повелению судьи, сжег тело Поликарпа, продолжают письмо свое смирнские христиане. Мы же собрали от пепла кости его и схоронили в чистом месте, где будем с весельем праздновать день его страданий в память тех, которые пострадали за Христа и в укреплении тем, которые такой же смертью будут исповедовать и прославлять Христа, истинного Бога нашего. Сие посылаем вам через брата Марка. Когда прочтете, то доставьте сие послание прочим братьям, да и они прославят Бога, показавшего нам такого верного избранника, и могущего и нас исполнить своею благодатью и ввести в вечное царство свое Сыном Своим Единородным Иисусом Христом, Ему уже слава и честь и царство и величество вовеки. После святого епископа Поликарпа сохранилось послание его к филадельфийцам и предсмертная молитва, записанная свидетелями мученичества его. В послании своем он убеждает христиан усовершаться в вере в Того, Которому все покорно, Которому все дышащее служит, Который придет судить живых и мертвых. Убеждает их к твердости и терпению, Примером Того, Который все претерпел за нас, чтобы нам жить в нем, и Примером исповедников веры. Молитвами священно-мученика Поликарпа епископа Смирнского Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас. Аминь. Горько Смирно-м�нец. Смирно-мвинь. 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 Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Житие святой преподобно-мученицы Евдокии. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. С поразительной верностью осуществились эти слова боговдохновенного апостола в жизни, вспоминаемой церковью блаженной Евдокии. Как ураган, налетевший внезапно на бездны морские, с непреодолимую силой крутит, потрясает волны, приводит их в сильнейшее движение и волнение, и, проникая до самой глубины морской, могучий сторгает на поверхность предметы, сокрытые в недоступных глубинах, Так и свет и мощь святого Писания внезапно проникли в темную душу великой грешницы и исторгнули сокрытые в глубине ее сокровища, присущие душе человеческой, но бездействующие, мертвые, невидимые, пока мгла грехов тяготеет над ними. Однажды, в то время, когда язычество еще преобладало повсюду и нравы языческие допускали еще ничем не сдерживаемую распущенность, жила в городе Филиппийском Иллиополе одна богатая женщина, замечательная, необыкновенной красотою, привлекавшей к ней многих поклонников, с которыми вместе она предавалась разгульной и беспечной жизни среди безумной роскоши и совершенной праздности. Казалось, что, кроме нечистых удовольствий, ничто не занимало ее. Это была язычница в полном смысле слова. В душу ее не проникал еще ни один луч света Христова. Но этот свет уже сиял в мире, и число полиняемых им распространялось повсеместно, и эти-то избранные служили, в свою очередь, блаженным орудием для привлечения к нему новых счастливцев. Пришел, наконец, час возрождения и погибающий Евдокии. Однажды, когда она предавалась ночному покою в роскошной комнате своего дома, внезапно, среди ночи, она проснулась. Господу угодно было определить эту минуту и на пробуждение ее спящей души. За стеной той комнаты, где спала Евдокия, находилось другое жилище, которое занимал один христианин. Случилось так, что в тот день прибыл в город и остановился в этом жилище один инок по имени Герман. Когда наступила ночь, то прежде чем уснуть, он долго молился. После же молитвы стал читать священное писание. Он читал вслух. Чтение его было умилительное, нередко прерывалось оно глубокими вздохами и молитвенными призываниями. Евдокия стала прислушиваться. Инок читал о страшном суде Господнем, о вечном блаженстве в Царстве Божьем, которое предстоит праведным, и о страшных мучениях, которые ожидают людей, ведущих беззаконную жизнь. Проснувшаяся Евдокия с любопытством прислушивалась. То, о чем читал инок, было для нее совершенно ново. Слова Спасителя о страшном суде и о вечной жизни ее поразили. Душа ее смутилась под влиянием какого-то непонятного для нее страха. Евдокия не могла заснуть и рано утром призвала к себе инока. «Кто ты и откуда? Какая жизнь твоя и твоя вера?» спрашивала она инока. «С той минуты, как я услышала, что ты читал сегодня ночью, душа моя взволновалась. И если это правда, что грешным людям предстоит мучительная вечность, то скажи мне, кто же может спастись?» «Страшно и удивительно то, что ты читал о суде. Я никогда об этом ничего не слыхала». «Какая же твоя вера, если ты говоришь, что никогда не слыхала о суде Господнем?» спросил Герман. «По отечеству и по вере я самарянка», отвечала Евдокия. «Я очень богата. И, услышав слова, что богатым трудно спастись, я ужаснулась». «Скажи мне, откуда у тебя такое богатство?» «Ты имеешь его от мужа?» спросил Герман. «Нет, я не имею законного мужа, но богатство мое я собрала от многих мужей. Только думаю теперь, какая мне польза от моего богатства, если богатым предстоят мучения в будущей жизни?» «Женщина, скажи мне правду, потому что и Христос мой, которому я служу, истинен и требует правды. Хочешь ли ты спастись, отказавшись от богатства, и жить в бесконечной радости, или, живя здесь в богатстве, лишиться от радной участи в вечной жизни?» «Я готова отдать свое богатство ради вечной радости, но меня удивляет, за что ваш бог так не терпит богатых?» «Нет, бог не отвергает богатых, но отвергает только тех из них, кто неправедно приобретает богатство или неправильно употребляет его на удовлетворение незаконных потребностей и не на пользу ближних. А что скажешь ты о моем богатстве? Праведное ли оно или неправедное? Я считаю его истинно неправедным и противным богу. Отчего же это? Я многих бедных одела, многих накормила. Какое же зло в моем богатстве?» «Послушай меня», — возразил Герман, «хотя ты и подаешь милостыню, ты не можешь быть приятной богу, живя неправедно во многих других отношениях. Ты не можешь получить благодать Божию, живя в нечистоте. Кто ходит босыми ногами по терниям, тот подвергается занозам, и если ему и удается вынуть из ноги несколько занос, то все же останется много греховных занос на твоей совести, которые препятствуют твоему полному очищению перед Богом, которые готовят тебе мучительную вечность, ожидающую нераскаившихся грешников. Но ты можешь избежать ее, если хочешь узнать заповеди Божии и исполнить их. «Поучи меня христианской вере вашей, возьми у меня сколько хочешь золота и проведи здесь несколько дней. Я же готова раздать все мое богатство и пойти вслед за тобою, куда ты идешь». «Мне не нужно золота», — отвечал Инок, «я желаю только твоего спасения. И хотя я спешил возвратиться в свою обитель, я останусь здесь еще несколько дней, чтобы видеть твое обращение к Богу. А ты призови христианского пресвитера, чтобы он научил тебя и крестил тебя, потому что это начало и основание спасения». Немало удивился священник, когда, посланный от Евдокии, пришел приглашать его к ней, так как она известна была во всем городе как легкомысленная женщина, преданная пустой, праздной, греховной жизни. Не замедлил он, однако же, пойти к ней. Увидев его, она припала к ногам его и молила его сделать ее христианкой. Заметив, как мало еще была подготовлена эта женщина к восприятию истины Христовой, как опутано было мышление ее всякой мирской суетой и пока еще только бессознательным страхом, священник не нашел удобным совершить над ней немедленно святое крещение, а посоветовал ей провести хотя одну неделю в уединении и молитве. Между тем он подготовлял ее, раскрывая и объясняя ей главные истины христианской веры и ободряя ее беспредельным милосердием Божьим ко всем и, в особенности, кающимся грешникам. Когда священник ушел, то Евдокия долго еще беседовала с иноком Германом, расспрашивая его об образе жизни христиан, об иночестве. Простившись же с ним, Евдокия призвала слуг своих и приказала им никого не допускать к ней, сама же уединилась в своей комнате и семь дней провела в посте и молитве. По прошествии этого времени инок Герман по обещанию своему посетил Евдокию. Он нашел ее изменившуюся, утомленную. Лицо ее похудело, но светилось какой-то чудной радостью, как бы отражавшую свет преобразившегося сердца ее, полного теперь любви и упования. Сверх того, она была обрадована чудным видением, о котором и сообщила Герману. «Меня вдруг осиял чудный свет», говорила Евдокия, «и ангел светлый и прекрасный, взяв меня за руку, вознес на небо. Там лики святых душ встретили меня радостно и называли меня сестрою. И в это время послышались слова, Богу милосердному угодно спасать грешников, раскаивающихся. Пусть душа эта совершает подвиг свой, и я буду с нею во все дни жизни ее». Ангел же, возвратив меня в дом мой, сказал, «Много радости бывает на небе, когда грешник приходит к покаянию, потому что милосердный отец небесный не желает, чтобы погибла душа человеческая, причистыми руками его созданная по образу и подобию своему». Сказав это, ангел перекрестил меня и отошел. Через несколько времени снова посетил ее инок Герман, и, увидев, что она все свое богатство употребила для бедных, освободила рабов своих и сама живет в бедности и смирении, отправил ее в женскую обитель, находившуюся невдалеке от мужского монастыря, в котором жил он сам. Это было в 96 году в царствовании императора римского Трояна. Сделавшись монахиней, Евдокия ревностно занялась чтением Святого Писания, посвятила себя вполне трудам и подвигам иноческой жизни и до такой степени превзошла всех монахинь в трудах поста и молитвы, что, когда на втором году ее поступление в обитель умерла здешняя настоятельница, то, согласно общему желанию, Евдокия была избрана игуменью обители. Вскоре после этого граждане Иллиополя, предполагая, что богатство, собранное Евдокию, она хранит в своей обители, пожелали отнять его у нее и послали для этой цели вооруженный отряд в обитель. Во главе отряда был сын начальника города. Не дойдя до обители, он захворал смертельно и возвратился к жизни только после молитвы о нем Евдокии. Это чудо поразило весь народ и самого правителя, который вместе с значительной частью народа познал тогда силу бога христианского и обратился к нему. Через несколько лет повторилось нечто подобное. Евдокия была вызвана на суд как христианка. Предупрежденная о помощи свыше в ночном сновидении, она без страха исповедала веру свою перед призвавшим ее новым правителем города и была предана мучениям. Перенесла она их с невозмутимой твердостью и снова совершала чудеса, которые обратили к Христу и этого правителя. Сделай и меня христианином, обратился он к Евдокии. Вижу, что велик тот бог, которого ты исповедуешь. Таким образом, приняли святое крещение начальник войска Деодор, бывший при суде Евдокии, жена его и весь дом его, а также правитель города Деоген со всем домом своим и много народа. После этих событий святая Евдокия поселилась по просьбе Деодора в доме его и учила новообращенных христиан. Таким образом, продолжая свой христианский подвиг, она дожила до глубокой старости. После того, как она приняла святое крещение, прошло уже 56 лет. В это время возникло гонение на христиан. Правителем города вместо умершего Деодора был враг христиан Викентий. Узнав, что Евдокия успешно содействует распространению христианства, он осудил ее на смерть. Молитвами преподобно-мученице Евдокии, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие святителя Арсения, епископа Тверского Святой Арсений, родившийся в Твери от благородных и благочестивых родителей, получил приличное воспитание и еще в юные годы, отличаясь кротостью, не любил рассеянности. По смерти родителей своих, оставшись наследником богатого имения, он обратил дом свой в дом принятия странных и бедных. Родные сочли такую жизнь молодого человека странную. Они то упрекали его в расточительности, то уговаривали вступить в брак. К чему это святошество, говорили ему, стыд и грех разорять отцовское достояние. Молодой человек думал с собою, точно грех расточать отцовское добро на дела худые. А полезно ли нам благочестие, увидим за гробом, если не видим здесь. Он дал свободу слугам, наделил их щедро, а сам решился расстаться с миром и молил Господу указать ему путь. Ночью во время сна услышал он голос, звавший его в Киев, в обитель Пречистой. Он встал, тайно вышел из города и отправился в Печерскую обитель. Со слезами объявив настоятелю о своих расположениях душевных, Арсений принят был в обитель и облечен был выночество. Как и всякий новый послушник, проходил он нелегкие послушания, но проходил с любовью, усердно рубил дрова, носил воду, готовил пищу. Ночь проводил он в молитве и пищей удовольствовался простою. Чистую жизнью и трудами по клиросу обращал он на себя особенное внимание братьев. Тогда жил в Киеве митрополит Киприан. Святитель узнал и полюбил Арсения. Он посвятил его в Иеродьякона и держал при себе. Когда Киприан в 1390 году возвратился из Царьграда с именем и правами митрополита всей России, то, отправляясь в Москву, он взял с собой Арсения и поручил ему заведовать письменными делами митрополии, как человеку сведущему и чистой совести. В июне того же года первосвятитель приглашен был в Тверь для рассмотрения дел тверского епископа Ефимия. На соборе Ефимий найден неправом, митрополит еще до окончания суда запретил Ефимию священнослужение. Но князь Михаил недовольствовался тем и требовал, чтоб Ефимий был удален. Митрополит вынужден был выполнить требования князя. На месте удаленного Ефимия князь Михаил Александрович желал видеть Архидьяка на Арсении. И митрополит, зная Арсения, рад был такому желанию. Но никак не хотел того смиренной Арсений. «Я человек грешный», говорил он, «не имел и не имею другого желания, кроме желания оплакивать грехи мои. Потому не принял я Иса на священство, о епископском же грешном не и думать». Святитель сказал, что за сопротивление собору Архидьякон Арсений подвергнет себя запрещению. И покорившийся Арсений в день успения Богоматери посвящен был в Тверского епископа. Пока жив был князь Михаил Александрович, он дарил блаженного Арсения душевным миром. Своим умом, своими расположениями душевными он поддерживал мир между подчиненными князьями, заставил даже Москву уважать его, а подданные его пользовались при нем счастьем правды и мира. Последние годы свои он особенно посвящал настроение и украшение храмов Божиих. Но он был уже стар и близился к другой жизни. Для блаженного Арсения служило утешением последнее время жизни его. Вот современные известия о том вполне назидательные. Уже два года прошло, как Михаил отправил в Царьград послов с милостынью к Соборной Церкви Святой Софии и к Патриарху. Император и Патриарх приняли и отпустили Тверских послов с большой честью. Патриарх отправил к Михаилу своего посла с иконою Страшного Суда с мощами святых с честным миром. Когда великий князь узнал, что послы приближаются к Твери, то велел им выйти в город к вечеру. Ему пришла мысль, встретив икону святого места и приняв благословение Патриарха, не возвращаться более домой. На другой день утром, когда сыновья, другие князья, бояре и разные люди ждали его с делами по обычаю управления, Михаил не велел уже никому входить к себе, а позвал одного епископа Арсения и объявил ему о намерении своем постричься. Благочестивый епископ одобрил и укрепил в князе доброе желание его посвятить последние дни очищению совести и молитве. Князь вышел к народу, стал на высокую ступень и поклоняясь на все стороны сказал Простите меня братья и дружина добрые дети тверские оставляю вам любимого и старшего сына Ивана пусть будет вам князем вместо меня любите его как меня любили а он пусть оберегает вас как я соблюдал народ отвечал горькими слезами и похвалами своему старому князю он опять смиренно всем поклонился и пошел в Афанасьев монастырь здесь за известную плату выпросился жить у одного монаха именем Григория на четвертый день он был пострижен под именем Матфея и спустя восемь дней после этого обряда умер после Михаила начались сильные раздоры между князьями Тверского княжества эти раздоры сами по себе столько противные духу христианскому вносили еще раздор в дома боярские а для народа были сущим бедствием много надо было трудиться святому пастырю чтобы сколько нибудь ослаблять если не совсем погасить этот пагубный дух вражды и труды его не были бесплодны в 1403 году он успел примирить кашинского князя Василия с тверским князем Иваном Михайловичем и вслед за тем сам венчал сына князя Ивана с дочерью князя Василия и однако опять поднимались раздоры кровавые в 1406 году в день Святой Троицы блаженный архипастырь окончательно примирил враждовавших сильно волновавшиеся страсти князей и бояр усмирены влиянием страха Божия который внушал святитель Арсений Жизнь блаженного пастыря служила назиданием для всех всегда тихий и кроткий он ни от кого не отходил с гневом или враждаю был бескорыстен и не ласкал ничем своего самолюбия дышал любовью ко всем забывая себя раб Господа говорит апостол о епископе не должен ссориться но быть приветлив ко всем учителен не злобив должен скротостью наставлять противников не даст ли им Бог обратиться к познанию истины так и поступал блаженный Арсений выполняя волю небесного владыки он усердно искал заблудших и вводил в ограду покаяние заботливый о славе имени Божия святитель построил несколько храмов в Твери и ее окрестностях и возобновил кафедральный Спасский собор первосвятитель Киприан любил блаженного святителя три раза вызывал его в Москву для соборных совещаний тяготясь делами страстей людских пустынно любивый архипастер искал себе отдыха пустынного в четырех верстах от города Твери на реке Тмаке полюбилось ему место и он построил здесь храм в честь преподобных Антония и Феодосия незримых наставников своих поставил кельи пригласил иноков и избрал для них игумена с того времени он часто проживал здесь занимаясь богомыслием молитвами и трудами пустынника в 1404 году святитель основал и в следующем году осветил в любимой обители своей каменный храм в честь успения богоматери новое напоминание о близкой к душе его печерской обители дабы иметь перед глазами постоянное напоминание о смерти блаженный Арсений вслед за тем как окончилось построение обители начал готовить себе гроб собственными руками тесал он его из камня выдалбливая ложи из одного и покрышку из другого камня так готовил он душу свою к жизни загробной в феврале 1409 года великий наш учитель сильно заболел 28 февраля открылась сильная боль в голове так что с полуночи не мог он говорить марта первого после утренни тверской князь с братьями детьми и боярами пришел к одру болящего святителя паства спешила принять благословение и прощение ночью постоянно находилось при нем 10 чернористов думая услышать от дорогого пастыря какое-нибудь слово но он был безмолвен и часа за два до утра блаженный пастырь окончил свой земной путь молитвами святителя Арсения епископа Тверского Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас Аминь Могу Иисусе Иисусе и Иисусе и Иисусе Субтитры создавал DimaTorzok Житие благоверных князей Георгия Владимирского и Василька Ростовского В 1219 году благоверный и великий князь Георгий взошел на престол Владимирский Оберегая границы на востоке, Георгий в 1221 году заложил на берегу Волги Нижний Новгород Где прежде был болгарский городок Здесь построен им каменный храм Спасителю и устроен общежительный монастырь с храмом Богоматери В то же время построен им каменный храм Спасителю в Суздале Где пол храма устлан был красным мрамором, присланным в дар болгарами А во Владимирском Рождественском монастыре поставлен каменный храм Богоматери В 1225 году, находясь в 140 верстах от Костромы на Волге Появление иконы святого Георгия основал на горе Юрьевец Поволгский Занимаясь с полным усердием устройством русской земли Посылал он свое войско на помощь новгородцам против ливонских немцев В 1228 году наказал войною дикую мордву Потом еще раз заставил болгар просить у него мира И снова наказал мордву В 1230 году отдал священную почесть болгарскому мучнику Аврамию Перенесением мощей его во Владимир А в следующем году перенесены были в новый ростовский собор Мощи святителя Леонти Не ожидали в России того страшного бедствия Которые после отказывались и изображать В 1236 году монголы разгромили болгар Придав все огню и мечу Об этом узнали тогда же в соседнем Владимире И зимою того же года Георгий женил двух сыновей своих Владимира и Мстислава Людям ли знать, когда начинается над ними суд Божий К несчастью, система областного правления Неруководимого сильную центральную властью Достигла тогда крайнего развития Каждый князь думал только о себе В 1237 году монголы опустошительной войною шли на Россию Великий князь Георгий послал сына Всеволода к Коломне Но Рязань уже была опустошена А затем и Всеволод разбит был на голову Оставив юного брата Владимира в плену Георгий, оставив сыновей защищать Владимир Отправился собирать войска другие Февраля 2-го 1238 года Татары подошли к Владимиру «В городе ли великий князь?» Спросили чиновники Батыя у Золотых ворот Из города пустили в ответ стрелы «Не стреляйте!» — кричали татары И показывая пленного князя Владимира говорили «Узнаете ли князя?» Юный князь был бледен и истомлен страданием Всеволод и Мстислав заплакали «Лучше нам, братцы, — сказали они дружинам, — Умереть за святую веру, чем быть в их неволе «Все это навел на нас Бог за грехи наши» Февраля 6-го Владимирцы увидели, что неприятель Ставит вокруг города стенобитное оружие А вечером стал окружать его валом и тыном Князья Всеволод и Мстислав Княгини-матих с дочерьми и невестками Многие вельможи собрались в храм Богоматери И приняли от епископа Митрофана Пострижение выночества Все принесли исповедь в грехах своих Причастились святых тайн И приготовились к смерти Февраля 7-го, в воскресенье Месопустное Город был взят и страшно опустошен Святитель Митрофан, супруга Георгия Агафия Дочь Феодора, невестки Мария и Христина Страдальчески умерли в пламени собора Сыновья Всеволод и Мстислав пали в сражении Большая часть жителей столицы убиты Немногие взяты в плен Георгий, получив ввесть о такой участи Своего семейства и народа Сказал с Иовом Благоверный Георгий под тяжестью бед не только не полдухом, но еще окреп Удалясь в Ярославль, дорогу взял он с собою ростовских князей с их дружинами Слыша же о страшном по огромному числу неприятеле, он решился идти в глухое место На реку Сить, туда, где тянутся болота на огромных пространствах Туда же приглашены и ополчение князей Переиславского Ярослава и Юрьевского Святослава Батый, взяв Владимир, отправил сильные отряды к Ярославлю, чтобы догнать великого князя Георгий решился сберегать слабые в сравнении с неприятелем силы своей до лучшего времени Великий князь отправил дорожа Дорофея Семеновича с тремя тысячами пытать татар Разведывать, где явятся они Чтобы вовремя или идти далее на север в новогородские владения Или приготовиться к битве Но тогда, как Георгий ждал татар от Ярославля, до которого они гнались за ним Полководец Батыя Бурундай пошел из Владимира Опустошил Переиславль, Кашин и истребительную волною двигался к Бежицкому верху Тут дорож неожиданно наткнулся на татар Жаркая схватка дорожа оставила по себе память в имени село-могилищ Дорож поспешил к Георгию Князь, сказал он, татары уже обошли нас То есть с одной стороны шел Бурундай, с другой от Ярославля двигались другие волны Великий князь еще прежде того велел полководцу своему готовить войска к встрече с неприятелем С Георгием были теперь брат Святослав и племянники князья Ростовские с их дружинами Но не было с ним, брата Ярослава с его переиславцами Войска Георгия еще не вполне готовы были к бою, как явились свирепые враги Полки сошлись и произошла кровопролитная битва Пред неприятелем многочисленным и остервенелым русские дружины при всем мужестве не устояли Великий князь был убит, а с ним пало множество войска его Это было 4 марта 1238 года Ростовский епископ Кирилл, возвращаясь из Белозерской стороны, куда благоразумно удалялся он от татар Отыскал в куче мертвых обезглавленное тело великого князя Георгия Он привез его в Ростов и с великою честью, совершив надгробные служения, положил в Ростовском соборе Голова великого князя отыскана после и положена в гроб его На втором году после кончины тело страдальца святой веры и отчизны По распоряжению князя Ярослава торжественно перенесено было во Владимир и положено в соборном храме Тогда увидели невиданное чудо Глава святая Прильнула к святому телу Так что и следа не было От сечения на вые его Правая рука Поднята была Как бы у живого Показывая На подвиг Современная летопись так говорит о свойствах великого князя Георгия Юрий украшен был добрыми качествами Он старался выполнять заповеди Божии И хранил страх Божий в сердце своем Помнил слова Господа Асем познают вси Яко мои ученицы есть те Аще любовь имоте Между собой Даже врага своего Отпускал он от себя с дарами Был весьма милостив И не берег имение своего Раздавая милостыню бедным Украшая храмы Божии иконами и книгами Почитал чин иноков и священников И подавал им нужное Приносил Господу молитвы днем и ночью Святой Василько или Василий Святой Василько или Василий Благоверный князь Ростовский Разделивший с великим князем Юрием Подвиги на реке Сити Родился в 1209 году в Ростове Отец его, Константин Всеволодович Князь Ростовский Потом великий князь Владимирский Любил Господа Твердо помнил о вечности И был весьма образованный Он любил духовные беседы Прилежно читал книги Держал при себе людей ученых У такого отца Василько Мог получить лучшее воспитание И по уму, и по сердцу В 1212 году в Ростове Совершены были постриги Юного князя Василька В первый раз посажен он был на коня Чтобы учиться доблестям воина В 1216 году Отец сел на столе великого князя во Владимире Юный Василько объявлен князем Ростовским А брат его, Всеволод, князем Ярославским Василько остался в Ростове без отца Но семилетнего князя Хранил друг отцовского дома Духовник князя Константина Пахомий Епископ Ростовский Пастырь по отзыву летописи Искренний, бескорыстный Обличитель хищников и мздоимцев С щедрой, сострадательной И обогащенной книжным учением К тому же Заботливый отец по временам Посылал доверенных умных бояр Смотреть, как живут И учатся ли добру Юные князья Отец Жил недолго В духовном завещании своем Он говорил детям Любезные дети Живите в любви между собою Бога бойтесь и всею душою И заповедь его Соблюдайте во всем Живите, как жил я Нищих и вдовах не презирайте Не уклоняйтесь от церкви Уважайте иерейский, и иноческий чин Слушайте книжные учения Будьте в любви между собою И Бог мира Будет с вами Слушайтесь старших Они учат вас добру А вы еще молоды Вижу, дети мои Что конец мой близок Поручаю вас Богу И Пречистой Богородице И брату моему Георгию Который вам будет Вместо меня Добрый отец Скончался 2 февраля 1219 года Мать Княгиня Анна Мстиславовна Постриглась тогда же Над гробом супруга И скончалась Спустя два года Юные князья Остались сиротами Но великий князь Георгий Которому поручены они отцом Был в полном смысле Отцом для племянников И отцом лучшим Он то вызывал их к себе То посылал смотреть за ними людей Стоивших доверия Князь Василько Скоро стал показывать делами своими Что он достоин был Любви отца и дяди Он являлся для современников Образцом лучшего князя И приводил их в восторг Собою Вот образ его Написанный современником Красавец лицом С очами светлыми и грозными Он был храбр Добр сердцем Ласков с боярами Кто из бояр служил ему Кто ел хлеб его И пил из его чаши Тот не мог забыть его Не мог быть слугою Другого князя Он очень любил Служивших ему В нем мужество Соединено было с умом И правдивость сознанием Он был во всем сведущ На все способен Это был отец И кормитель сиротом Великое утешение печальным Очи сердца его Отверстия были Богом На весь церковный чин И он был отцом Для всех духовных и бедных В 1223 году Южные князья соединились Для отражения татар Впервые появившихся В русских пределах На помощь к ним Великий князь Владимирский Послал князя Василька С его ростовцами Василько был уже в Чернигове Когда со скорбью Услышал о жестоком поражении Князей на реке Калки Василько Говорит летопись Сохранен был Богом Молодой Пятнадцати лет Князь, конечно, жалел и о том Что не пришлось ему Показать на деле Пылкое мужество свое Но Бог Хранил жизнь его Чтобы вера его Росла слетами И возвысилась До готовности Встретить смерть Мученика Послушный дяде Отцу Князь Василько Через год Ходил вместе с ним На помощь Князю Михаилу Которого Несправедливо Теснил Курский Князь Олег При участии Митрополита Князья Помирились И могло ли это Не радовать Трех князей Трех Будущих Мучеников В следующем году Князь Георгий Женил Василька На дочери Князя Михаила Марии В 1228 году Мужественный Василько Вместе с дядейю Совершил Славные походы Против языческой Мордбы Брат Юрия Ярослав Уже не раз Возмущавший Братьев И сродников Против Юрия Успел было И племянников Василька И его брата Восстановить Против Юрия Но Юрий Пригласил всех Во Владимир Племянники Спешили явиться К нему А за ними Пришлось Явиться И Ярославу И после Объяснений Последовало Веселое Примирение Когда Кирилл Первый С его имени Ростовский Епископ Отказался От кафедры Василько Послал К великому Князю И Владимирскому Епископу Просить Отпустить В Ростов Для управления Епархией Игумена Владимирского Кирилла И принял его В Ростове С честью Он тогда же Избрал его И своим Духовником Еще Благочестивый Отец Василька Заложил Огромный Для того Времени Каменный Собор В Ростове Набожный Сын Продолжал И окончил Постройку Его Щедрую Рукою Украсил Его И за Радостную Встречу Нового Святителя Последовало Торжество Освящения Кафедрального Одноглавого Собора В 14 День Августа Ростовский Собор И ныне Удивляет Легкостью Своей Постройки При своей Высоте Как видно План Его Взят С Владимирского Собора Но Последний Уступает Ему В красоте И легкости Это Храм Вполне Достойный Высокой Чести Своей Быть Местом Покоя Великих Чудотворцев Леонтия И Исаии Которых Мощи Перенесены Были В Новый Собор При освящении Его Князь Василько Наследовал После отца В числе Других Добродетелей И любовь К христианскому Просвещению Памятником Тому Служит Уцелевшая До нашего Времени Книга С житием Нефонда Кипрского Писавший Ее Выражая Признательность Покровительству Князя Ученым Говорит Святие Апостоли Пророцы Мученицы Святой Нифонте Помозите Моему Господину Васильку При нем И просвещенном Епископе Кирилле В церкви Успения Левый Клир Греческий Паяху А правый Русский Наконец Пришло Время Для Христолюбивого Князя Показать Славный Подвиг Любви Своей К Святой Вере Василько Отважно Бился С татарами На реке Сити Когда Русское Войско Разбито Было Многочисленными Полчищами Василько Был Взят В плен Торжествующие Варвары Повлекли Князя За Собою Полчища Батыя Волнами Шли К Новгороду Здесь То Христианский Князь Должен Был Вытерпеть Последнюю Борьбу С Обаяниями Славы И С Смертью Василько Был Князь Величественный Ростом А Мужество И Твердость Руки Его Испытали На себе Варвары Как Не Пожелать Татарам Хотя Бы Для Одного Блеска Видеть В рядах Своих Такого Князя Они Весьма Старались Убедить Князя Пристать К Их Нечестивым Обычаям И Воевать С Ними Убеждали Вступить В их Службу И Жить Как Они Живут Мужественный Князь Отверг Предложение Татар Он Не Хотел Прикоснуться К Их Пище И К Питью Считая Их То Оскверненными Именем Идолов То Нечистыми По Их Свойству Напрасно Обольщали Его Дружбу И Батыя Напрасно Хвалились Военным Счастьем Своим Он Горячо Любил Свою Отчизну И Ее Веру Темное Царство Отвечал Христианский Князь Не Разлучить Тебе Меня Со Христом Моим Мое Несчастье Тяжело Но Оно Спасительно Мне Что Ждет Тебя С Твоим Счастьем Есть Бог И Темное Царство Погибнет Когда Исполнится Мера Беззакония Его Взыщет Он Кровь Верных Своих Татары Скрижетали Зубами От Ярости Готовые Напиться Крови Его Изнуренные Трудами Скорбью За Отчизну И Пыткую Душевную Которую Заставляли Выдерживать Враги Князь Плакал Плакал Особенно Об Ошибках Прошлой Жизни Своей Господи Ты Знаешь Все Тайны Сердца Моего Все Нечистоты Его От Тайных Моих Очисть Меня Так Молился Он Вслух В Равнодушии Гордого Стояка Нет Величия Великая Душа Чувствует Страдания Но Торжествует Над Неми Терпением Незводимым Свыше Ее Молитвы Князь Чувствовал Свои Страдания И Желал Избавиться От них Он Молился За себя Потом За детей За всех Братьев Христиан Сила Духа Его Росла С Молитвы Наконец Он Благодарил Бога Что В цвете Лет Ему Было Двадцать Девять Лет Умирает Смертью Достойную Христианина И Память О нем Не Будет Бесславна Татары Свирепо Умертвили Его И Бросили В лесу Страдальческое Тело Святого Князя Увидала В лесу Женщина Сказала О нем Богобоязненному Человеку И его Положили До времени В тайном Месте Когда же Узнали О том Ростовский Епископ И вдова Княгиня То Привезли Святое Тело В Ростов И положили В соборном Храме От плача И рыдания Не слышно Было Надгробного Пения В храме Говорит Сопременник Молитвами Благоверных Князей Георгия Владимирского И Василька Ростовского Господи Иисусе Христе Боже Наш Помилуй Нас Аминь Во имя Отца И Сына И Святаго Духа Житие Житие Преподобного Лазаря Мурманского Аланецкого В 160 верстах От Петрозаводска К северу В 60 От Пуды Жа К западу На Онежском Озере Есть Остров Муч Или Мурманский Здесь Во второй половине 14 века Подвязался Преподобный Лазарь Проповедник Святой Веры Для лопарей И строгий Подвижник Историю Свою Передал Он В предсмертном Завещании Написанном Со слов Его Духовным Другом Его Феодоси Вот Это Завещание Я Грешный Священный Инок Лазарь Раб Владыки Христа Моего Отходя Из сей Маловременной Жизни В век Неисходимый К страшному Судии Исповедуюсь Пред Богом Тебе Святой Священный Инок Феодосий Поручаю Душу Мою Вас Отцы Братья Собранные Богом Стада Молю Усердно Помолитесь О мне Грешном Дабы Вашими Молитвами Избавил Меня Бог Вечной Муки Рожден И воспитан Я В славном Городе Риме Новом Константинополе Там Я принял На себя Ииноческий Образ В Высокогорском Монастыре От руки Отца Нашего Афанасия Дискота Этот Афанасий Построил Много Монастырей И в Добром Настроении Пас Братью Скажу И о том Как по Воле Божьей Пришел Я Сюда Жил Я В Кесарии У святого Епископа Василия И провел У него В Кеновии Восемь Лет Василий С молодости Проходил Постническую Жизнь И соблюдал Чистоту Души И тела Наедине Говорил Он Мне Хочу Я Друг Оставить Епископию Помысл Понуждает Меня Отправиться В Новгород Чтобы Видеть Святые Места Поклониться Образу Святой Софии И принять Приветствие От Епископа Василия Я Возбранял Ему То И говорил Что не Следует Ему Без Откровения Божия Отваживаться На то Он Молился Богу Осем И Когда Заснул После Утреннего Пения Ангел Божий Показал Ему Собор Святой Софии И Все Церкви Новгорода Пробудясь От сна Он Пришел Ко Мне И Рассказал Как Явился Ему Ангел И Показал Все Церкви Города Я Удивился И Мы Прославили Бога Он Заповедал Мне Никому Не Говорить О Том Написав Послание К Епископу Василию Своей Рукою И Приготовив В почесть Многие Иконы И одеяния Свидетельские Украшенные Золотом Он Заставил Меня Отправиться С посланием К Епископу Василию В Новгород Чтобы Описать Образ Святой Софии И Какие Где Стоят Монастыри Церкви По Благословению Святителя Отправился Я В путь И Помощью Божию Под покровом Святой Богородицы Мы Сохранены Были В пути Когда Помолился Я В церкви Образу Святой Софии То Пришел К Святителю За Благословением Увидев Меня Он Поклонился До земли И Я Едва Упросил Его Преподать Мне Благословение И Вручил Ему Послание Кесарийского Василия Святитель Принял Послание С уважением Как и Чудотворные Иконы И Святительские Одеяния Он С удовольствием Облачился В присланные Ему Одеяния Отслужил Молебен И Приказал Мне Жить С Ним По повелению Кесарийского Василия Списал Я Образ Святой Софии И Описал Все Церкви И Монастыри Какие Есть В Городе И Вот После Того Как С Василием Кесарийским Прожил Я Много Лет В Кеновии С Василием Новгородским Провел Четыре Года Из Писем Узнал Я Что Духовный Настоятель И Учитель Кесарийский Василий Отошел Ко Господу В Вечное Жилище А в 1352 Году Пастырь И Учитель Новгорода Ипскова Голубь Царя Небесного Епископ Василий Оставляет Епископию И летит В вечной Обители Ко Господу Которому Служил Верно Я Грешный Своими руками Одел В готовое Одеяние Святое Тело Великого Святителя Василия Новгородского И Много Пролил Слез Престольник Соборной Церкви Софии Мавсей Святой И Преподобный По жизни Показал Великое Благорасположение Ко мне Он Приказал Мне Пребывать С ним Но Я Жил По Заповеди Епископа Василия В Устроенном Им Монастыре Спустя Немало Времени По Смерти Василия Нашла На Меня Печаль Горькая Что Лишился Я Обоих Василиев Я Думал С Собою Возвращусь Я Туда Откуда Пришел Много Молил Я О том Господа Пречистую Богородицу И Великого Между Пророками Претечу Иоанна И Вот Недолго После Представления Своего Является Мне Ночью Святитель Василий Архиепископ Великого Новгорода И Указанное Тебе Место Ты Погребешь Брата Нашего Макария Митрополита Египетской Стороны У тебя Будет Большая Обитель И ты Соберешь Много Иноков Тогда Я Грешный Стал Помышлять О Святом Месте О Котором Сказали Оба Епископа И Заявление Их Прославил Бога От Всей Души Я Стал Расспрашивать Многих О Том Месте Мне Говорили Много Что То Место Очень Удобно Для Устроения Монастыря Был В то Время В Новгороде Весьма Уважаемый Посадник Иван Захарович Я Пришел К нему И Просил Уступить Мне Остров Именуемый Муч Чтобы Соорудить Там Церковь И Монастырь На Первый Раз Он Пожалел Острова И Отказал Мне В нем Я Стал Приставать К нему Но Он Оскорбился И Не Дал Мне Острова Я Остался В скорби И Недоумевал Как Мне Быть Я Молился Богу Пречистой Богородице И Святому Предтече И Когда Задремал Явился Мне Святой Василий С Мудрым Николаем И Благословляя Сказал Не Скорби Бедный Лазарь Получишь Показанное Тебе Место Куда Велел Я Тебе Идти Когда Пробудился Я И Пришел Ко гробу Святителя Василия Долго Плакал Лобызал Гроб Его Но Возвратясь В келью Никому Не Сказал Спустя Малое Время После Того Господин Мой Василий Епископ Новгородский Явился Ивану В грозном Виде И Сказал Иван Приказываю Тебе Пусть Остров Муч На Озере Мурманском Будет Отдан Для Устроения Монастыря И Для Пребывания На нем Другу Нашему Лазарю Это Твое Достояние Но Здесь Прославится Имя Матери Божией После Сего Явления Властелин Иван Призвал Меня И сказал Наедине Согласно С просьбою Твоею Иди На показанное Тебе Место В мою Отчизну На остров Муч Озеро Онеги Иван Даже Уговаривал Меня Чтобы Немедля Отправлялся В путь Он Рассказал Мне Как Явился Ему Ночью В грозном Виде Владыка Василий Епископ Новгородский Друг Твой Епископ Василий Говорил Иван Явился Мне В грозном Виде И Строго Приказал Отдать Тебе Для Пребывания Твоего Остров Муч На На Том Острове Говорил Василий Будет Великая Обитель Соберется Много Иноков И Прославится Ими Пречистой Божьей Матери Услышав Это Я радовался Пал К ногам Его Потом Удалившись Благодарил Бога И его Угодника Василия Но По Внушению Дьявола Родители Ивана Заскорбели Об Острове Иван Призвал Меня И Говорит Отче Родители Мои Очень Скорбят Об Острове Поставил Меня Пред Ними И Говорил Как Являлся Ему Ночью В Грозном Виде Епископ Василий И Приказал Дать Сему Иноку Для Устроения Обители Отчину Прадедов Наших Остров Муч На Озере Онеге Родители Ивана Осыпали Его Бранью За Остров Много Молил Я Чтобы Они Уступили Мне Остров Муч С Озером Мурмом Они Назначили Цену Я Дал Им В уплату За Остров Сто Гривен Сребра И Некоторые Дорогие Вещи После Того Начал Я Выжидать Времени Отправиться На Остров Заметим Присем Что По летописям В первый раз Новгородские Отряды Ходили Против Мурман В В 1320 Году А в 1349 Году Был Второй Поход Их И Более Сильный На Мурман Следовательно И по летописям Несомненно Что Приблаженным Епископе Василии Сильно Заботились О покорении Мурманской Чуди Под власть Христианскую Когда Посадник Иван Положил Послать Своих В поморье Собирать Дань Продолжает Лазарь Я просил Его Чтобы мог И я Отправиться С ними Он Приказал Взять Меня На Озеро Онегу Возблагодарив Бога Пришел Я к Свидетелю Мавсею И рассказал Ему Причины Отшествия Моего На Остров Свидетель Преподал Мне Наставление Из Писания И предсказал Мне Что Со Мною После Случилось Я Поклонился Ему До земли И Со Слезами Принял Благословение Отслужил Молебен У гроба Святителя Василия И Лобызал Гроб С плачем Горьким Потом Пустился Я В путь И Плывя По рекам И озерам Видел По Давиду Пререкание На воде Много Неприятностей Близки Мы Были К тому Чтобы Утонуть Едва Достиг Я Место Где Ныне Видит Церковь Божию Это Святая Церковь Успения Богородицы Есть Самая Первая Во всей Поморской Стране А Инок Братья И Прежде Меня Жил На Острове О Нем Сказано Будет После Скажу Вам Братья Что Я Один Пришел На Это Место Живущих Никого Не Было На Острове Поставил Я Крест И Малую Хижину Для Покоя А потом Малую Храмину То есть Часовню Около Озера Онегии Жили Лобь И Чуди Страшные Сроятцы Апостол Сказал Мнозими Скорбми Подобает В нити В Царствие Божие Много Скорбей Биений Ран И досад Претерпел Я От этих Зверообразных Людей Не раз Били Они Меня Прогоняя С острова И Сожгли Хижину Мою Страшные Сроятцы Истари Привержены Были Бесовскому Научению И Творили Мечты Святого Крещения Не Было У них Они Поселились Близ Меня С Женами И Детьми Делали Мне Пакости И Говорили Оставь Это Место Они Хотели Убить Меня И Тело Мое Обратить Себе В Пищу Увы Мне Грешному Много Раз И Оставлял Я Это Место Но Бог Спаситель Мой Не Оставил Меня И Не Попустил Окаянным Исполнить Злые Намерения Он Укрепил Меня На пути Спасения Жестокие Люди Рвались От досады Много Раз Приходили Днем И Ночью На Остров И Высматривали Как бы Убить Меня Но Сила Божия Препятствовала Им Раз Собрались Они На Остров По Промышлению Божию Меня Не Было На Том Месте Куда Пришли Сороятцы Я Был В Отшельнической Пещере Моей В Горе Называемой Тетеревица В Версте От Острова Они Окаянные Много Искали Меня И Не Нашли Пылали Яростью И Волновались Они Надеялись Найти Сокровище И Не Найдя Ничего Предали Огню Мою Хижину Я Все Это Видел Издали И Проливал Слезы Пред Господом Зверообразные Дикари Наконец Пещеру И Не Нашел Его Он Остался В Хижине Тогда Пришло Мне На Ум Сгорел Он В Хижине Которую Сожгли Сыроядцы И Я С Горьким Плачем И Рыданием Молясь Пошел К Хижине Своей Я Думал Не Угодно Богу Чтобы Была На Труды Мои Пред Богом Так Стоял Я И Плакал На месте Хижины Сожженной Лучше Бы Мне Сгореть Или Быть Убиту Людьми Злыми Нежели Лишиться Образа Владычицы Моей Оглядываясь Туда И Сюда Увидел Я Издали Как Луч Солнечный Образ Владычицы Богородицы Стоящей У дерева И Никем Не Поддерживаемой В Трех Локтях От Земли С Радостью Побег Я К Образу Владычицы Моей Пал Предыконою И Молился Долго Со Слезами Тогда Был Глаз От Иконы Призрю Насмиренные Рабы И На Это Место Приказываю Тебе Поставь На Семь Месте Церковь Во Имя Успения Богородицы От Сего Глаза Долго Лежал Я Как Бы Мертвый На Земле Потом Понемногу Встал И Пропел Хвалебную Песнь Богородицы Еще Я Слышал Голос От Иконы Богородичной Неверные Люди Будут Верными Будет Единая Церковь И Единое Стадо Христова Икона Спустилась На Мои Руки Я Взял И Облобызал Ее И С Радостью Принес Подшельническую Пещеру Свою С Того Времени Возложил Я Упование На Творца Моего И На Пречистую Богородицу Другое Чудо Поведаю Вам Братья Скрывался Я У озера Мурма В Отшельнической Куще Моей И Ждал Смерти От Злых Людей Они Искали Убить Меня Или Прогнать Сего Острова Я Страдал В душе И Вспоминал В сердце Моем Слова Господни Многие Волны Прирожаются Камнем И Разбиваются Бросают Пену И Ничего Не Могут Сделать Злые Сороядцы Как Волки Рыскали По Берегу Озера Мурма Другие Бродили Как Псы По Пустыне От Страха Не Выходил Я Из Кущи Моей Долго И Молился Богу Пречистой Богородице Великому Предтече Иоанну Святителю Николаю И Епископу Василию Я Пел Псалтырь С Канонами Издали Смотрел Я На Место Куда Прежде Всего Пришел И Вижу Свет Сияющий На Острове Множество Мужей Благообразных Ходят По Острову И Согласно В Ликах Поют Посреди Острова Там Где Стояла Икона На Воздухе Вижу Жену Святолепную В свете И Плакал После Молитвенного Правила Начал Я Петь Утренню А Когда Стало Светать Пропел Я Псалом Блаженный Непорочный В путь Придя На Место Богом Показанное Поставил Я Чудотворный Образ У Дерева Где Прежде Стояла Икона На Воздухе Помолился Чудотворному Образу И Сказал Здесь Покой Мой Здесь Вселюся И Почию Вовеки Поставил Крест И Потом Кущу Спустя Недолгое Время Пришел Ко Мне Старшина Лопарей Не Вся В Руках Слепорожденное Дитя И Сказал И Сцели Его И Мы Уйдем Сего Острова Как Приказывают Твои Слуги Я Изумился Этим Словам Но Сотворил Молитву Господу Богу И Пречистой Матери Его Взял Дитя Осветил Его Иерейскую Молитвою Окропил Святую Водою И Приложил К образу Владычнему И Дитя Прозрело Человек Тот С радостью Ушел От меня И я Прославил Бога О таком Чуде Спустя Немного Времени Человек Тот Приходит Ко мне И Приносит Кое-что Из имения И Пищу Я Взял Одну Кожу Оленью И Кое-что Из пищи И Помолился За него Он Кланяясь Говорил Мне С тобою Живут На Острове Слуги Они Бьют Палкою Жен И Детей Наших И Высылают С этого Места Он Сказал Мне Еще Что Слышат Они Звон На Этом Месте Я Отпустил Его С миром И Благодарил За Все Бога Вскоре Лопари И Самояд Промыслом Божиим Удалились К Пределам Океана Опомянутый Старшина Живя На Озере Впоследствии Был Монахом И Сыновья Его Крестились Тогда Начали Приходить Ко Мне Из Дальних Мест И Жить Со Мною И Ные Постригались И Поставили Деревянную Церковь Воскресение Друга Божия Лазаря В Новгороде Святителем Был Мавсей Я Пришел К нему За Благословением Святитель Расспросил Меня О Всем По Порядку И Он Дивился И Похвалил Место Он Дал Мне Антиминс Священные Сосуды Довольны Милостыни И Преподал Наставление Как Хранить Церковный Чин И Предание Монастырское Вручил Мне Грамоту С Благословением Спросил Я Его О Посаднике Иване И Он Отвечал Мне Отошел К Господу Придя К Сыну Его Феодору Принят Я Был С Любовью И Тот Сказал Отец Мой Иван Отхотя Ко Господу Приказал Мне Отдать Тебе Сто Гривен Который Который Прежде Взял С Тебя За Мурманский Остров Я Огорчился Думаю Что Хочет Взять У Меня Остров Он Заметил Мое Смущение И Сказал Есть У Меня Грамота Отца Моего К Тебе Об Острове На Котором Ты Живешь Когда Немного Времени Спустя Опять Пришел Я К Нему Он По Повелению Отца Своего Выдал Мне Сто Гривен И Много Имения На Устроение Монастыря И Выдал Грамоту Писанную Рукою Отца Его Такого Содержания Во Имя Отца И Сына И Святаго Духа Дал Я Посадник Славянского Конца Иван Фомин Пречистой Богородице Священнику Лазарю И Его Чернцам Часть Своей Земли И Воды По Своей Душе И По Своих Родителях На Озере Онеге Остров Муч Со Всею Землею Озеро Мурманское И Около Озера Речки И Островки Пусть Владеют Землею И Водою Черницы Пречистой Во Все Веки У сей Духовной Иван Фомин Приложил Свинцовую Печать С Изображением Пречистой И Предвечного Младенца И С Изображением Креста На Другой С С Тогда Ходил Я К Гробу Святителя Василия Епископа Великого Новгорода И Приложился К Святому Гробу Его Наконец был У Епископа Мавсея Принять Благословение До Путь Он Благословил И Отпустил Меня С Миром Братья С Радостью И Любовью встретили меня и пели молебен. Я начал более прежнего заботиться о месте, осветил церковь воскресения друга Божия Лазаря, поставил кельи для иноков и огородил это место. Затем пришли ко мне иноки из Киева, старец Иона и старец Евфросин, и стали жить со мною. Они поставили прекрасную церковь Успения Богородицы, и я весьма рад был тому, укрепляясь в надежде на Бога и Пречистую Богородицу. Число учеников Христовых умножалось. Немало времени спустя пришел к нам старец Святой Горы и Феодосий, добродетельный по жизни с берегами на теле. Он поставил на свой счет трапезу Иоанна. Слава о всем святом месте разнеслась, и приходили сюда из дальних мест, постригались выночества и оставались жить с нами. Инок Феодосий, искусный в книжной мудрости, назвал монастырь мурманским Успения Богородицы. Я, грешный инок Лазарь, состарился старостью, и явился мне друг мой, великий господин Василий, епископ Великого Новгорода, и объявил мне о кончине жизни моей. Возблагодарив Бога и епископа Василия за такое видение, призвал я братью и сказал, «Братья, сами вы видите, что пришел конец жизни моей, да и сказано мне о конце. Выберите из среды вашей вождя и учителя, богоизбранному стаду своему». Они единодушно в один голос сказали, «Не оставь нас, отче, сирами, поставь нам сам пастыря и учителя. Я благословил Феодосия Святой Горы, чтобы был он по смерти моей старшиною и учителем всей братьи». Тем оканчивается завещание преподобного Лазаря. Феодосий присовокупил к тому несколько слов о кончине преподобного. Святой Авва Лазарь, причастившись святых тайн, благословил братьев и предал дух свой Господу. Братья погребли его за алтарем Церкви Воскресения Друга Божия Лазаря. Авва представился марта 8-го 1391 года. Всех лет жизни его было 105. Молитвами преподобного Лазаря Мурманского-Аланецкого Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Страдания святых сорокамучеников Севастийских. В царствовании нечестивого императора Ликиния было воздвигнуто жестокое гонение на христиан, и все верные принуждаемы были приносить жертвы идолам. В армянском городе Севастии воинским начальником тогда был Агриколай, человек свирепого нрава и ревностный поборник идолослужения. И так как в это время и в рядах императорских полков уже было немало христиан, то издано было повеление, чтобы и они приносили жертвы бесам. В полку воеводы Агриколая находились воины числом сорок из Каппадокийской области, которые составляли особенно почетную дружину, благочестно веровавшую во Христа Бога и отличавшуюся непоколебимым мужеством, всегда непобедимую в делах ратных. Были между ними Кирион, Кандит и Домн, сведущие и в Божественном Писании. Когда стало известно воеводе Агриколаю, что воины этой дружины суть христиане, он решился принудить их к идолопоклонению. Призвав их к себе, воевода обратился к ним с такую речью, как в сражениях с неприятелями вы всегда были между собою согласны и единодушны и проявляли храбрость, так и ныне с таким же единомыслием покажите единодушно повиновение царскому указу, принесите по доброй воле жертву богам, чтобы не подвергнуться вам мучениям. На это святые дерзновенно отвечали. «Если мы, сражаясь мужественно за царя земного, всегда оставались победителями, как ты, окаянный, сам свидетельствуешь, то не тем ли паче, подвязаясь за царя бессмертного, мы одолеем твою злобу и победим твое лукавство». Агриколай сказал, «Одно из двух предстоит вам, или принести жертвы богам и удостоиться больших почестей, или же, в случае непокорности, лишиться воинского звания и подвергнуться бесчестию, размыслите об этом и изберите для себя, что найдете полезнее». «Что полезно нам, — сказали воины, — о том печется Господь». «Не рассуждайте много, — проговорил воевода, — и оставьте свое лжесловесие, а наутро будьте готовы принести жертвы богам». И сказавший это, Агриколай велел заключить их в темницу. Введенные туда святые воины, молитвенно преклонивши колено, воззвали к Господу. «Изми нас, Господи, от искушений и от соблазнов людей беззаконных». Вечером же они начали петь псалом «Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица». В полунощи же святые воины услышали голос явившегося им Господа. «Добрый есть начаток изволения вашего, но претерпевый до конца той спасен будет». Этот голос Господа все они слышали и были объяты ужасом, но страх их растворялся неземною радостью, и не спали они до утра. Наутро Агриколай, собрав к себе своих друзей и советников, приказал привезти из темницы святую сорокочисленную дружину воинов и обратился к ним с такой коварной речью. «Что скажу вам, то скажу не льстиво и не ложно, но по самой истине. Много воинов у нашего царя, но все они не могут равняться с вами ни мудростью, ни мужеством, ни красотою, и моим расположением не пользуются они столько, сколько вы. Так не делайте же того, чтобы моя любовь к вам превратилась в ненависть в ваших руках, и от вас же зависит или сохранить мою любовь к вам, или навлечь на себя мою ненависть». Святый Кандид сказал, «Так как любовь твоя или ненависть к нам зависит, как ты сам говоришь, от нас, то мы избираем ненависть, ибо и мы тебя ненавидим, и только у Бога нашего милости и ищем. Ты же, свирепый и жестокий человек и враг Бога нашего, не люби нас, будучи беззаконен и завистлив, тьмою заблуждения объятый и звериным нравом оправдывающий свое лютое имя». Воевода, скрежеща зубами, как лев, приказал наложить оковы на святых воинов и заключить их в темницу. Но святой Кирион сказал ему, «Ты не имеешь от царя власти мучить нас, а можешь только допрашивать нас». Испугавшись такого воразумления, сделанного святым воином, Агриколай приказал без грубых насилий отвезти их и посадить в темницу и не налагать на них оков. Только темничному стражу велел он стеречь их крепко. В то время воевода ожидал прибытия Лисия, князя, имевшего большие полномочия. Прибывая в темнице, святые воины дни и ночи проводили в молитве и пении псалмов и слушании наставлений святого Кириона. «По устроению Божию», — говорил он, — «мы, братья, сдружились во временной и суетной военной службе, но постараемся не разлучаться и вовеки. Как доселе жили мы единодушно и единомысленно, так и подвиг мученичества совершим нераздельно. Как угодно мы были царю смертному, так постараемся быть достолюбезны и бессмертному царю Христу Богу». По прошествии семи дней, в которые святые воины содержались в темнице, прибыл в ту страну Лисий, князь, и по прибытии в Севастию немедленно обратил внимание на доблестных воинов. На другой же день, явившись вместе с воеводу и агреколаем на судилище, он приказал привезти святую четыридесятицу воинов на истязание. На пути к этому неправедному судилищу блаженный Кирион так увещевал своих содружинников. «Не убоимся, братья, разве не помогал нам Бог в сражениях, когда мы призывали Его и одолевали врагов наших. Вспомните, как однажды случилось нам участвовать в великой брани, когда все соратники полков наших предали сбегству, и среди врагов остались только мы одни сорок. Вознесли мы тогда к Богу слезную молитву, и Его помощью одних побили, других раненых прогнали, и при всем множестве противников, и при всей жестокости сражения ни один из нас не был ранен. Ныне же три врага ополчились на нас — Сатана, Лисий и Агриколаевоевода. А лучше сказать, один враг воздвигает на нас брань. Враг невидимый, и уже ли он победит нашу сорокочисленную дружину? Да не будет всего. Нам нужно и теперь поступить так же, как поступали мы всегда. Обратимся с теплой молитвой к Богу, и Он поможет нам. И нам не причинят вреда ни узы, ни муки. У нас было всегда правилом, вступая в сражение, петь псалом. Боже, во имя Твое спасимя, и в силе Твоей судими, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Сотворим же, братья и соратники, тоже и ныне. И Бог услышит нас и поможет нам. И пели святые воины псалом этот во весь путь от темницы до места судилища. На такое зрелище собрался народ всего города. Предстала сорокочисленная дружина на суд пред лисием и агриколаем. Лисий, князь, взглянув на святых воинов, сказал, думаю, что эти мужи желают и заслуживают высших чинов. Потом обратился к ним с такую речью. И почести, и дары больше других вы получите от меня. Только покоритесь царскому повеленью. Принесите жертвы богам. Предоставляется вам свободно избрать одно из двух. Или поклониться богам и удостоиться больших наград и почестей, или же в случае отказа вашего исполнить то, тотчас лишиться воинского звания и подвергнуться мучениям. На это святой кандид ответил. Возьми от нас не только воинское звание, но и самые тела наши, ибо для нас нет ничего дороже и ничего почетнее Христа Бога нашего. Тогда надменный князь велел бить святых камнями по устам. Слуги взялись за камни, но когда стали бросать их, то удары наносили не святым, а взаимно себе самим друг друга поражали. Видя это, святые мученики еще более укреплялись в дерзновении о Господе. Раздраженный князь Лисий сам схватил камень и бросил в одного из святых, но камень этот ударил в лицо Агриколая и сокрушил ему уста. Воевода же с сокрушенными устами произнес, клянусь богами, им помогает какая-то волшебная сила. Святой дом на это ответил. Ты, Агриколай, голова злобы дьявола, а князь, который с тобою, хвост его ярости. Оба же вы слуги сатаны. Но если вы еще не уверились в присущей нам силе Божией по началу мучений, которым подвергли нас, то начните другие мучения. И повелел князь Лисий опять отвезти святых ротоборцев в темницу, чтобы подумать о том, как поступить с ними. Заключенные в темнице святые воины занялись псалмопением. В шестом часу ночи они услышали голос явившегося Господа, веруя в мя, ащи и умрет, а живет. Дерзайте, и не бойтесь мук маловременных, вскоре бы прийдут. Мало потерпите, законно постраждите, да венцы приимите. Укрепленные таковым утешением от Христа Бога, святые воины проводили ту ночь веселя с духом. На следующий день святые ротоборцы опять приведены были к нечестивым судьям и снова, не колеблясь, объявили «Делайте с нами что хотите. Мы, христиане, и поклониться идолам не согласны». Мучители приказали связать четыридесятицу святых воинов и влечь их к многоводному озеру, которое находилось близ города Севастии. «Была же тогда зима, и дул сильный ветер, время клонилось уже к вечеру. Святые воины, обнаженные, поставлены были среди озера на всю ночь, а для наблюдения за ними приставлена была стража с начальником темницы во главе. Для обольщения же святых ротоборцев была устроена близ озера теплая баня, манившая к себе осужденных терпеть лютый холод и обещавшая скорую помощь тому из сорокочисленной дружины, кто, изнемогая от мороза, склонился бы к идолослужению и пожелал бы, выбежав из воды, согреться. В первом часу ночи, когда холод достигал крайней лютости, так что тела святых леденели, один из числа четыридесятицы не выдержал подвига и, отделясь от лика святых, побежал в баню. Но едва он вступил на порог бани, едва ощутил теплоту, как растаял и пал мертвый. При виде такого постыдного бегства святые воины единодушно запили к Богу. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Ты, которого хвалит вся тварь, которого прославляют великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман и бурный ветер, и который ходил по морю, как по суху, и свирепые волны укротил мановением руки. Ты, Господи, и ныне тот же. Услыши и нас. Да не погубит нас пучина водная, и да не поглотит глубина, ибо обнищали мы весьма. Помоги нам, Боже, Спасителю наш, ибо вот мы стоим в воде, и ноги наши обогрились в крови нашей. На Тебя мы уповаем, и да не постыдимся, но да разумеют все, что мы к Тебе, воззвав, спаслись. В третий час ночи святых мучеников облистал свет как бы летнего солнца во время жатвы, который рассеял холод, растопил лед и согрел воду. Между тем воины, которым поручен был надзор за святыми, объяты были сном, и не спал только один страж темничный. Он, слыша, что мученики молятся Богу, размышлял, что такое означает, что прибегший к бане тотчас, как воск, растаял от тепла, а прочие и при столь большом морозе остаются живы и невредимы. Пораженный же светом, озарившим святых мучеников и желая рассмотреть, откуда исходит этот чудный свет, он взглянул вверх и увидел присветлые венцы числом тридцать девять, сходящие на главы святых. Размышляя же о том, почему нет сорокового венца по числу преданных страданию сорока человек, уразумел он, что бежавший в баню отвержен от лика святых и потому не достает сорокового венца. Немедленно разбудил он спавших воинов, сбросил с себя одежды и ногой, на глазах всех побежал в озеро восклицая, и я христианин. И стало таким образом опять совершенное число святых мучеников сорок. Вместо отпадшего заступил темничный страж, который стал святым восполнением четвертой десятирицы. Имя его было Аглаий. Настало утро. Нечестивые мучители пришли к озеру и, увидев святых мучеников, стоявших в воде живыми и не пострадавшими от зимней стужи, удивились, но объясняли это чудное явление волшебной хитростью страстотерпцев. Их удивление еще более возросло, когда они увидели среди мучеников стоящего темничного стража. Допросили они воинов, приставленных для надзора. Почему и как это произошло? Воины на это ответили. Мы ночью крепко уснули, а он, темничный страж, всю ночь не спал. И вдруг разбудил нас. Проснувшись же, мы увидели большой свет, озаривший стоявших в воде, а этот быстро снял с себя одежды и, бросив их, стремительно вошел в воду и присоединился к стоявшим там, громко заявляя «И я христианин». Яростью распалились тогда сердца мучителей. Приказав вытащить на берег связанных святых и оттуда везти их на мучилище в город, судьи приговорили подвергнуть святых мучеников новому истязанию, перебить им голени молотами. Все они предали души свои Богу, и только один, утешаемый матерью Мелитон, оставался жив, едва дыша. После того мучители приказали своим слугам возложить тела умерших святых на колесницы и везти на сожжение, оставив одного юного Мелитона, в надежде, что он будет жив. Но благочестивая мать, видя оставленным на месте мучения одного своего сына, отринув свойственную ей женскую слабость, взяла на свои плеча сына и безбоязненно последовала за колесницами. Когда же мученик, несомый матерью, испустил дух свой, радуясь о Господе, то ее же материнскими руками тело его возвержено было на колесницу к телам его сподвижников. Когда тела святых мучеников привезены были на место сожжения близ реки, воины по распоряжению нечестивых судей, собрав много дров и хвороста, приготовили весьма большой костер и, возложив на него тела святых, подожгли его. Костер сгорел, остались только кости мучеников. Но злоба мучителей не успокоилась, и ввержены были останки святых мощей в реку на всеконечное погубление памяти доблестных страстотерпцев. Но Господь, хранящий все кости угодников своих, не попустил ни одной частицы их погибнуть в воде, но все они сохранились в целости. По прошествии трех дней святые мученики явились епископу города Севастии, блаженному Петру, и сказали ему, «Приди ночью и изнеси нас из реки». Блаженный епископ пригласил благоговейных мужей из своего клира и в темную ночь пошел с ними на берег реки. И вот взором их представилось дивное зрелище. Кости святых сияли в воде, как звезды. Светлы были и те места в реке, где лежали и малейшие частицы их. Так пострадавшие за Христа и от Него увенчанные, как светило сияют в мире. Они веровали в Бога, Христа исповедали, Духу Святому не противоборствовали и от Святой Животворящей Троицы прославились, оставив воспоминания о своем подвиге для назидания во спасение всем верующим в Отца и Сына и Святаго Духа. Имена святых сорокамучеников таковы. Кирион, Кандид, Дом, Исихий, Ираклий, Сморакт, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илеанн, Сисиний, Аггий, Аэти, Флавий, Акакий, Эгдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Балерий, Филактимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглайий. Молитвами сорокамучеников севастийских, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Григория Двоеслова, Папы Римского. Святой Григорий, Папа Римский, прозванный за свои красноречивые беседы двоесловым или беседником, родился в городе Риме. Отец его по имени Гордиан и мать блаженная Сильвия оба были сенаторского, благородного и богатого рода. Но родство всего святого Григория было благородно не столько по своему сенаторскому происхождению, сколько по тем благочестивым и святым людям, которые находились в родстве с Григорием. Так блаженный Феликс, Папа Римский, был дедом Григория Двоеслова. Святая Торсилла, узревшая при кончине своей грядущего к ней Господа Иисуса, и блаженная Эмилиана, сподобившаяся вместе с Торсиллою вечной небесной жизни, были тетками Григория. Точно так же и Сильвия, мать святителя, римскую церковью причтена к лику святых. Но сей святой род всего более украсил своей святостью блаженный Григорий, от юности подвязавшейся в добродетели и богоугодной жизни. С детского возраста, полюбив чтение книг, он впоследствии стал славным ученым и ритором. Он был человек, исполненный ума и добрых намерений, почему и избран был в сан притора. Однако мысли и желания Григория были направлены не столько к мирскому, сколько к духовному. Он желал быть иноком. Но при жизни родителей будущий святитель отлагал свое пострижение до времени более благоприятного, хотя и в мире он жил как бы иноком, проводя жизнь в чистом девстве. Когда же скончался отец Григория, он начал оставшееся ему большое имение тратить на подаяние милостыни и на созидание святых обителей, больниц и странно приимных домов. Так в Сицилии он создал шесть монастырей, снабдив их всем необходимым. А в Риме основал монастырь в честь святого апостола Андрея. Этому монастырю он положил начало в своем собственном доме, находившемся близ церкви святых мучеников Иоанна и Павла. Постригшись здесь, Григорий снял свои злототканные мирские одежды и облегся во власяные ризы иноческого чина, наставляемый опытными старцами Илларионом и Максимианом. А через несколько времени он стал игуменом той обители. Блаженная же Сильвия, мать святого Григория, жила в то время близ врат апостола Павла. Служа Господу, она проводила время в посте и молитвах. Пищей ее была сырая зелень, которую она каждый день посылала и сыну своему, блаженному Григорию. К нищим же и убогим она была так милостива, что раздала им положительно все свое имущество. Также и сын ее, блаженный Григорий, был так нищелюбив, что и последнего ничего не жалел, но тотчас же раздавал все просящим у него. Однажды, когда он сидел в келии своей и по обычаю переписывал книги, к нему пришел один нищий, кто был во образе нищего, ангел Господень, и сказал ему, «Пожалей меня, раб Бога Вышнего, будучи корабельщиком, я погубил в море не только что сам имел, но и чужое». Нищелюбец и истинный раб Христов, святой Григорий, поболев о нем сердцем, призвал служащего ему брата и повелел дать человеку тому шесть златец, и нищий, взяв данное, ушел. В тот же день, через несколько часов, к блаженному пришел снова тот же нищий и сказал ему, «Помилуй меня, раб Божий, я так много потерял, а ты мне так мало дал». Святой Григорий опять призвал прислуживавшего ему брата и сказал ему, «Брат, поди и отдай нищему другие шесть златец». Тот исполнил это и взял нищий в этот день от святого Григория двенадцать златец и ушел от него. Через несколько времени нищий пришел к блаженному Григорию в третий раз и взывал к нему, «Помилосердствуй обо мне, отче, и подай мне и еще от щедрот твоих, ибо я в море очень много погубил чужого богатства». Тогда блаженный Григорий снова сказал к служащему ему, «Иди, брат, и дай просящему еще шесть златец». На это брат сей ответил, «Поверь мне, честный отче, что у нас не осталось ни одной златецы». Но блаженный Григорий сказал ему, «Не имеешь ли дать чего-нибудь другого, одежды какой-либо или какого-нибудь сосуда?» «Я имею только один сосуд», ответил брат, «именно то серебряное блюдо, на котором твоя мать прислала тебе квашеное сочиво». «Иди, брат», сказал тогда угодник Божий Григорий, «и отдай нищему и то блюдо, дабы он не ушел от нас опечаленным, так как он ищет утешение в беде своей». Бедняк, взяв то серебряное блюдо, радуясь, ушел от святого и уже явно как нищий. Он более не приходил просить у Григория милостыни, но невидимо он все время пребывал при нем, охраняя его и помогая ему во всем. «Ибо ангел Господень был приставлен к святому с силою чудесной благодати, коею святой Григорий потом и прославился, совершая в обители своей великие чудеса». После смерти Пелагия, папы римского, все единогласно избрали на престол его святого Григория, Игумена Андреевского монастыря. После смерти Пелагия, папы римского, все единогласно избрали на престол его святого Григория, Игумена Андреевского монастыря. Он же, избегая столь великого сана и почести, убежал из города и скрывался по пустынным местам. Ища своего пастора Григория и не находя его, народ римский предавался великой печали, и все стали усердно молиться к Богу, да явит он им раба своего. И вот появился огненный столб, всеми видимый, сходящий на то место, где святой Григорий скрывался, находясь в некой пустынной горе. Тогда все познали, что этот небесный столб явился ради святого Григория. Тотчас же все отправились на то место, где и нашли Григория и с неизреченной радостью увели его, хотя он этого и не жилал. В царствовании Маврикия святой Григорий был поставлен папою Древнего Рима. Здесь он особенно прославился несказанным милосердием к нищим и убогим. Он строил странноприимные дома и приюты для людей бедных не только в Риме, но и в других городах. В Иерусалиме устроил странноприимницу. На Синайскую гору он каждый год посылал большую милостыню на пропитание иноков. В Риме же святитель каждый день кормил всех нищих и больных, записанных им по имени в особой книге. Странников и бедных он часто сажал и за своей трапезой, причем всегда служил им сам. Раз он приказал своему Сакеларию призвать на свою трапезу двенадцать странников, чтобы с ними вместе пообедать. А когда все сидели за трапезой, святой папа увидел тринадцать сидевших странников. Тогда призвав Сакелария, он сказал ему тихо, «Разве я тебе не двенадцать странников велел призвать? Зачем же ты, ослушавшись меня, призвал тринадцатого?» Испуганный Сакеларий сказал ему на это, «Поверь мне, причестной владыка, тринадцатого здесь нет». Действительно, ни он, ни кто другой не видели тринадцатого. Его видел один только святой папа. Во время обеда святой Григорий смотрел на этого тринадцатого странника, сидевшего на самом конце стола и видел, что лицо его часто изменяется. То он казался седым старцем, то молодым юношей. Когда все стали с трапезы, святой папа Григорий отпустил всех. Сего же тринадцатого странника, столь чудного по своему виду, он удержал и, взяв его за руку, ввел его в свою ложницу и там сказал ему, «Заклинаю тебя, великою силою Бога-Вседержителя, скажи мне, кто ты и как твое имя?» На это чудный странник сказал ему, «Зачем ты спрашиваешь мое имя?» «Оно чудно!» «Вспомни одно, что я тот самый нищий кормчий, который некогда, придя к тебе в монастырь святого Андрея, когда ты сидел и писал в келье своей, получил от тебя двенадцать златец и то серебряное блюдо, которое тебе с сочивом прислала блаженная мать твоя Сильвия. Да будет тебе известно, что с того самого дня, в который ты сердечную любовью дал мне его, Господь нарек тебя настоятелем сей святой церкви, за которую излиял кровь свою и наследником святого верховного апостола Петра, которому ты подражаешь в своем добродетельном житии». Блаженный Григорий на это сказал ему, «Откуда ты знаешь, что Господь еще тогда определил быть мне папою?» «Я ангел Господа Вседержителя», ответил он, «посему и знаю». Он еще тогда послал меня узнать, действительно ли ты ради человеколюбия, а не ради тщеславия творишь милостыню. Услышав это, блаженный Григорий впал в великий ужас. До того времени он никогда не видел явно ангела Божия, а сейчас беседовал с ним, как с простым человеком, тогда явившийся ангел сказал святому, «Не бойся, ибо меня послал Господь, дабы пребывать с тобою всю жизнь и приносить твои молитвы к Богу. Итак, все, что ты будешь просить у него с надеждой получишь». Тогда святой Папа, упав лицом на землю, поклонился Господу и сказал, «Если ради столь малой милостыни Господь воздал мне столько благ, что сделал меня и Папою своей церкви и приставил ко мне своего святого ангела, дабы охранять меня, то что же он воздаст пребывающим в законе его и творящим правду?» После этого ангел стал невидим, а святой, воздавая Господу свое великое благодарение, стал еще более усердным в благодеяниях людям и в благоугождении Богу. В другой раз, угощая однажды обедом странников, святой Григорий по смирению своему хотел одному из них подать на руки воду, но когда обернулся, чтобы взять сосуд, то увидал, что человека того уже нет. Поискав его и нигде не найдя, Григорий весьма удивился. В следующую же ночь, когда святой папа спал, явился ему Господь и сказал, «В те дни ты угощал нищих, вчера принял меня самого». О великом смирении святого Григория говорится и в лимонаре святейшего Сафрония, патриарха Иерусалимского. Вот, что там пишется о нем. Однажды мы были у Аввы Иоанна Персянина. Он нам и рассказал о великом и блаженном Григории Папе Римском. «Захотел я однажды, говорил он, поклониться мощам святых верховных апостолов Петра и Павла и для сего отправился в Рим. Когда я однажды стоял среди города, то услышал в народе, что мимо должен пройти Папа. Тогда я стал ждать, чтобы видеть его. Когда он шел мимо меня, я решил поклониться ему. Но говорю вам, братья, вот Бог свидетель, что он, предупредив меня, пал на землю, поклонился мне и до тех пор не вставал с земли, пока не увидел, что я прежде него встал. Поцеловав затем меня с великой любовью, он дал мне своей рукою три златицы и повелел выдать все необходимое для пропитания. Я же прославил Бога, давшего святому Григорию столь великое смирение, любовь ко всем и милость. Нельзя умолчать и о страшном чуде, сотворенном молитвами сего великого архиерея Божия над причистыми христовыми тайнами. Некая женщина очень известной в Риме принесла просфоры к божественному алтарю. В это время божественную литургию совершал сам святейший папа Григорий. И вот когда он преподавал людям божественное причащение, приступила и женщина та причаститься святых тайн. Но когда она услышала слова Григория «Преподается животворящее тело Господа нашего Иисуса Христа», то засмеялась. Тогда папа Григорий задержав свою руку спросил ее «Чему же ты смеешься?» «Мне странно, владыка», ответила она на это, «Что хлеб, который я испекла из муки своими руками ты называешь телом Христовым?» Святой, видя ее неверие, помолился Богу и тотчас же хлеб по виду своему приложился в действительное человеческое тело. «И это окровавленное человеческое мясо видели не только женщина-то, но и присутствовавшие в церкви люди. Все, видевшие это чудо, еще более утверждались в вере, нисколько не сомневаясь, что в предчистых тайнах под видом хлеба преподается истинное тело Христа, а под видом вина истинная кровь его». После того Святой Папа снова помолился и вид тела человеческого притворился опять в хлеб. Тогда женщина-то причастилась с великим страхом и твердую верою, приняв хлеб как тело Христова, а вино как кровь Христову. Сей великий святильник миру святейший Папа Григорий украсил Церковь Христову не только своим равноангельным житием и дивными чудесами, но и своими многочисленными творениями, которые принесли вере православной великую услугу. А когда он писал их, то дух святой в виде голубя парил над ним. Это часто сподоблялся видеть и архидиакон Григория Петр, муж весьма добродетельный. Беседы святого Григория с сим архидиаконом помещены в особых четырех книгах, преисполненных великой духовной пользы. Они содержат в себе краткие сказания о житии святых, богоугодно поживших в итальйской земле и душеспасительные поучения. Святой Григорий пас Церковь Христову тринадцать лет, шесть месяцев и десять дней и приставился ко Господу в царствование греческого императора Фоки Молитвами святителя Григория Двоеслова Папы Римского Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас Аминь Иисусе Христе Иисусе Христе Иисусе Христе Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие Святителя Феогноста Митрополита Киевского и Московского И звезда от звезды разница в достоинстве говорит святой апостол объясняя разность между святыми Блаженный святитель Феогност не был тем чем был предшественник его великий в смирении святитель Петр не был и тем чем был преемник его дивный по духу веры святитель Алексей и однако он также в числе звезд небесных в лике святителей угодивших Господу делами своими Блаженный Феогност родом грек посвящен был в Митрополита России в 1328 году и тогда же прибыл в Киев а отсюда во Владимир и Москву избрание Москвы местом кафедры Митрополичей было нелегким делом для святителя а между тем оно было благодетельно для России по последствиям Блаженный святитель был внимателен к воле Божией о Москве высказанной предшественником его он положил жить во дворе святителя Петра другим князьям неприятно было что город Москва тогда и новый очень незначительный по числу жителей почтен таким великим отличием что живет в нем митрополит первосвятитель России князьям тем более было это неприятно что пребывание главы духовенства русского в Москве как предчувствовали они будет иметь последствием возвышение князя московского перед всеми князьями блажен фиагносту дали чувствовать о своем неудовольствии но он следовал воле божией во все время правления своего следовал столько что во всех случаях был твердым помощником князя московского таким образом блаженный святитель был начальным и сильным деятелем при введении единодержавия в России это одно уже дает ему значение высокое для церкви русской в 1330 году прибыл из Орды в Москву знаменитый Мурзачет и по желанию его был окрещен с именем Захария это родоначальник Годуновых и Собуровых мог ли не радоваться тому первосвятитель посвятив для Ростова вместо почившего Прохора епископа Антония фиагност отправился из Москвы осматривать обширную паству свою и прежде всего был он в Новгороде здесь пришлось ему показать первый опыт святительской власти над совестью людей князь Александр Михайлович Тверской убив в Орде убийцу отца своего князя Юрия принужден был поспешно скрыться из Орды в Тверь и потом в Псков Псковичи приняли его с любовью хан узбек настоятельно требовал чтобы Александр явился на суд в Орду даже братья Александра князья Тверские соединились с великим князем Иваном Даниловичем чтобы силою принудить Александра исполнить волю хана узбек не задумывался по одному капризу гордости истреблять князей и целые области России из Новгорода отправлялись во Псков святитель Моисей и посадник убеждать псковичей и князя покориться воле хана Александр Александр был идти в Орду но псковичи объявили что готовы лить кровь за него и за права свои Великий князь придвинул войска к Пскову прежде чем решать дело кровавым мечом решились испытать духовное средство по настоянию великого князя первосвятитель России послал запрещение на Псков за непокорность воли хана грозившую бедствием для России друзья псковичи сказал несчастный князь пусть не тяготеет над вами отлучение духовное иду из вашего города и удалился в Литву Псков смирился перед великим князем и митрополит преподал благословение Пскову через Смоленск и Чернигов Феогност прибыл из Пскова на Волынь здесь надлежало ему пробыть некоторое время в утешение православию сильно честнимому римскую пропагандую отсюда дал он знать в Новгород дабы явился для посвящения избранный в архиепископа Василий Псковичи отправили от себя посла к митрополиту с просьбой посвятить им особого епископа Арсения просьбу Псковичей поддерживал великий князь Литвы Гедемин с которым Псков вступил в связь через князя Александра Новгородцам сильно не нравилось желание Пскова собственно потому что Псков с особым епископом пользовался бы церковной независимостью от Новгорода а вместе с тем приобретал бы и гражданскую независимость между тем Псковская кафедра могла бы быть весьма благодетельной для дела Святой Веры Псковский архипастер по смежности с языческую Литвою мог употреблять благовременно сильные меры для распространения Святой Веры между литовцами и тем мог смягчить вражду Литвы против России к сожалению непокорность Пскова великому князю и митрополиту не дала видеть светлой будущности в желаниях Пскова и митрополит посвятил во Владимире Волынском Василия в архиепископа Новгороду и Пскову здесь же посвященным для Твери епископ Феодор посетив перемышль холм и галич первосвятитель водворился на время в Киев чтобы несколько устроить древнюю митрополию претерпевшую столько бед от монголов и частью от Литвы сюда прибыли к нему послы великого князя Московского просить благословения на устроение обители вблизи дворца великого князя митрополит с любовью преподал благословение и скоро построен был каменный храм спасителя на Бару между жильями великого князя и митрополита и основалась спасская обитель из южной россии феогност отправился в царьград и в Орду в Константинополе был он для разрешения недоумений возбужденных при обзоре епархий вероятно тогда-то предложил он собору о чудесах святителя Петра и получил письменное разрешение патриарха праздновать память его в Орде был он с тем чтобы получить утверждение правам и преимуществам предоставленных церкви ханами по возвращении в Москву святитель осветил храм архангела Михаила в Кремле будущую усыпальницу князей московского рода вслед за тем крещена была в Москве дочь Гедемина и с именем Анастасии повенчана была с сыном великого князя Симеоном этот брачный союз весьма полезный для великого князя московского по всей вероятности был делом мудрых советов феогноста и личных сношений его с Гедемином блаженный святитель употребил свое содействие и к примирению великого князя с Новгородом после того как князь долго не соглашался мириться с гордым вольным городом посвятив для Ростова епископа Гавриила первосвятитель утвердил несчастного тверского князя Александра в добром намерении отправиться в Орду с покорностью хану и князь с благословением святителя счастливо возвратился в Тверь утвержденные сверх ожидания в правах на Тверское княжение церковь таки подвиг и с такими последствиями был великую услугу блаженного феогноста для церкви и церковь признательна была к святителю признав подвиг его страданием за церковь русскую в 1342 году великий князь с князьями удельными отправились в Орду к новому хану Джанибеку который взошел на престол умертвив двух братьев затем необходимо было явиться к новому хану и митрополиту великий князь скоро возвратился в Москву но митрополит был задержан в Орде фанатики исламизма были в почете при дворе Джанибека они внушили Джанибеку что митрополит и духовенство получают огромные доходы и ничего не платят хану а для славы магометанства надобно чтобы христиане были только рабами поэтому предложили хану настоятельно требовать дабы митрополит платил дань за себя и духовенство когда объявили такое требование хана митрополиту феогност отвечал этому не должно быть по ярлыкам ханов русское духовенство молится за спокойствие обществ и за благоденствие хана и за то свободно от всякой дани так говорят уставы ханов поклонники Магомета видели справедливость ответа и боялись нарушить основные уставы монгольского правительства они положили достигнуть цели своей унижения христианства без оскорбления уставов правительства если митрополит думали они как бы то ни было но сам откажется от прежних преимуществ это будет его делом и они правы перед своим гражданским законом поэтому они обратились к насилиям против митрополита домогаясь заставить его силою отказаться от прежних прав томили и подвергали его истязания но блаженный феогност терпел все и не соглашался предать святую церковь он раздал вельможам татарским богатые дары всего до 600 рублей и достиг чего желал его отпустили в россии с прежними правами вскоре по возвращении из орды святитель огорчен был страшным пожаром опустошившим москву и истребившим до 18 церквей это бедствие тем более было тягостно что пожар 1343 года был уже четвертый при блаженном феогности а между тем столько расходов сделано было в орде и однако ревностный архипастер в следующем же году поручил греческим художникам возобновить иконное письмо в кафедральном своем храме и возобновление окончено в том же году по смерти гедемина поднялась в литве кровавая ссора между сыновьями его явнуть и вынужден был бежать из литвы и явился в москву благосклонно принятый великим князем язычник князь крещен был митрополитом с именем Иоанна вслед за тем прибыл к митрополиту новгородский архиепископ с богатыми дарами и первосвятитель почил блаженного Василия крещитыми ризами по случаю назначения особого митрополита для южной России блаженному феогносту пришлось испытать тревоги и хлопоты по совещании с великим князем посланы были в царьград послы и заботы святителя не были бесплодны Константинопольский собор 1347 года определил уничтожить прежнее определение об особом южном митрополите и почтил феогноста званием припочтенного митрополита и экзарха всей России обрадованный таким решением Константинопольского собора блаженный феогност в следующем году отправился на Волынь вслед за возвращением его в Москву волынский князь Любарт Гедеминович в крещении Феодор прислал к великому князю московскому просить для него руки племянницы великого князя дочери ростовского князя Бориса и племянница охотно была выдана за усердного к святой вере Любарта затем Ольгерт великий князь литовский прислал в Москву послов с подобной просьбой просить руки княжны Улеонии родственницы великого князя и дочери убиенного князя Тверского Александра Ольгерт был плохой христианин за год перед тем в угоду языческим жрецам замучил он трех христиан в Вильне поэтому великий князь усомнился выдавать за него родственницу и просил совета у митрополита первосвятитель имея в виду полезные последствия сего брачного союза как для государства так особенно для успехов святой веры в языческой Литве преподал благословение на брак ослабленный летами и трудами блаженный феогност в конце 1350 года был тяжко болен в следующем году открылась моровая язва в России в 1352 году свирепствовала она в ужасающем виде в иных местах не оставив ни одного живого человека престарелый святитель пережил тяжелый год готовясь к смерти блаженный феогност наставник всей России наставник великий как называют его летописи представился 11 марта 1353 года молитвами святителя феогноста митрополита киевского и московского господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас аминь во имя отца и сына и святаго духа житие преподобного Алексия человека Божия В Риме царствование Аркадия Гонория жил благочестивый человек по имени Ефемиан он был весьма знатный и богатый вельможа но при всем этом он не был вполне счастлив так как по причине неплодства жены своей не имел детей Ефемиан строго соблюдал заповеди Божии и отличался добротою ежедневно в доме своем он устраивал три трапезы для вдов сирот нищих странных и больных сам же принимал пищу лишь по истечении девятого часа разделяя ее со странствующими иноками а до этого времени всегда постился если случалось что в иной день к нему собиралось мало нищих и приходилось поэтому раздавать милости не менее обыкновенного ты фемиан падал тогда в горе на землю и говорил я не достоин жить на земле бога моего супруга супруга его аглоида была женщина богобоязненная любящая своего мужа и щедрая на милостыню сокрушаясь о своем бесплодии она часто обращалась к богу с такой молитвой господи вспомни о мне недостойной рабе твоей и избавь меня от неплодства моего чтобы мне быть матерью дай нам сына который был бы и радостью в жизни и опорою в нашей старости господь по милосердию своему услышал молитву ее к великой радости мужа своего она родила сына при святом крещении названного Алексием шести лет святой Алексей начал учиться и скоро усвоив обычные для того времени светские науки особенно хорошо изучил святое писание и церковные книги из отрока образовался разумный и благочестивый юноша постигнув суетность скоро приходящих мирских благ он решил отречься от них для получения благ вечных поэтому он даже начал носить острую власяницу для смирения своей плоти когда же Алексей достиг совершеннолетия эфемиан сказал жене своей женем нашего сына слова эти очень обрадовали аглоиду и она припав к ногам мужа сказала пусть бог благословит намерение твое чтобы мне видеть супружество сына моего и детей его эта великая радость побудит меня быть еще более щедрой к убогим и неимущим после этого они обручили Алексея с девицей из царского рода а затем над ними было совершено таинство бракосочетания в церкви святого ванифатия и весь день тот до ночи прошел веселье и ликования по окончании торжества святой Алексей вошел с благословения отца своего в комнату невесты и нашел ее сидящую на кресле взяв свой золотой перстень он завернул его вместе с драгоценным поясом в порфирную ткань и отдал невесте со словами сохрани это и пусть господь находится над нами содействуя своею благодатью возникновению в нас новой истинно христианской жизни сказав это он удалился в свою комнату здесь святой Алексей заменил богатые одежды бедными и вышел тайно из дома и города захватив с собою из своего собственного имущества немного золота и драгоценных камней придя к морю он нашел корабль отправлявшийся в ладикию на который сел во время пути святой Алексей так молился богу боже говорил он спасающий меня со дня моего рождения спаси меня и теперь от суетной мирской жизни и удостои меня на страшном суде твоем стояние на десной стороне со всеми благоугодившими тебе по прибытии корабля на место святой Алексий вышел на берег где встретил путников направлявшихся в Месопотамию он присоединился к ним и пошел вместе с ними в Одессу в которой хранился нерукотворенный образ Господа Иисуса Христа посланный им во время земной жизни своей князю Эдесскому Авгарию при виде образа Христова святой Алексий весьма обрадовался и продав все взятые из дома драгоценности полученные от продажи деньги раздал нищим а сам оделся в рубище и стал жить подаянием местом пребывания святого была паперть церкви Пресвятой Богородицы а жизнь его была строго подвижническая он постоянно постился лишь немного съедая хлеба и даже воду пил в чрезвычайно умеренном количестве каждый воскресный день святой Алексей приобщался при чистых христовых тайн и всю свою милостыню всегда раздавал престарелым нищим ходил он с постоянно опущенной вниз головою возносясь умом к Богу непрестанно размышляя о нем от такой суровой жизни иссохло все тело святого увяла красота лица глаза впали и зрение ослабело на рассвете когда святой Алексей уже ушел из дома пришли родители в комнату невесты и к удивлению нашли ее одну сидящую в скорбе с печальным лицом они начали всюду искать своего сына и не нашедшие нигде горько плакали так радость их обратилась в горе мать святого вошедши в комнату свою затворила окна послала в ретище и осыпав его пеплом с рыданиями бросилась на него молилась и говорила я не встану и не выйду из затвора своего до тех пор пока не узнаю что случилось с моим единственным сыном почему и куда он ушел невеста стоя около нее тоже говорила со слезами и я не уйду от тебя буду терпеливо ждать известия о муже своем где он и какой образ жизни избрал себя отец также был весьма опечален он повсюду разослал слуг своих на поиски сына некоторые из них пришли и в Эдессу увидев святого Алексея они не признали его но приняли за нищего и подали ему милостыню святой же Алексей узнал их и поблагодарил Бога давшего возможность принять милостыню от слуг своих последние возвратясь сказали господину своему что не нашли сына его хотя и искали везде святой Алексей прожил в Эдессе при церкви при святой богородице семнадцать лет и своим житием снискал себе любовь Божию в это время было об нем откровение по наморю церкви при святой богородице он увидел святую икону ее говорящую к нему введи в мою церковь человека Божия достойного царства небесного молитва его восходит к Богу как кадила благовонная и дух святой почивает на нем подобно венцу на главе царской после видения Панамарь искал человека такой праведной жизни и не находя обратился с молитвой при святой богородице прося ее помощи для исполнения данного ему повеления и опять в видении он услышал голос от иконы при святой богородице что человек божий есть тот нищий который сидит у ворот церковной паперти панамарь найдя святого алексия ввел его для пребывания в церковь и многие узнав о праведной жизни человека божия стали почитать его он же избегая славы человеческой тайно ушел из города придя на морскую пристань он сел на корабль плывущий в киликию думая про себя пойду в киликию где меня никто не знает и буду жить при храме святого апостола павла во время плавания внезапно по соизволению божию началась на море буря и корабль много дней носимый волнами неожиданно прибыл в рим сойдя с корабля святой Алексей сказал себе жив господь бог мой не буду никому в тягость но войду как чужой в дом отца моего на пути к дому он встретил отца своего возвращавшегося домой из дворца в сопровождении многих слуг поклонившись ему до земли святой Алексей сказал раб божий помилуй меня нищего и бедного дозволь мне поселиться в каком-либо углу двора твоего и питаться крупицами падающими с твоего стола господь же благослови дни твои и дарует тебе царство небесное и если ты имеешь кого-либо из родных твоих находящегося где-либо в странствовании то он возвратит тебе его здоровым при словах нищего о странствовании эфемиан тотчас вспомнил возлюбленного сына своего Алексея прослезился и милостиво исполнил его просьбу дозволив жить во дворе своего дома он сказал рабам своим кто из вас хочет послужить этому нищему если он угодит ему то клянусь получит полную свободу и награду от меня устройте ему небольшое помещение при дверях дома чтобы я мог чаще видеть его пища пусть подается ему с моего стола и никто из вас не должен оскорблять его после этого начал святой Алексей жить при дверях дома отца своего эфемиан каждый день посылал ему со своего стола пищу но он раздавал ее нищим а сам ел лишь хлеб и пил только воду да и то в таком количестве чтобы не умереть от голода или жажды все ночи он проводил бодрство и на молитве и всякий воскресный день приобщался в храме святых христовых тайн и удивительно было терпение человека божия много неприятностей и огорчений особенно поздним вечером приходилось ему испытывать от рабов отца своего из которых иные таскали его за волосы другие заушали третьи выливали на голову помои и вообще издевались над ним самым жестоким образом он же переносил все молча зная что они так обращаются с ним по наущению дьявола и молитвой вооружался против его козней побеждая их терпением было и другое обстоятельство побуждавшие его к великому терпению против его помещения находилось окно комнаты его невесты она не захотела идти в дом своего отца но сидела горюя со своей свекровью и часто слышал святой рыдания и жалобы матери и невесты своей одной об утрате сына а другой мужа их слезы переполняли его сердце жалостью но любовью к богу он побеждал плотскую любовь к невесте и родителям это терпение почти невыносимых скорбей ради бога даже утешало его так прожил святой Алексей в доме родителей своих семнадцать лет и никто не узнал его но все почитали его за нищего не имеющего приюта над тем кто был господином дома сыном и наследником рабы издевались как над пришельцем и чужим когда же господь восхотел призвать его из этой временной жизни которой он испытал столько нищеты и лишений в жизнь вечную то открыл ему день и час кончины его святой Алексей тогда спросил услужившего ему раба чернил хартию и трость описал все житие свое и для убеждения родителей в том что он действительно их сын упомянул о некоторых обстоятельствах своей жизни известных только им одним написала о том что говорил невесте своей в ночь ухода из дома как отдал ей перстень и пояс и письмо свое он окончил следующими словами молю вас любезные мои родители и честная невеста моя не обижайтесь на меня что я покинув вас причинил вам столь великую скорбь я и сам скольбел сердцем о печали вашей многократно молил я господа чтобы он даровал вам терпение и сподобил вас царство небесного надеюсь он по благоутробию своему исполнит молитву мою ибо я из любви к нему избрал столь многотрудное житие не изменяя его ради ваших слез так как для каждого христианина лучше более повиноваться творцу и создателю своему чем родителям своим верую что насколько великую скорбь причинил вам настолько большую радость получите вы в царстве небесном написав это он молился до самой кончины своей однажды когда папа иннокентий первый совершал в соборной церкви святого апостола божественную литургию при окончании ее во всеуслышание из алтаря раздался чудесный голос приидите ко мне все труждающиеся и обременении и аз упокою вы присутствовавшие в храме в великом ужасе пали на землю взывая господи помилуй затем вторично послышался голос поищите человека божия уже отходящего в другую жизнь пусть он помолится о городе молитва его для вас будет весьма благодетельна по всему риму искали такого человека и не знали что делать так как не находили его поэтому снова собравшись вместе с папой и царем в соборную церковь совершили в ней всеношное бдение моля христа указать им угодника своего утром же святой алексий отошел ко господу между тем в церкви подобно тому как и в первый раз опять раздался во время богослужения голос из алтаря ищите человека божия в доме ефемиана после этого царь обратившись к последнему сказал почему ты имея в доме своем такое сокровище не сообщил нам об этом ефемиан отвечал господь свидетель что я ничего не знаю и подозвав главного слугу спросил его не знаешь ли из сотоварищей своих человека добродетельного и угождающего богу не знаю сказал тот царь и папа решили сами идти в дом ефемиана искать человека божия ефемиан пойдя вперед приготовился к принятию папы и царя с вельможами и устроил им торжественную встречу сетующая супруга ефемиана услышав из комнаты своей смятение и говор на дворе и в доме спросила что это значит и очень удивилась когда узнала о пришествии царя с папой и о причине их посещения когда папа царь и вельможи сели и наступила тишина то раб служивший святому Алексию сказал ефемиану господин мой нищий которого ты поручил мне не есть ли человек божий я свидетель великих и дивных дел его он постоянно поститься лишь по истечении дня принимая немного хлеба и воды все ночи проводит на молитве и каждый день воскресный приобщается святых христовых тайн он кротко и с радостью переносит побои и оскорбления наносимые ему некоторыми рабами услышав это ефемиан тотчас поспешил к жилищу нищего и позвав его трижды через окошко не получил ответа тогда он вошел в жилище где нашел человека божия лежащего мертвым с покрытой головою и согнутой харти в правой руке ефемиан открыл лицо его и увидел что оно сияет как лицо ангела когда же он хотел взять хартию и прочесть то не мог этого сделать потому что рука не выпускала ее быстро возвратившись к царю и папе он сказал нашли уже мертвого того кого искали он держит в руке хартию и не отдает нам царь и патриарх приказав приготовить драгоценный одр покрыть его богатыми тканями вынесли честное тело человека божия и благоговейно положили его на том одре преклонив потом колено они лобызая священные останки говорили к нему как живому умоляем тебя раб христов дай нам сию хартию чтобы по начертанному в ней мы могли узнать кто ты после этого папа и царь беспрепятственно взяли хартию из руки святого и передали хартуларию великой церкви аэтию для прочтения при великом молчании окружающих он начал читать ее когда же он дошел до места где было написано о родителях и невесте о перстне и поясе переданных ей тогда узнал Ефемиан в почившем сына своего Алексия он упал ему на грудь и обнимая и целуя его говорил с плачем о горе мне возлюбленный сын мой что ты сделал с нами зачем такую скорбь причинил нам увы мне сын мой столько лет пребывая с нами и слыша плач родителей твоих ты не открыл себя не утешил нас несмотря на старость нашу в великой печали вызванной тобою о горе мне сын мой любовь моя утешение души моей я не знаю что мне теперь делать оплакивать ли смерть твою или радоваться обретению твоему так безутешно рыдал ефемиан терзая седины свои аглоида слыша рыдание мужа и узнав что умерший нищий есть ее сын открыла двери своего затвора в разодранной одежде устремив полные слез глаза к небу и вырывая распущенные волосы она шла среди толпы теснившегося народа говоря дайте мне дорогу чтобы я могла видеть надежду мою обнять возлюбленного моего сына подойдя к адру она склонилась над телом сына своего обнимала его и целовала со словами увы мне господин мой чадо мое сладкое что ты сделал зачем доставил нам столь великую скорбь увы мне свет очей моих как ты не открылся столько лет живя с нами как не жалился над нами постоянно слыша наши горькие о тебе рыдания невеста тридцать четыре года прожившая без жениха и носившая в знак печали черные одежды также пала на честное тело ее рыдания и скорбные жалобы возбудили в присутствовавших слезы и плакали все вместе с невестою и матерью царь и папа повелели нести одр с честным телом человека божия и поставить его среди города чтобы все могли видеть его и прикоснуться к нему и когда это было исполнено сказали народу вот мы нашли того кого искала вера ваша и собрался весь рим все прикасались к святому лобызая его все недужные исцелялись слепые получали зрение прокаженные очищались бесы покидали одержимых ими словом какая бы ни была у кого болезнь каждый получал совершенное исцеление от мощей угодника божия видя такие чудеса царь и папа пожелали сами нести одр в церковь чтобы приять благодать от прикосновения к телу святого родители и невеста с плачем сопровождали их народа же стремившегося прикоснуться к честному телу собралось такое множество что от тесноты невозможно было нести одр тогда папа обратился с увещанием к народу прося его отступить и обещая не предавать погребению честное тело до тех пор пока все не облобызают его и не примут благодати через прикосновение к нему с трудом убежденный народ немного отступил и дал возможность принести святое тело в соборную церковь где оно стояло целую неделю так что каждый желающий мог ему поклониться всю ту неделю при адрес святого Алексия находились плачущие родители и невеста царь же приказал сделать гробницу из мрамора украсить ее золотом и изумрудами в которую и положили человека Божия тача же от святого тела истекло благовонное мира наполнившее раку все помазывались тем миром во исцелении всяких болезней и погребли с честью честные останки святого Алексия славя бога бога Субтитры создавал DimaTorzok